Снова рада вас приветствовать на нашем канале. Это новая книга из Гой серии Стикс. Улей забрал у главного героя все, что он любил. Это любимая жена, лучшие друзья и весь привычный мир. И словно в насмешку, он остался в живых. Но при этом неприятности для главного героя на этом не заканчиваются. Впрочем, все остальное вы услышите в этом ролике. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Очень ждем ваших комментариев. Всем до свидания. Миры Артема Каменистого Дмитрук Николай Стикс Изгой Черная Тойота ехала по шоссе. Сергей смотрел в окно. Рядом с ним на заднем сидении сидела Ольга, его жена. Красивая брюнетка с большими серыми глазами. Они возвращались с Чернигов с дачи, где отмечали Олингин рождение. За рулем сидел Рома, Серегин друг. А возле него сидела его невеста Настя. Рыжеволосая, черноглазая красавица. Машину потряхивала. От этого, да еще от выпитого, Серегу развезло. И он, сидя на заднем сидении, уснул. О, я вижу, твой уже отрубился. Улыбаясь, произнесла Настя. Ага, слабенький он у тебя какой-то, Оль. Заржал Рома. Ой, себя вспомни, герой. Напомнила ему Настя. Да ничего, пока доедем проспиться. Ю всегда на заднем укачивает. Ответила Оля. Легковушка катилась по трассе. Время от времени прыгая на выбоинах. Смотрите, там впереди вроде бы туман. Произнесла Настя. Черт, и правда туман. Откуда только взялся. Обещали же ясную погоду. Рома стал притормаживать. Матюкаясь сквозь зубы. Тойота, объезжая очередную выбоину, въехала в густой туман. Серо-зеленая пелена окутала машину. Видимость сразу же упала до нуля. Затем легковушку сильно тряхнула. И под ней что-то застучало. Вот же ху... Выругался Рома. И нажал на тормоза. Все, приехали. Похоже колесо. Не вижу. Он поставил машину на ручник. И посмотрел вперед. Снаружи стояла плотная серо-зеленая стена. Никогда такого не видела. Сказала Оля, смотря в окно. Я тоже. Настя тоже глядела в окно. Тщетно пытаясь рассмотреть хоть что-то. Сергей закачивался от резка кислой вони и проснулся. Кое-как, разлепив глаза, осмотрелся. В машине не было никого. Вокруг все было то ли в дыму, то ли в тумане. Еще и запах отвратный. С привкусом какой-то химической дряни. Болела голова. Во рту было сухо и хотелось пить. Эй, вы где все? Рома, Оля, Настя! Крикнул Сергей, выброшусь из машины. В ответ раздалось какое-то урчание и послышалась возня. Сергей пошел на шум. Видно, в густом тумане было плохо. Он рассмотрел неясный силуэт впереди и двинулся ему навстречу. «Эй!» Позвал он. Из тумана вышел Рома. Он был весь в крови. Увидев Сергея и принюхавшись, парень как-то странно заурчал. «Эй! Ты чего, Ром?» Откликнул его Серега. Рома заурчал сильнее и бросился на друга. «А-а-а! Сука! Пусти!» Заорал Сергей, когда друг вцепился зубами ему в левую руку. Сергей ударил парня в висок правой. Свалил его на землю и оторвался от него. То зарычал и стал подниматься. Сергей не стал ждать, когда Рома снова на него бросится и вмазал с ноги ему в голову. Раздался хруст. И Рома, с неестественно вывернутой шеей, мешком осел на асфальт. Снова послышалось урчание и шаркающие шаги. Сергей меднулся к машине и быстро вытащил из-под сиденья какой-то ключ. Из серо-зеленой вонючей пелены вышла вся в крови и с рваной раной на шее Настя. Заурчав, она тоже пошла на него. «Блин, Настя! Нет! Не надо! Стой! Стой!» Закричал Сергей. Но это была уже не Настя. Она подошла ближе и протянула руки хищно оскалившись. Он размахнулся и ударил ее ключом. Когда Настя пошатнулась, он ударил ее снова и снова. Девушка упала на дорогу. От вида крови Сергей мигом протрезвел. Сжимая в руке окровавленный ключ, он стоял и тупо смотрел на мертвые тела своих друзей. «Шо за х** здесь творится?» – произнес он, еще не веря до конца в то, что видит. Внезапно его словно ударили по башке. «Оля!» Его жена где-то там, в этом долбаном тумане. «Оля, ты где?» «Ты слышишь меня?» – закричал Сергей. С ключом в руках он ломанулся в туман. Туда, откуда вышли Рома с Настей. «Оленька! Не молчи! Ну скажи что-нибудь!» – кричал он. Сраный туман скрывал все. Он не видел ничего дальше протянутой руки. Сергей шел, как слепой, хватая воздух руками. Споткнувшись, он упал на что-то мягкое. Стал ощупывать это руками. И в этот момент подул ветер. Туман стал редеть. И когда ветер унес густую, рваную, серо-зеленую пелену, Сергей наконец увидел ее. Ольга лежала на дороге в крови. Ее красивое лицо было все в брызгах крови. На нижней шее была огромная рваная рана. Такая же рана была у нее на груди. Кровь еще текла из-за разорванных артерий на землю. Вокруг нее была уже целая лужа. Ее лицо совсем не дамо такое живое и красивое. Было белым, как мел. А губы были распахнуты в немом крике. Оля, эй, ты чего? Спросил он, глядя в ее застывшие глаза. В них больше не было тех живых, задурных огоньков, которые он так любил. Теперь там была лишь смерть. Нет! Оля! Нет! А-а-а! Заорал он, когда понял, что случилось. Нет! Нет! Как же так? Оля! Оленька! Он приподнял ее и, обняв, прижал к себе. Перед глазами все поплыло. Он уткнулся лицом в ее плечо и завыл от горя. Сергей не помнил, сколько он просидел посреди дороги с мертвой Оли на руках. Но времени, должно быть, прошло очень много. Отойдя от шока, он огляделся по сторонам. Местность у дороги была незнакомой. Там, где должен был быть лес, были поля и лесополосы. Даже солнце было не там, где всегда. Размышляя над этим, он достал мобилу и попытался позвонить. Связи не было. Значит, и помощи тоже не будет. Сказал он сам себе. Он оказался где-то, а неизвестно где. Связи нет. Да и машин встречных тоже. А ведь он тут давно сидит. За это время по-любому кто-нибудь, да должен был проехать мимо. Только вот машин на дороге не было ни одной. И это было очень странно. Наверняка случилось что-то настолько серьезное, что спасателям будет не до него. Если они еще существуют, конечно, спасатели эти. Решение похоронить Олю и друзей далось ему нелегко. Вроде бы нельзя было это делать вот так, самому. Но в то же время он не мог просто бросить их на дороге. Поэтому, покопавшись в багажнике Ромин и Тойоты, он извлек лопату. У него ушло несколько часов на то, чтобы выкопать две могилы. Он похоронил жену и друзей под большим дубом. В стороне от дороги. После этого он еще какое-то время постоял у Олиной могилы. А затем ушел. Выйдя на дорогу, он пошагал в ту сторону, куда они ехали перед тем, как попали в туман. По большому счету, ему было все равно, куда идти. Он просто шел. А еще Сергею сильно хотелось узнать, что это за туман-то, попадая в который, люди сходят с ума. Дорога сначала асфальтированная, двухполосная. Уперлась в проселок. Точнее, состыковалась с ним. Это выглядело так, как будто кто-то неправильно собрал пазл. Местность в этом месте тоже резко менялась. Раньше с двух сторон были поля. А теперь с одной стороны была скала, по уступу которой шла дорога. А с другой не широкая, но глубокая расщелина. Он посмотрел на это и двинулся дальше. Проселок вскоре превратился в тропу, которая через несколько километров исчезла в темном густом лесу. По дороге ему стало совсем плохо. У него сильно болела голова. Сергея мучила жажда. Вода, которую он взял с собой, давно закончилась. И ему приходилось терпеть. Он выбился из сил. Но все равно тупо пер вперед, через лес. Спотыкаясь о выступающей из земля корне деревьев. Споткнувшись в очередной раз, он упал. Попытался подняться и не смог. Снова упал. И остался лежать под деревом. Глава вторая. «Эй, ну как он?» «Врач живой. Думаю, скоро очухается. Давай влей в него еще». Услышал Сергей и тотчас почувствовал, как в его губы ткнулось горлышко фляги. А затем какая-то горькая, вонючая жидкость потекла ему в рот. Сергей закашлялся и открыл глаза. Проморгавшись, он увидел, что находится в комнате. А над ним склонились два каких-то мужика в камуфле. «Смотри, оклемался». Усмыхнулся один из них. Рыжий коротышка в кепке. «Где я?» Спросил Сергей. «Куда я попал?» «На, хлебни еще». Напарник Рыжего, высокий детина в бандане, протянул ему флягу. «То, что ты попал, это еще мягко сказано». Сергей сделал еще глоток и скривился. «Ты оказался в улье. Еще его называют Стикс. Ты это, не кривись. Эту бодягу тебе теперь до смерти хлебать. А она здесь на вес золота». Продолжил мужик. Сергей закашлялся и спросил. «Что за улей такой?» «Тут чего?» «Пасека?» «Водо-йод. Приколист. Улей – это планета, которая состоит из кусков разных миров. Это вроде бы та же самая Земля, только из разных реальностей». Вмешался Рыжий. «Ты про мультиверсум или множество вселенных слыхал?» Посмотрел он на Сергея. Тот кивнул. «Только вот ты не на Земле, чувак, а в улье. Ты туманский сын запахом видел?» Спросил Рыжий. Сергей снова кивнул. «Так вот, это была перезагрузка. Тебя и все что вокруг тебя» «Улей скопировал и перенес сюда. Ты копия самого себя, как и мы», рассказал Рыжий и отошел к окну. Напарник Рыжего продолжил. «Куски, которые сюда загружаются, имеют форму шестигранника или пчелины соты. Если смотреть на них сверху с самолета, мы называем их кластерами. Все, кто сюда попадает, заражаются спорами гриба. Одни от этого становятся пустышами. Ну, как зомби в кино. А затем мутируют, превращаясь в более опасных тварей. Другие остаются иммунными. И до конца жизни они должны пить живец. Иначе хана». Серега слушал и офигевал. Затем он рассказал рейдерам, так они себя назвали, свою историю, после чего они еще многое рассказывали ему про улей. Он узнал про стабы, поселки, в которых жили иммунные, про дыры улья, про внешников с мурами, а также о мутантах, о споранах, горохе, жемчуге, споровом голодании, высокие регенерации иммунных. Затем они показали ему, как делать живец. Еще много чего открыли. «И вы мне все это просто так рассказываете?» Недоверчиво посмотрел на них Сергей. «Помочь свежаку дело завсегда хорошее». В один голос ответили рейдеры. «Здесь новичков не обижают. Ули этого не любит», закончил Рыжий. «Кстати, тут старыми именами никто не пользуется. Примета плохая. Тут у всех прозвища. Надо бы и тебя крестить», сказал здоровяк в бандане. «Да, кстати. Его вот Сиплым зовут», указал он на Рыжего. «А я моряк». «Я Сергей». «Ну, моряк. И как мы свежака назовем?» спросил Сиплый. «А пускай он сам себе погоняло придумает. А мы покрестим». «Ты как, не против, Серега?» Повернулся к нему рейдер. Сергею снова стало плохо. Головная боль, жажда, отступившие после выпитого живчика, вернулись и стали мучить еще сильнее. Горлу подступила тошнота. Перед глазами все поплыло. Он застонал и упал на пол, где его стошнило. Он выблевал все, что выпил, забившись в конвульсиях. «Блядь, моряк, че за хуйня? Это тут все заболевал?» закричал Сиплый. «Засухни, дятел! Не видишь, что ли, помирает он?» крикнул моряк. «Сейчас коня двинет!» Он нагнулся и, приподняв его голову, влил в открытый рот живца. Сергей дернулся и его снова стошнило. «Блядь, да ни хуйня тебе! Я такое первый раз вижу!» произнес моряк. Сергей катался по полу, корчась в судорогах. Его просто выворачивало наизнанку. Последний раз его стошнило кровью. Моряк с Сиплым бросились к нему. «Да держи ты его! Крепче, блядь! Ну, че ты очкуешь, как целка?» орал на Сиплого моряк. Двоем они скрутили Сергея, прижав его к полу. Тот еще какое-то время дергался, а потом затих. Он слышал их голоса словно издалека. Через час или два ему все же стало легче. «Да, чувак, я чуть не обосрался!» посмотрел на него Сиплый. «Че ж тебя колбасит-то так, а?» «Я вот думаю, помрешь ты скоро, паря!» сказал Сергею моряк. «Видишь ли, у иммунных здесь только одно лекарство. Живец, ну, еще горох, спек и жемчуг. Если твой организм это все не принимает, то ты труп». «Я стану одним из мутантов?» напрягся Сергей. «Скорее всего, нет!» ответил Сиплый. «Ты попал сюда с быстрого кластера. Там все сразу происходит, так что пустошом ты уже не станешь. Если сразу не обратился, просто коньки откинешь и все». «Только сначала помучаешься чуток. Без живца споровое голодание хреновая штука», добавил моряк. «Во-во!» поддакнул Сиплый. Сергей провел ладонью по лицу и сказал «Ну и хер с ним, с этим ульем. Все равно без Ольги мне здесь сделать нечего. Пускай он и меня забирает. Сука!» Утром он простился с рейдерами. Моряк сказал ему «Прозвище мы тебе давать не будем пока. Если вдруг выживешь, тогда и дадим тебе имя. Если встретимся еще, конечно». Он протянул ему флягу живцом и памятку для новичков. Сиплый дал ему свой топор, немного еды и воды. Попрощавшись, Сергей отправился дальше. Глава третья Сергей смог пройти всего лишь пару км за целый день. Поначалу он хотел вернуться назад, к могилам жены и друзей. Но, вспомнив, что ему говорили о перезагрузке, передумал. «Пока он туда доковыляет, их могилы уже исчезнут». Вскоре ему снова стало хреново. Пару раз он просто валился на землю, теряя сознание. Уже под вечер он доковылял до какого-то заброшенного хутора из четырех дворов. Вокруг хутора был лес. Сергей зашел в дом, стоявший ближе всего к нему. Едва запер двери и сбросил рюкзак, как его снова скрутило, и он рухнул на пол, задыхаясь от боли. Дрожащими руками он достал флягу с живцом. Открыл и сделал глоток. Боль волной прошла по телу. Стало еще хуже. Его снова вывернуло. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Еле выдавил с себя Сергей отбросив флягу. Он забился в конвульсиях. Ну вот и все. Здесь я и подохну. Пронеслось в голове. От чего-то ему снова вспомнилась жена. Сергей охватила тоска. И от этого боли уже затухавшая снова стала мучить его. Болел каждый нерв. Каждая клетка. Поднялась температура. Все тело словно горело в огне. Было больно, как никогда раньше. Он орал от боли, катаясь по полу и харкая кровью. Кровь текла у него изо рта, из носа и ушей. Ранее он выпил всю воду. И теперь его снова мучила жажда. Хуже всего было то, что теперь он не мог потерять сознание. Отрубиться, как раньше, не получалось. Он просто лежал, уставившись в потолок. И время от времени облизывал растрескавшиеся губы языком. Его трясло. Голова болела так, что все плыло и кружилось перед глазами. Даже думать было больно. Сергей хотел убить себя, чтобы наконец-то прекратить все это. Но сил на то, чтобы поднять валявшийся рядом топор и попытаться зарубить себя у него не было. Двое суток он провалялся в доме на полу, при смерти. Сергей уже давно хотел, чтобы все это закончилось. Но смерть все не приходила к нему. На третьи сутки он услышал тяжелые шаги за окном. Затем раздался грохот. Звон бьющегося стекла. И в комнату через окно запрыгнул лотерейщик. Тварь была ростом со взрослого человека. И похожа на гориллу. Он увидел ее уродливую морду. Пасть усеяна острыми зубами. Лапы с когтями. И маленькие глаза с вертикальными, как у кота, или змеи зрачками. Тварь увидела Сергея, лежащего на полу в собственной блевотине, дерьме крови. И радостно заурчала. Ну шо ждешь, сука? Давай уже, жри меня, падаль! Прохрепел Сергей. Сил на то, чтобы закричать, у него уже не осталось. Тварь снова заурчала и сделала шаг к нему. Вгрызаясь своими челюстями в ногу. Дернув башкой, оторвала от нее кусок плоти и урча стала жрать. Ааааа, блин! Да чтоб ты подавилась, сука! Заорал Сергей. В глазах у него потемнело от боли. Тварь какое-то время еще жевала его плоть. Затем, завизжав, выплюнула все и ломанулась на улицу. Выскочить наружу она не успела. Визжав, тварь повалилась на пол. Забилась в агонии, а потом и сдохла. Да. Сергей лежал в луже собственной крови и медленно умирал. Жизнь угасала в нем с каждой каплей крови, которая вытекала из огромной рваной раны. Тварь почти оторвала ему ногу. Та висела на лохмотьях кожи и сухожилиях. Ну вот и все! Финиш! Эх! Эх! Прохрепел Сергей. Внезапно перед ним появилась Ольга. Она вышла из стены бесплотная, прозрачная. Настоящее привидение! Оля! Это ты? Сергей не верил своим глазам. Наверное, глюки. Подумал он. Я Солнце. Ты жива? Нет, любимый. Но ты не переживай. Со мной все хорошо. Не думай обо мне. Отпусти меня. Оля! Я не могу. Не проси меня. Мы... Мы скоро будем вместе. Я уже иду. Мне недолго осталось. Нет. Нет, ты не должен сдаваться. Ты должен жить, слышишь? Ты сильный. Ты можешь. Ради меня. Ради себя. Ты должен жить. Сказала она и прикоснулась к его лбу рукой. Оля! Я люблю тебя! Произнес он и, протянув руку, попытался коснуться ее. Но рука прошла сквозь нее. Я тоже. Всегда буду любить тебя, Сережа. Произнесла она. И вдруг стал исчезать у него на глазах. Растаяло, словно мираж. Сергей повернул голову на бок. Закрыл глаза и зарыдал. А потом провалился в темноту. Хоть Сергей не верил в жизнь после смерти, загробный мир и прочую потустороннюю муть, но после странного видения ему стало лучше. Непонятная болезнь стала отступать. Нога тоже заживала. Все зарастало чуть ли не на глазах. Чему он очень удивлялся. Тело почти не болело. Но голод и жажда никуда не делись. Он съел все, что у него было. И на пятые сутки выполз из дома на поиски еды и воды. Воду он нашел сразу же. В бочке у сарая рядом с домом. Напившись вдоволь, он немного посидел, чтобы отдохнуть. А затем стал обшаривать хутор на предмет еды и какой-нибудь одежды. Сергей пробыл на хуторе еще неделю. Прежде чем смог отправиться в путь. Перед тем, как уйти, он скрыл споровый мешок твари. Там было с десяток споранов и все. Но Сергей не стал особо расстраиваться по этому случаю. Теперь он шагал по грунтовой дороге. Справа и слева от нее стоял стеной густой лес. Погода была теплой, как в середине лета. Светило солнце. День выдался хороший. Сергей решил добраться до ближайшего поселка на Стабе. И пожить там немного, чтобы больше узнать о булье. Еще он рассчитывал по пути раздобыть споранов. Так как знал уже, что здесь их используют вместо денег. Задумавшись, он не сразу услышал шум мотора. А когда услышал, рванул с обочины в лес. И спрятавшись в густом кустарнике, стал наблюдать за дорогой. Из-за поворота дороги, которую он прошел совсем недавно, выпал с БТР. За ним ехал грузовик, похожий на зомбомобиль из фильмов. Решетки на окнах кабины. Кунг был усилен приваренными стальными листами, в которых были сделаны маленькие окошки бойницы. Спереди был приварен отвал, как у бульдозера. БТР и грузовик были утыканы стальными шипами. Третью машину Сергей рассмотреть не смог. Не доезжая до него, колонна остановилась. Башня БТР с КПВТ повернулась в его сторону. Из люка высунулась чья-то голова. Эй, там в кустах, ну-ка давай выходи, а не то сейчас из пулемета причешем. Сергей сразу даже не понял, что это кричат ему. Ты че, сука, тупой или глухой? Вышел быстро, пока из гранника не вмазали. Считаем до трех. Раз. Закричали из БТРа. Вот дерьмо. Что ж так не прет-то, а? Прошептал Сергей, поднявшись, крикнул. Не стреляйте, я выхожу. Подняв руки, он пошел к дороге. Глава четвертая. Эй, лютый, ты глянь на эту лошару. Он думал, мы его не увидим. Заржал один из стоявших у БТРа мужиков, когда он подошел к броне. Сергей мельком взглянул на них. Все в комках, разгрузка с автоматами. У некоторых были даже кевларовые шлемы. Похожи на вояк, но с повадками не военные. У нескольких он заметил зоновские перстни на пальцах. Ну и че ты там делал в кустах? Спросил Сергея. Сергея. Спросил Сергея. Крепко сбитый бородатый мужик с АКММ. Он сделанной небрежностью держал автомат в руках. Направив ствол ему в живот. Остальные тоже держали его под прицелом. Только не гони, что ты там типа посрать присел. А тут мы. Стоявшие у бетера муры, а это были они, громко заржали. А че говорить-то? Все так и было. Соврал он. Муры снова заржали. Мужики, вам чего от меня надо-то? Спросил Сергей. Я руки могу опустить? А то затекли. Бородатый посмотрел на него, прищурившись, и произнес. Мужики, в поле землю пашут. А ты, я вижу, борзый больно. Эй, гиря. Позвал он. Разъясни этому дятлу его права и обязанности. Сейчас, босс. Один из муров подбежал к нему и двинул его прикладом автомата по ребрам. Охнув, Сергей сложился пополам. Гиря ударил его еще раз по ногам. Сергей упал на колени. Значит так. Пи***ть будешь, когда тебя сплосят, блядь. Здесь и сейчас. Ты никто. И звать тебя никак. Ты просто мясо. Еще раз вякнешь, я тебе яйца отрежу на... Теперь догнал? Спросил Гиря, глядя на скорчившегося от боли Сергея. Ну, че молчишь? Ты лох педальный. Я понял. Выдавил себе Сергей. Давай, сидор свой сымай. И перышко не забудь. Ну? Небрежно процедил Гиря. Сергей снял. И отдал ему рюкзак и охотничий нож, которым разжился на хуторе. Гиря взял все это и пнул Сергея ногой. Все, хора, Гиря. Упакуй его и валим от седа, пока не началось. Да. И хавальник ему залепи. Распорядился Бородатый. Сергея подняли. Стянули ему руки за спиной пластиковыми наручниками и потащили к грузовику. Забросив его в кунг, мы растянули ему пластиковым хомутом еще и ноги. Заклеили рот и, рассевшись по местам, двинулись дальше. Лежа на грязном полу, в кунге, подпрыгивающего на ухаба грузовика, Сергея, дождавшись, когда глаза привыкнут к полумраку, с цвета в кунг через больницы поступало мало. Немного осмотрелся по сторонам. На полу, кроме него, лежали еще люди. Так же, как и он, все были связаны по рукам и ногам, с кляпами во рту. Трое были рослыми парнями. А четвертой была девочка-подросток. Лет 14-15. Кроме них, в кунге был еще пятый пленник. Но рассмотреть его Сергею не удалось. Вместе с ними в кунге ехали трое муров, которые следили за каждым их движением. Те, кто пытался сесть или перевернуться, они грубо пинали ногами и били прикладами по ребрам и спине. По прикидкам Сергея, ехали они уже где-то около часа или немного больше. Ехать было хреново. Связанные руки и ноги затекли и распухли. В кунге было душно. Воняло потом и солярой. Сергея укачивало. Хотелось пить. Когда грузовик наконец остановился, и двери кунга открылись, он зажмурился от яркого слепящего света. Глава пятая. — Ну, чудо-ходяги, на выход. Приехали, конечная. Раздался чей-то громкий язычный голос. Сергея, грубо схватив, потащили к выходу. Его сбросили на землю. С грузовика под ржачий хохот толпы муров. Затем оттащили в сторону и, наконец, оставили в покое на время. Сергей повертел головой, как будто разминая затекшую шею. А на самом же деле он тайком рассматривал все вокруг. Их привезли на базу муров, располагающуюся на каком-то заводе. Со своего места он увидел бетонный забор с воротами, колючкой и двумя вышками у ворот, и еще пару зданий, похожих на заводские корпуса. Сейчас он сидел у стены одного из них. Грузовик стоял между корпусов, а вокруг него уже собралась целая толпа. Муры переговаривались между собой. Курили, наблюдая за выгрузкой пленников. Парни, так же, как и его, выбросив из грузовика, без лишних церемоний оттащили в сторону. Затем наружу выволокли женщину лет так тридцати. Она была вся в синяках и кровоподтеках. Видать, сопротивлялась до последнего. Ее сразу же утащили куда-то в здание. Последний с кунга вытащили девчонку. «Вот это цыпа, сто пудов она еще целка!» Зарал кто-то. «О, целок я еще не...» «Эй, киса!» «У меня первого!» «Обещаю тебе понравится!» Толпа взорвалась хохотом. «Обломайся, ржавый! Она будет... этого, а не твой огрызок!» Крикнул один из муров. И толпа снова взорвалась хохотом. Девчонка стояла посреди толпы, затравлена, глядя по сторонам перепуганными глазами. Она была связана с кляпом во рту. А муры грубо лапали ее, отпуская в ее сторону сальные шутки. Затем девчонку тоже куда-то потащили. «Подъем, уроды! Встали быстро!» Заорал на них, тощий как жертв парень, размахивая автоматом. Пленники поднялись. Разрезав им путы на ногах, муры погнали их к одному из зданий. Их привели в помещение, похожее на медицинский кабинет. Посреди него стояла та самая девочка, которую везли с ними в грузовике. Она была совершенно голая. Схлипывая девчонка закрывала руками грудь и низ живота. Рядом с ней стоял лысый мужик в белом халате и кожану в фардуке поверх него. Двое других сидели у стола и пялились на нее. «Ну-ка, ну-ка! Чего тут у нас?» Лысый взял ее за подбородок и посмотрел в лицо. «Руки опусти! Ну, кому сказал?» Крикнул тот на нее. Схлипнув, она опустила руки, и лысый козел стал ее лапать. «Хороша, сучка!» Причмокнул языком лысый. «Слышь, фара, а ты сколько целок сломал?» Обратился сидевший у стола мур к своему напарнику. «Пятнадцать, а это шестнадцатая будет, а че?» Ответил тот. «А вдруг она уже давно того, не целка?» «Да мне п***! Если я ее не п***, значит целка! Док, уступишь ее мне!» Девочка, услышав, что ее ждет, сдрогнула. Док ухмыльнулся и произнес. «Да, пожалуйста, с нее не убудет. Только не мучить, а то я вас знаю, жеребцы!» Муры заржали в ответ. Док отвернулся от девчонки и посмотрел на Сергея и парней. «Развяжите их!» Произнес док. Охранники разрезали наручники на руках Сергея и парней. Сорвали скотч со рта. «Ну че вылупились, усердные? Раздевайтесь по-бырому! Щас вас доктор смотреть будет!» Сказал фара. Стоявшие за спинами пленников муры вытолкали их на середину кабинета. «Че? У кого туго со слухом?» Спросил напарник фары. Парни стали снимать с себя одежду. Сергей тоже стал расстегивать рубаху. Внезапно дверь в противоположной стене кабинета открылась. И вошедший через нее мур, ткнув Сергея пальцем, произнес «Эта валюта к себе требует!» Сергея оттолкнули стволом в спину. «Слышал! Давай топай!» Его вывели из кабинета и повели по коридору. Глава шестая. Сергея привели в просторную, хорошо обставленную комнату с большими окнами. Лютый сидел у окна в большом кожаном кресле. Это был тот самый бородатый дядька, с которым Сергей встретился на дороге. «Падай сюда!» произнес Лютый, указывая ему на стол перед собой. Муры, сопровождавшие его, вышли. А Сергей уселся перед главарем. Тот взял стоявшую рядом на столике бутылку водки, наполнил из нее два стакана и протянул один из них Сергею. «Давай выпьем!» Протянул ему стакан Лютый. Сергей взял его, но пить не спешил. Держал в руке. Мур выпил и, посмотрев на Сергея, сказал «Ты, наверное, хочешь знать, зачем тебя ко мне привели?» «Что ж, скажу. Я хочу, чтобы ты работал на меня. Или со мной. Думай, как знаешь». «Почему именно я?» «А есть тебе что-то этакое? Характер, что ли?» «Ну как, че скажешь?» «Ты серьезно думаешь, что я буду помогать вам ловить людей? Резать их? Да по пакетам расфасовывать?» Произнес Сергей, продолжая держать стакан в руке. «Я ведь знаю, кто вы и чем занимаетесь. Поэтому я говорю нет». Лютый побагровел, услышав отказ. Но сдержался и продолжил. «Ты не спеши с ответом, фраерок, подумай. Только учти, времени у тебя до завтрашнего утра. А если ты все же откажешься, то тогда извиняй. Отправишься к внешникам на ферму. Знаешь, что такие внешники?» Посмотрел на него Лютый. Сергей кивнул. «Я могу идти?» «Можешь». Сергей поставил стакан на пол и, поднявшись, пошел к двери. За нею его уже ждала охрана. Ему приказали держать руки за спиной и, подталкивая, повели назад. Подходя к одной из дверей, он еще издалека услышал крики. Сергей повернул голову, украдкой заглянув через не до конца прикрытую дверь в комнату. Увидел там разложенную на столе ту самую девчонку-малолетку из грузовика. Она была привязана к столу за руки и ноги. Один из муров – это был фара. Спустив штаны, уже пристраивался к ней. Двое других стояли в стороне и, весело комментируя зрелище, ждали своей очереди. Его толкнули в спину. Опустив голову, он быстро пошел дальше. Сергея завели в камеру, где уже сидело несколько человек. Ухмыляясь, охранник бросил на пол пластиковую бутылку с живцом и с лязгом запер за ним стальную дверь. Сергей опустился на пол и, прислонившись к стене, закрыл глаза. Заснуть сразу у него не получилось. Перед глазами у него стояло зареванное лицо той девчонки. А уши все еще слышали ее крики. Лязг открываемых дверей и топот шагов вырвали его из дремоты, в которую он лишь недавно погрузился. Камера наполнилась охраной. Они, матерясь, будили людей, пиная их ногами. Вытаскивали в коридор. Не дожидаясь, пока ему прилетит прикладом по ребрам, Сергей вышел из камеры сам. Руки ему тут же сковали стальными наручниками, пристегнув к длинной цепи. Выстроив остальных пленников и сковав их, муры погнали всех к выходу. Их вывели наружу. И, подгоняя, повели дальше. Звеня цепями, они пошли к паре грузовиков, остановившихся у ворот. Возле них топтались солдаты, в масках, похожих на противогазы. Внешники, догадался Сергей. Рядом с ним стоял Лютый. Увидев Сергея, он приказал всем остановиться. И подошел к нему. Ну че, надумал? Пойдешь под меня? Глянул ему в глаза Мур. Нет, не пойду, ответил Сергей, тоже глядя в глаза Лютому. Тот не выдержал и отвел взгляд. Ну и баран ты, сдохнешь теперь? А мог бы еще пожить. Сплюнув, Лютый отошел в сторону, дав знак своим людям. Муры погнали колонну дальше. Перед погрузкой, внешники делали каждому укол в шею инъектором. Уколов Сергея, они забросили ее в кунт последним и захлопнули дверь. Лежа на телах, он вскоре отрубился, провалившись в темноту. Глава седьмая. Сергей очнулся. Открыв глаза, он увидел вокруг себя непроглядную темноту. Откуда-то доносились голоса. Он хорошо слышал их, но не мог понять, кто и о чем говорит. Попытался пошевелиться и обнаружил, что крепко связан. Послышались шаги. Внезапно вспыхнул яркий свет, и он зажмурился. Хлопнула дверь, и Сергей услышал. Ну, профессор, и зачем мы сюда пришли? Что вы мне такого важного хотите показать? Чего я не знаю? Вот, это он. Тот самый? Да. И что же в нем такого особенного? Все. Слушайте, давайте как-нибудь поподробнее и без этих ваших загадок. Хорошо. Итак, начну сначала. К нам на ферму попал очень редкий и особенный экземпляр. До сих пор ничего подобного среди иммунных мы еще не встречали. Профессор, давайте по сути. Как вы знаете, все иммунные здесь заражены спорами гриба. Что касается этой особи, то как оказалось, он вообще не инфицирован. Этой местной дрянью. Споры в его организме, конечно, есть, но они мертвы. Но как такое возможно? В его крови нами был обнаружен штамм неизвестного вируса. Ничего подобного здесь в улье да у себя мы еще не встречали. Я думаю, что этот вирус и убил споры гриба. Полагаю, он был инфицирован им еще до попадания сюда. Когда местная зараза проникла в него, сработал какой-то защитный механизм. Так сказать, одна зараза убила другую. Что, вирус? Но... Не волнуйтесь так, полковник. Этот вирус не передается по воздуху, только через кровь. А сразу нельзя было сказать об этом? Так я продолжу? Да, конечно. Мы провели серию экспериментов и выяснили, что это не обычный вирус, который живет за счет человека, постепенно убивая его. Это скорее симбионт, который защищает своего носителя. Сейчас он меняет организм подопытного, так сказать, переделывает его под местные условия. И изменения эти начались уже давно. Это удивительно живучая дрянь. Кстати, для того, чтобы заразиться ею, достаточно нескольких капель его крови. Результат мгновенный. Так он все же мутирует? Можно и так сказать. Дрянь, которая в нем сидит, делает его сильнее, выносливее, быстрее. Регенерация у него вообще просто бешеная. Он раза два выше, чем у обычных иммунных. К примеру, обычному иммунному, нужно где-то около месяца, чтобы отрастить оторванную ногу или руку. При этом ему требуется усиленный прием живчика, но еще много чего. Все это лучше принимать под контролем врача, поскольку всегда есть риск превращения в кваза. А нашему же объекту ни живчик, ни все остальное вообще не нужно. Отрезанная нога, рука отрастает за два-три дня. Резанные, колот или рваные раны вообще затягиваются за несколько часов. Вирус-симбионт лечит его сам, и все, что нужно для лечения, это отдых, еда и вода. А как насчет его внутренних органов? Они также быстро регенерируются, но, к сожалению, для нас они бесполезны. Почему? Его вирус смертенен для нас так же, как и споры. Мы пытались инфицировать им людей, здешних иммунных и заключенных смертников из нашего мира. Хотели сделать еще несколько подобных ему особей. Так вот, все они умерли. Вирус вызывает такие мутации, что организм просто не выдерживает. Кстати, местные твари от него тоже дохнут. Вот как. А стерилизация? Методы стерилизации, которые мы обычно применяем, но этот вирус не действует. Изготовить антидот нам тоже не удалось. Вирус часто мутирует. Это очень плохо, профессор. Мне жаль, полковник, но этот экземпляр для наших целей бесполезен. Да уж, профессор. Вы сказали, он мутирует. Это и сейчас продолжается. Да, но не волнуйтесь. Сейчас он в медикаментозной коме. А как насчет сверхспособностей? А этих, как их там, даров. Ничего такого необычного у него нет. Разве тело развито лучше, чем у других иммунных? И в темноте он может видеть так же, как твари. Но это результат воздействия вируса симбионта на его организм. Вы что, хотели завербовать его, полковник? Нет, профессор. Да и зачем? Нам и так людей хватает. И к тому же еще не известно, что из этого выйдет. Я вообще считаю, что его нужно утилизировать, уничтожить, да и все. Вы должно быть шутите, полковник? Да нет, профессор. Сейчас я серьезен, как никогда. Это нужно уничтожить. Уничтожить? Уничтожить? Но это же уникальный экземпляр, который нужно изучить. Профессор, вы должно быть забыли, что нашей первоочередной задачей является сбор потрохов иммунных, а всякие там опыта оставьте другим. Кроме того, этой базой пока командую я. И за безопасность здесь отвечаю тоже я. Поэтому, как главный здесь, я принял решение уничтожить его. Возьмите у него все необходимые пробы, образцы и готовьте подопытного к утилизации. Все пробы и образцы мы уже давно взяли. Ну вот и хорошо. Экспериментировать будете с ними. А его уже сегодня вечером. Не должно быть на территории базы. Вам все ясно? Да, господин полковник. Я сейчас же свяжусь со службой утилизации. Глава восьмая. Сергей мог бы выпрыгнул калибр калибра калибра 12.7 в башку не хотелось. Оставалось только ждать, что будет дальше. Камаз и пикап свернули с дороги и подъехали к оврагу. Грузовик развернулся и стал сдавать задом краю оврага. А через пару минут кузов стал подниматься и Сергей поехал вниз вместе с кучей трупов. На дне оврага было сплошное месиво из костей, тел людей и тварей. Внешники специально сбрасывали трупы в этот овраг, приманивая на них мутантов, а затем накрывали это место плотным огнем. Сергей упал в вонючее вязкое болото. Сверху на него упало тело мужчины, вышибив из него дух и придавив его. Второе тело шмякнулось на первое и вообще лишило его возможности двигаться. Вскоре выгрузка закончилась и послышался шум моторов, который через несколько минут затих вдалеке. Вонь в овраге стояла неимоверная. От нее слезились глаза, першило в горле. Сергей дергался, пытаясь выползти из-под трупов. Он долго барахтался в вонючей вязкой жиже из крови костей и земли. Наконец хрен его знает какой попытки ему удалось высвободить руки. И тут овраг стало затягивать серо-зеленый вонючей пеленой. Туман! Перезагрузка! Сергей словно током ударило, он уже знал, что такое откат. И как он действует на иммунных, проверять это на себе не хотелось. Матерясь, он стал толкать трупы руками, чтобы высвободиться. Ему удалось столкнуть в сторону одно тело. Стало немного легче. Поднадужившись, Сергей приподнял труп мужика руками и поджал ноги, вытаскивая их из-под него. Оттолкнув тело, Сергей отодвинулся и встал на ноги. Все вокруг было в тумане. Кислый, вонючий запах перебивал даже смрад стоящий во враге. Он полез с по трупом наверх, затыхаясь от вони. Мелько взглянув на одно из тел, он остановился. Перед ним, глядя на него мертвыми глазами, лежала девчонка, которую он увидел у Муров. Она была вся в крови. Живот и грудная клетка были спороты. Сергей прикрыл ей глаза и, перекрестившись, полез дальше. Выбравшись из-за врага, Сергей рванул прочь. Он долго бежал, пытаясь выбраться из тумана, но проклятый кластер все никак не заканчивался. Он уже подумал, что ему конец. Но вдруг туман стал редеть. Сергей увидел просвет впереди и побежал туда. Вскоре он пересек границу кластера. Отбежав подальше, Сергей добрался до небольшой рощи и рухнул без сил под деревом. Отдышавшись немного, он поднялся и двинулся дальше. Идти было трудно. После всех тех экспериментов, которые делали с ним ублюдки-внешники, все тело страшно болело. Особенно сильно болели ноги. О своем пребывании на ферме Сергей почти ничего не помнил. Так, обрывки. Возможно, препараты, которые вводили ему внешники, стирали память или его почти все время держали в коме. Судя по всему, он должен был еще долго валяться в отрубе. Но вирус, который был у него в крови, должно быть, нейтрализовал все, чем его накачали. Поэтому Сергей очнулся прямо в лаборатории и, как оказалось, вовремя. Сергей шел почти без отдыха уже несколько часов. Он старался передвигаться лесополосами, рощами и не выходить на открытые места. Иногда в небе, жужжа винтами, летали беспилотники. Сергей прятался в одних зарослях. Примерно в середине дня он добрался до большого села. На обочине дороги стоял указатель, на котором было написано «ПОС ПОГРЕБИЩЕ». По всей видимости, до переноса вулей здесь проживало не меньше тысячи людей. Теперь же одних остались лишь обглоданные кости за скелеты. В первом же доме на окраине ему повезло. Он надыбал там хороший топорик, охотничий нож и камуфляжный костюм. Еще в доме была вода. Скинув свои лохмотья, Сергей встал под душ. Отмывшись и переодевшись, он пошарил по дому насчет еды. С едой вышел облом. Все, что было в холодильнике давно протухло. Поскольку без электричества тот не работал. Пришлось обойтись домашними закрутками и зеленью с огорода. Перекусив, Сергей вышел на улицу и двинулся дальше. Стоявшие повсюду бегуны и пустыши внимания на него почти не обращали. За то время, что Сергей бродил по поселку, он упокоил всего лишь двух особо тупых пустышей, тюкнув их топором по башке. Подойдя к одному из домов в центре, Сергей решил заглянуть в него. Возле дома, покачиваясь с пятки на носок, стояли двое бегунов. Увидав Сергея, они стали обнюхивать его, но через несколько секунд потеряли к нему всякий интерес. Зайдя в дом, он прошелся по комнатам, заглянул на кухню. В этом доме ему повезло больше. Он нашел там неплохой рюкзак, пару трекинговых ботинок и мясные консервы. Ботинки Сергею понравились. Размер оказался тоже его. Кроссовки, которые были на нем, почти развалились. Переобувшись, он решил заглянуть на чердак. Полазив там среди всякого барахла, Сергей уже собирался спускаться, но вдруг его внимание привлек стоящий в углу сундук. Сверху на нем лежал всякий хлам, а на самом сундуке висел большой замок. Сбросив хлам на пол, Сергей сбил замок топором и, открыв сундук, пошарил в нем хорошенько. На самом дне сундука лежал какой-то довольно длинный тяжелый сверток. Когда Сергей развернул его, увидел по тканью промасленную бумагу. Его сердце учащенно забилось. Развернув бумагу, он увидел карабин Мосина 1943 года выпуска калибра 7,62х39. Вместе с ним в свертке в полиэтиленовом пакете лежали патроны. «Это я удачно зашел», произнес Сергей. Осмотрев карабин, он спустился вниз. В доме также нашлись принадлежности для чистки оружия и ветошь. Удалив лишнюю смазку, Сергей зарядил карабин. Патронов вместе с карабином было около трех сотен. На первое время ему должно хватить. Оставаться в доме Сергей не стал. Он ушел оттуда через пару часов. Побродив по поселку, Сергей заглянул в местный мини-маркет. Там уже кто-то хорошо пошарил. Но все же кое-что осталось. Набив рюкзак едой и водой в бутылках, Сергей отправился дальше искать место для ночлега. Глава 9 Сергей неспешно шел через поле, направляясь к видневшемуся на горизонту лесу. Тело уже не болело и вообще отдых в селе пошел ему на пользу. Два дня он прожил в доме на окраине погребищ, отдыхая и восстанавливая силы. Теперь же он направлялся в стаб, который на нарисованной в памятке для новичков карте был отмечен как черные холмы. И хоть памятки у него давно не было, но карту он хорошо запомнил. Если верить ей, он находился где-то на внешке, довольно далеко от пекла. Уже целый день Сергей находился в дороге, а до стаба оставалось еще примерно день пути. Сергей уже подходил к краю поля, когда из части леса выскочили твари, элитники, руберы, топтуные лотерейщики с бегунами. Их были сотни, тысячи. Это была Орда. Все, отбегался. Сейчас сожрут или затопчут, произнес Сергей, глядя на них. Бежать от Орды было некуда и спрятаться было негде. Позади было лишь поле ровное, как стол, а впереди лес, из которого и перла Орда. Увидев Сергея, твари, бежавшие впереди, радостно заурчали. Орда растянулась, окружая его. Далеко впереди всех мчался матерый, горелообразный элитник, размером с носорога. Не добежав до Сергея метров десять, он остановился и шумно вдохнув принюхался. Чихнув, он поднялся на задние лапы и распахнув свою пасть заревел. Орда стала как вкопанная. Элитник подошел еще ближе и снова принюхался. Затем задар вкопанная кромко заревел и, развернувшись, рванул куда-то в сторону. Орда помчалась за ним, обегая Сергея. Когда хвост Орды миновал его, Сергей, сделав несколько шагов, опустился на землю, его всего трясло и ноги были просто ватными. Сидя на земле, он все еще не веря в происходящее, долго смотрел след уходящий Орде, пока Таня скрылась за горизонтом. Затем достал флягу с самогоном и, отвинтив крышку, трясущимися руками сделал пару глотков. Тепло разлилось по телу и сразу стало легче. Кое-как поднявшись, Сергей достал сигарету и поковылял к лесу, пытаясь зажечь зажигалку все еще плохо слушающимися руками. Он не знал, что с холма находившегося от него, за всем происходящим пристально наблюдали двое рейдеров. «Се, хана мужику, сейчас хавают», произнес, глядя в мощный бинокль монгол. Среднего роста, одетый в натовский комок, рейдер с азиатскими чертами лица. «Точняк, брателло, хотя... «М... Ты смотри, че делается!» воскликнул лежавший рядом и пялившийся в монокуляр бурый, толстый, потлатый мужик в горке. «Ты че орешь, мудина? Завали хайло, придурок! Хочешь, чтоб народа услышала?» Вызверился на него монгол. Бурый сразу сник, но затем произнес. «Монгол, слышь, ты видал это? Падлой буду! Это кукловод в натуре! Ну, тот, который тварями управляет!» Объяснил бурый, вопросительно глядящему на него монголу. «Ты уверен, бурый, ты хоть раз кукловода видел?» «Ну, а кто это, по-твоему? Волшебник м*** Гудвин?» С жаром зашептал бурый. «Ладно, хватит трындеть, валим отсюда, после прикинем, че к чему». Монгол стал отползать с вершины холма вниз. Бурый последовал за ним. «Монгол, слышь, монгол!» «Ну, че ты надо, еще бурый?» «Я чего спросить хотел?» «Орда часом не к металлисту пошла». Монгол остановился и выматерился. «М***!» «Вот же, я тупорез!» «Как же я сразу то не допер!» «Во-во! Наверняка этот хрен их туда и направил!» «Че делать-то будем?» «Может, завалим этого козла?» Посмотрел на монгола «Как бы он сам тебя не завалил!» Монголы бурый, спустившись с холма, зашагали по пулю. «Так че делать-то будем, а?» Снова спросил бурый. «Значит так, ща поедем в металлист, в стаб заезжать не будем, потремся в округе, посредим, ну а там видно будет». «А где мы этого урода потом искать будем, а?» «Не бзди, бурый, он по-любому в стаб придет, а их здесь не так и много. Так че найдем, давай, шевели копытами». Монгол с бурым побежали к месту, где у них была заныкана машина. Вскоре рейдеры уже мчались в металлист. Сергей тем временем подошел к воротам стаба Черные Холмы. Стаб назывался так потому, что неподалеку от него находился мертвый Черный кластер, на котором стояли дома. Сам поселок был огорожен 10-метровой бетонной стеной, перед которой было минное поле. «Кто такой? Откуда? Зачем сюда пришел?» засыпал Сергея вопросами стоявший на воротах боец в комке и разгрузке. Свой автомат он как бы незначально направил на Сергея. «Свежак я, пришел сюда отдохнуть пару дней, ну и с людьми хотел бы пообщаться, расспросить чего тут да как». «Свежак значит? Зовут как? Или ты некрещеный?» «Кличут серым, крестный моряк», соврал Сергей. Сказать правду он не решился. «Ну проходи, серый, сейчас отведу к тебе к ментату. Свежакам здесь завсегда рады, а если у них еще испарана есть, то рады вдвойне». «Сивый, подмени меня», крикнул кому-то. Часовой сделал знак Сергею и повел его к одному из зданий. Его завели в комнату, посреди которой стоял стол и несколько стульев. За столом сидел здоровый квас. Рядом с ним стоял человек в городском камуфляже. Свой карабин, нож и рюкзак Сергею пришлось оставить у охранника. «Проходи, Серый, садись», признес тип к комке. «Это глыба, он здесь главный». Кивнув, указал он на кваза. «Я крюк, и как ты, наверное, уже понял, я ментат». Сергей, подойдя к столу, сел на один из стульев. На кваза он старался не смотреть, так как знал, что они этого не любят. Так, взглянул мельком и все. «Сейчас глыба задаст тебе несколько вопросов, а я буду проверять. Говоришь ли ты правду? Советую отвечать честно, не задумываясь». «Ну, поехали», произнес ментат. Сергею задали набор стандартных вопросов. Кто он, откуда, когда попал в улей, не мур ли он и так дальше. Сергей отвечал, а глыба время от времени смотрел на ментата. Тот кивал, подтверждая, что Сергей говорит «Ладно, свободен, правила наши знаешь», спросил квас. Сергей кивнул и, поднявшись, направился к выходу. Оказавшись на улице, он направился к находившемуся неподалеку бару под названием «Элитник». Возле входа в бар висела голова здоровенной тварюги. Сергей рассчитывал пожить в этом стабе какое-то время. Спаран и горох у него имелись. По пути в стаб Сергей поохотился на зараженных. Сначала в погребищах, затем в лесу, на отбившихся от орды тварей. Он отстреливал их из осады, целись в глаза или споровый мешок. Охотился в основном на одиночек. Ему удалось завалить десяток бегунов, четырех лотерейщиков и трех топтунов. С них он взял две сотни спаранов и почти сотню гороха. Довольно неплохой урожай. Если не швыряться ими направо и налево, то недели на две ему должно хватить. Сейчас же он шел в бар не столько для того, чтобы выпить, а чтобы узнать там, где можно снять комнату, ну и еще он хотел поесть. Глава десятая. Уже две недели Сергей жил в Черных холмах. Поселок этот был не очень большим. Всего два десятка одной- и двухэтажных домов, выстроенных квадратом, с небольшой площадью посередине. Поселок был окружен бетонным десятиметровым забором с вышками, колючкой и огневыми точками. Вокруг поселка также было минное поле метров сто шириной. Ну вот и все вроде бы. Почти все свободное время он посвящал тренировкам. Стрельбой и рукопашным боем Сергей увлекался еще до попадания в улей. Да и с армией у него кое-какие навыки остались. Теперь же он просто вспоминал то, что успел порядком подзабыть. Местные рейдеры, с которыми он иногда пересекался на полигоне, приходили туда в основном не для того, чтобы пострелять, а чтобы развивать дары или дары. Поэтому, глядя на то, как Сергей расстреливает патроны десятками, некоторые крутили пальцем у виска. Здесь все полагались больше на дар, чем на оружие. А патроны были слишком дорогими, чтобы их можно было жечь вот так вот, десятками. У него же этих самых даров не было. Поэтому он надеялся лишь на оружие. Вообще, Сергей старался не выделяться из общей массы. Старался вести себя так же, как и все. Обо всем, что с ним приключилось по дороге в стаб, Сергей помалкивал. Мало ли, какие тут порядки. На случай, если его будут расспрашивать, он выдумал себе правдоподобную, так сказать, легенду. И выучил ее наизусть. За три спарана в неделю Сергей снимал комнату на втором этаже бара «Элитник». Ел он там же. Кормили в баре неплохо. Да и само это место ему нравилось. Там было тихо и спокойно. Никаких пьяных драк, стрельбы, дебошей и тому подобного. Хозяин «Элитника» за порядком в своем заведении следил и мог прострелить башку любому, кто рискнул бы нарушить его. Все любители подраться и пострелять знали это и поэтому предпочитали ходить в другие заведения типа рейдера или больших сисек. Вот и сейчас в зале сидело всего десятка два рейдеров. Кто-то, как и Сергей, обедал. Некоторые с азартом резались в карты, не забывая при этом прикладываться к спиртному. Всякие там коньяки и виски с водками в ули среди рейдеров спросом не пользовались. Чтобы набраться как следует, нужно ведро выпить, а эффекта на пару часов. Поэтому местный народ больше предпочитал пить убойный термоядерный самогон, который здесь многие гнали, ну или 96-ти градусный этиловый медицинский спирт. Сергей же выпивал очень редко. Вот и сейчас он ел запеченную курицу с картофельным пюре запивая соком. Он уже покончил с обедом и собирался расплатиться и уйти, когда в бар ввалились двое рейдеров. Увидав Сергея, один из них азиат на натовском комке, еще с порога заорал, тыча в него пальцем. «Братва, хватайте этого козла, он кукловод!» Азиат поднял оружие, направив его на Сергея. «Эта падла натравила орду на металлист!» Крикнув, стоявший рядом с азиатом, падлаты толстяк горки. Услышав это, рейдеры поскакивали со своих мест. Некоторые схватили из-за стволы и тут, разрывая воздух, громко треснула автоматная очередь. Сергей обернулся и увидел стоявшего за стойкой хозяина. Тот целился в посетителей из автомата. «Замерли все, кто дернется, полотит пулю в башню!» крикнул хозяин. «Ты че, валет? Это же...» сказал толстяк. «Я слышал, кто это?» перебил его хозяин. «Если он виновен, тащите его к глыбе, пусть разбирается. А Мочилова здесь устраивать я не дам. Эй, ты слышал?» Обратился хозяин к Сергею. «Давай, вали отсюда быстро!» Сергей молча поднялся и, бросив на стол с параны, двинулся к выходу, прекрасно понимая, что сбежать ему не удастся. Сергей сам отправился к дому, в котором находилось местное начальство. Его сопровождала целая толпа. «Че закипишь? Какого х** здесь происходит?» Глыба, раздвинув толпу, подошел к Сергею, рядом с которым стояли азиат с поплатым. «Ну че молчите? Мне повторить?» Глыба обвел взглядом толпу. На площади уже собрался весь поселок. Остановился на рейдерах, стоявших рядом с Сергеем. «А, монгол, опять воду мутишь? И буры здесь? Ну конечно, где один, там и второй. Ну че, может вы мне скажете, что за херню вы устроили?» Посмотрел на них квас. Монгол выступил вперед, сказал, «Глыба, ты меня знаешь, я не фуфломет, и за базарство всегда отвечаю. Этот пидор кугловод, он орду наметались натравил, рейдеры, стоявшие вокруг возмущенно загомонили. «И что с металлистом?» спросил квас. «А нет больше металлиста!» выкрикнул бурый. «Одни развалины от него остались, да кости вокруг валяются. Кто не верит, может поехать посмотреть». Услышав это, толпа ахнула, многие закричали. «Тихо все!» проревел квас. Когда воцарилась тишина, он, впившись Сергея, злым, безжалостным взглядом произнес. «Ну че скажешь на это? Отвечай!» ряфнул глыба. «А чего говорить? Даже если я скажу, что это не так, вы все равно мне не поверите?» ответил Сергей. «А ты попробуй!» возразил глыба, сверляя его взглядом. «Может и поверим». «Хорошо, я не кукловод, я даже не знаю, где этот самый металлист находится», произнес Сергей. Квас глянул на стоявшего ряда ментата. Тот кивнул. «Керняй все это! Каждый знает, что ментата можно обмануть!» громко сказал бурый. «Если ты не кукловод, чего ж тебя орда не сожрала?» спросил монгол, с ненавистью глядя в глаза Сергею. «В моей крови находится вирус, который убивает тварей, потому они меня и не тронули», ответил Сергей. Услышав это, монгол с бурым заржали. «Если не верите мне, приведите зараженного и сами все увидите». Монгол с бурым снова заржали. Рейдеры в толпе тоже заулыбались. «Эй, чувак, тебе кого? Рубера? Или может сразу элитника подогнать?» крикнул кто-то из толпы. «Можете отвезти меня на кластер?» ответил Сергей. Монгол презрительно хмыкнул. «Чтобы ты одна свалил?» «Не, чувачок, так не пойдет». Глыба поднял руку, призывая всех заткнуться. «Тащите сюда знахаря, пусть его проверят», приказал квас. Знахарь пришел минут через двадцать, осмотрев Сергея произнес «Ничего, не понимаю, я не могу его прочесть». Растерянно посмотрел он на Глыбу. «Почему?» спросил квас. «У него нет паутины». «Какой еще нахер паутины?» рябнул Глыба. «У всех, кто живет в Улье, есть паутина. Ее создают споры. У тварь она серая или черная, а у иммунных золотая. Чтобы определить какой у кого дар, я должен видеть его нити. У него же ее нет вообще. Поэтому я не могу сказать, кукловод он или нет». Хриплым от волнения голосом пояснил знахарь. «Вот засада», сказал квас. «Ладно, давайте кто-нибудь метнитесь на кластер и притащите зараженного. Только по-бырому. Одна нога там, другая здесь». Несколько рейдеров запрыгнув пикапы, рванули к воротам. Часа через два рейдеры вернулись. Подъехав к толпе, они вытащили из пикапа связанного зараженного с мешком на голове. Толпа разошлась в стороны, образовав большой круг. Рейдеры, морщащие от вони, подвели зараженного к Сергею. Развязав его и сняв с него мешок, бросили на землю, а затем отбежали в сторону. Пустыш, уже начавший превращаться в бегуна, стал и подошел к Сергею. Вынув нож, Сергей разрезал себе ладонь, затем протянул руку к пустышу. Тот обнюхал ее, чихнул, отвернулся от Сергея и снова принюхался. Заурча, зараженный рванул прямо к бурому. Тот заорал и, выхватив пистолет, всадил в него весь магазин. Монголы и еще двое рейдеров тоже открыли огонь из решетив пустыша. Все все видели? Это кукловод, братва мочи его, заорал монгол. Толпа зашумела и стала надвигаться на Сергея. Увидев это, Глыба достала монструозного вида волыну и шарахнул из нее пару раз в воздух. Ану всем шар, проревел Глыба. Увяли все, я сказал. И когда наступила тишина, он продолжил. Суду все ясно. Этого ткнул он пальцем в Сергея. Завтра утром мы посадим у ворот на кол, да еще и шкуру с него снимем. Квас с яростью взглянул на Сергея. Подыхать ты будешь долго. Это я тебе обещаю, су... Глыба махнул рукой и Сергея тут же скрутили, отобрав нож. Тащить эту падаль в подвал и смотреть за ним в оба, приказал Глыба. Сергея затащили в подвал. Попинав ногами по ребрам, забросили в камеру. Там снова отмутузили. Когда за охраной с лязгом закрылась тяжелая стальная дверь, Сергей поднялся с пола и, вытерев с разбитого лица кровь, сел у стены. Глава одиннадцатая. Какое-то время Сергей сидел, отрешенно глядя на стену напротив. А потом его охватила ярость. Лютая, неистовая, бешеная ярость. Она жгла его изнутри будто пламя. Охрен вам, суки! Козлы ху... Вскочив, крикнул Сергей. Он заметался по камере. Нет, он не будет сидеть и ждать, когда его потащат на бойню, как барана. Он знал, что невиновен. И этого ему было достаточно. Остановившись, он стал внимательно осматривать камеру, низкий потолок, который Сергей почти упирался головой. Толстые кирпичные стены, мощная стальная дверь, под потолком маленькое оконце, забранное толстой решеткой. На полу стоял низкий табурет и лежала пластиковая бутылка с водой. Поразмыслив, Сергей снял ботинок, вытащил спрятанную в нем узкую закаленную стальную полосу шестерку сантиметра восемнадцать длиной. Рейдеры хоть и обыскали его, но ботинки снимать с него все же не стали. Поступившись к окну, он стал ковырять ею кладку против, и к его удивлению цемент между кирпичами стал поддаваться. Вскоре ему удалось вытащить первый кирпич. Кладка оказалась не очень прочной. Видать, во время стройки сэкономили на цементе. Когда решетка освободилась, он вынул ее и поставил на пол. Прислушался. Вокруг было тихо. Меньше всего Сергею хотелось, чтобы сейчас камеру ввалилась охрана, но похоже о нем забыли. Он выглянул наружу. На улице уже стемнело. Окинув камеру взглядом, Сергей полез в окно. Оказавшись снаружи, он снова осмотрелся. Ночь хотя и была лунной, но луна время от времени пряталась за облаками. Улицы же в поселке не освещались. Вокруг было темно, как в шахте. Подвал, из которого он вылез, находился под домом местного начальства. Сергей оказался с обратной стороны здания. Площадь, на которой он стоял днем, была у него за спиной, а перед ним была неширокая улица, по другую сторону которой стояло несколько домов. За ними уже была видна наружная стена. Сергей тихо и бесшумно перебежал через улицу. И, прокравшись между домами, подошел к стене. Он притаился в тени, метрах десяти от стены, чтобы осмотреться. Откуда-то со стороны площади слышалась музыка и раздавалась пьяная ругань. Видать, рейдеры устроили шумную пьянку, по случаю предстоящей казни кукловода. Для любого поселка в Улье такое было незурядным событием. Охрана поселка прежде всего была заточена на нападение снаружи, а не изнутри. Поэтому никаких патрулей, постов внутри периметра и караулов с часовыми здесь не было и в помине. И зря. Дождавшись, пока луна скроется за облаками и не заметив никого у стены, Сергей, бесшумно ступая, двинулся вперед. Ходить бесшумно Сергей научился, еще когда охотился в лесу на тварей. Подойдя к лестнице, он тихо поднялся на стену. Осторожно выглянув из-за края площадки, Сергей увидел часового. Тот стоял спиной к нему, опираясь на перила. Тихо поднявшись выше, Сергей, пригибаясь, подкался к нему и, схватив ее за ноги, дернул о себя и одновременно вверх. Придремавший парень упал, бросил карабин и выставил руки перед собой. Сергей навалился сверху на него, прижимая к деревянному настилу площадки и стиснул его шею удушающим захватом. Часовой не успел даже пикнуть, только хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Подрыгавшись немного, он затих. Отпустив его, Сергей прощупал ему пульс. Пульс был, парень просто отрубился. Сергей связал его его же ремнями и заткнул ему рот. Осмотрелся вокруг, прислушался. От площади по-прежнему орала музыка и что-то кричали пьяные голоса. Сергей нацепил на себя разгруз, снятый с часового. Взял его карабин. Бегло осмотрев оружие, он увидел, что это СКС в современном обвесе, с отъемным, двадцати-патронным магазином. Сняв у него с бедра кобуру с пистолетом неизвестной ему системы, Сергей приладил ее на себя. Затем разорвал колючку руками, перелез через стену и спрыгнул с той стороны. Упав на землю, он перекувыркнулся, остановившись у края минного поля. Лег на землю и медленно пополз через него, ощупывая полосой руками грунт перед собой. Все же поле вокруг поселка минировали дилетанты. Наверное, рассчитывали больше на нападение тварей, а не людей. Мины были установлены и присыпаны землей, как попало. Промежутки между ними тоже были слишком большими. Сергей перебрался через него довольно быстро. Поднявшись, он направил в сторону стаба правую руку с оттопыренным средним пальцем и, развернувшись, скрылся в ночи. Ну, хорошо вчера попьянствовали. Глыба отвернулся от окна и впился взглядом в рейдеров, стоявших на пороге камеры. Че язык в жопу засунули? Кто должен был кукловода стеречь? Отвечайте, козлы и... Ряфну к вас, сверляя к взглядам. Болт должен был? Ответил за всех какой-то рейдер. И где этот потрах? У девок еще, наверное. Значит так, найти его и притащить к воротам. И этого, который на стене ночью стоял, ну которого вырубили. Крутой? Да мне п***ь, какой он. В общем, найти их и притащить к воротам. За место кукловода их на кол посадим. Как, Глыба, да ты че? Возмутились рейдеры. Увялись все. Было вчера бухать. Ну че стали, бегом. Снова рявкнул Глыба. Снова рявкнул Глыба. Рейдеры бросились вон из подвала. Ну а тебе чего? Посмотрел Глыба на крюка, стоявшего на пороге камеры. Нужно другие стабы предупредить, признес ментат. Ну и че ты мне это говоришь? Спросил Глыба. Ты же сам знаешь, че делать. Ну так делай. Глава двенадцатая. Сергей Сергей прицелился в вожака стаи. По улице маленького городка шел матерый лотерейщик со свитой из двух бегунов и трех джамперов. Прицелившись лотерейщику в глаз, он плавно нажал на спуск. Клопнул выстрел, а дача мягко толкнула в плечо. В башке твари появилась дыра. Как только вожак упал, стая тут же бросилась в рассыпную. Сергей выстрелил еще дважды, свалив пару бегунов. Пули попали им точно в споровые мешки. Остальные твари уже скрылись из виду. Придется побегать, вздохнул Сергей. Он встал, перехватил СКС и двинулся к лестнице. Выйдя на улицу, подошел к мертвым тварям. Немного постояв над трупами, двинулся дальше, внимательно глядя под ноги по сторонам. С ночи его побега из черных холмов прошло уже целых два месяца. Все это время он жил на маленьком лесном стабе, в домике лесника. Не сомневаясь в том, что глыба будет его искать, Сергей прятался и старался не попадаться на глаза людям. В этот городок он время от времени заходил, чтобы разжиться необходимыми ему вещами и продуктами. Еще этот город служил ему полигоном, на котором он тренировался убивать, до совершенства оттачивая свои навыки и продолжая те же изматывающие тренировки, которые он начал еще пару месяцев назад. Сергей не был снайпером, каких-то особых супер крутых даров он не имел, но в голову человеку с 250-300 метров он попасть мог запросто, а коллиматорный прицел ЭОТЭЧ установлен на СКС ему сильно в этом помогал. На полигоне он научился управлять своим телом. Его организм под воздействием вируса симбионта и от тяжелых изнуряющих тренировок тоже сильно изменился за это время. У него появилась недюжинная сила, выносливость, скорость, ловкость и нечувствительность к боли. Он мог долгое время обходиться без еды, воды, видеть ночью как днем. Мог прикинуться мертвым, если нужно. Его обоняние и слух тоже невероятно обострились за эти два месяца. Собственно, ничего такого суперкрутого по местным меркам в этом не было. В его обычном мире были люди, которые умели делать подобное. А уж здесь таких спецов было полно. Еще до попадания в улей во время службы в армии он узнал о методике подготовки бойцов спецподразделений. Некоторые элементы этой методики известны ему. Сергей отрабатывал здесь на своем полигоне. На кваза, а тем более на местных тварей он был не похож, поскольку выглядел как обычный человек. В остальном же... В общем, Сергей был рад тому, что не превратился в какого-нибудь монстра. Только одного он не мог понять, почему эта дрянь не действовала на него на земле. А все началось только теперь. В этот же город он приходил обычно через двое суток после перезагрузки. Кластер этот был быстрым, и зараженных тут всегда хватало. Сергей устраивал в городе засады и выслеживал тварей, отстреливая их, а иногда и рубился зараженными рукопашную. С патронами у него тоже особых проблем не было. Он давно научился переснаряжать стрелянные гильзы и отливать пули. Для этого ему тоже не нужно было обладать особым даром. Он просто, найдя нужную литературу, устроил сарайу дома небольшую мастерскую, притащив туда пару станков и пресс. Все необходимое для переснарядки гильз он доставал на кластерах. Там же иногда находил и готовые патроны. В улье повсюду валялись кучи всякого барахла, так что найти нужно не было проблемой. Сергей свернул на перекрестке во дворы. Джамперы скрылись от него где-то здесь. Остановившись, он принюхался. Учуя характерно для зараженных вонь, он зашагал к одному из домов. Подойдя ближе, он уловил какое-то движение в одном из окон. Скинув карабин, он дважды выстрелил. Лопнуло со звоном разбитое стекло и из окна вывалился джампер. Он был ранен, зрычав, тварь бросилась на Сергея и тут же из подъезда соседнего дома на него прыгнул второй. Скинув карабин, Сергей выстрелил, садив раненому джамперу пулю в башку и тут же отрыгнул в сторону. Второй джампер приземлился на то место, где он стоял, пропахав землю когтями. Опустив карабин, Сергей убрал его за спину, выхватив тамагавк. Он нашел его в одной из квартир в этом же городке и с тех пор всегда носил с собой. Ну давай, иди сюда. Ну иди, крикнул Сергей, крутанув топорик в руке. Че сышь? Давай с... Джампер оскалив в пасть, зарычал и прыгнул на него, выставив когтистые лапы. Сергей увернулся и, измахнув топориком, отсек правую лапу, зараженный взвыл и бросился на него снова. Увернувшись, Сергей рубанул тварь по ноге. Джампер осел на землю, но так просто тварь сдаваться не собиралась. Она ударила левой. Перехватив ее, Сергей отвел лапу в сторону и рубанул по ней томогавкам. Остро отточенное лезвие прошло сквозь плоти кости, отделив лапу от туловища. Сергей отбросил ее в сторону и тут же отпрыгнул сам. Клацнув клыками, тварь попыталась отгрызть от него кусок. Заскочив ей за спину, Сергей перевернул топорик и сильным ударом вогнал острие на убухе в споровый мешок. Джампер дернулся в агонии и растянулся на тротуаре. Третьего Джампер Сергей искать не стал. Потрошить споровые мешки он тоже не собирался, так как этого добра у него хватало и ему просто некуда было их девать. Собрав стрелянные гильзы, он протер томогав от крови, убрал его в чехол на разгрузке и зашагал к выезду из городка. На шум к месту в схватке уже отовсюду стягивались зараженные. Ковылявшие ему навстречу пустоши и бегуны время от времени останавливались, принюхивались к нему и спешили дальше, полакомиться трупами своих собратьев. Выйдя из города, Сергей направился на лесной стаб. Шагая по дороге, он заметил разорванную ткань на левом предплечье. Осмотрев его, увидел три глубокие царапины. Тварь все же смогла это. Через пару часов раны затянутся, а боль он давно уже научился отключать. Войдя в лес, он сразу отыскал нужную тропу и, выйдя на нее, направился домой. Уже подходя к дому, он остановился. Что-то было не так. Остановившись у дерева, он принюхался. В воздухе пахло живцом. Запах был слабый, еле уловимый, но он почувствовал его. Засада очень может быть. Сергей свернул с тропы в лес и стал обходить дом по часовой стрелке. Приближаясь к нему по спирали и постоянно принюхиваясь, бесшумно забравшись на бугор метрах двадцати от дома, он увидел лежавшего у поваленной сосны человека. Росший вокруг кустарник скрывал его со стороны тропы. Судя по одежде, это был рейдер. Сергей прыгнул ему на ноги. Рейдер дернулся, пытаясь встать, но Сергей ударил его кулаком под основание черепа. Тот обмяк. Ощупав пульс, он достал из кармана разгрузки моток паракорда. Связав мужика по рукам и ногам, заткнул ему рот и, завалив на плечо, направился вглубь леса. Муха пришел с себя. Разлепив глаза и попытавшись пошевелиться, он обнаружил, что связан и висит в воздухе. Ну шо, очухался? Муха повернул голову на голос и увидел сидевшего на повальном дереве мужика. В одной руке тот держал большой нож, а в другой точило, которым водил по лезвию. Увидев нож, муха судорожно сглотнул. Во рту у него пересохло, будто неделю был без воды. Сергей встал и, держа нож в правой руке, пошел к подвешенному к ветке дерева за руки мужику. Увидев его, тот замычал, извиваясь. Подойдя к рейдеру, Сергей взял его за грудки, притянул к себе и произнес, «Сейчас я вытащу кляп. Будешь орать, яйца тебе отрежу и в пасть засуну. Ты меня понял?» Рейдер замычал, кивая головой. Сергей вытащил кляп. «Ну и кого ты здесь спасешь?» «Говори, падла, че плохо слышишь?» «Сейчас поправим». Схватив его за ухо, Сергей прижал к нему лезвие ножа. Рейдер дернулся, замотал головой и зашептал, «Никого, никого я с кластера шел, с хабаром, увидел дом, решил заночевать там, просто осмотреться залег». «А че ж ты на тропу все время пялился? И кстати, где ж твой хабар? При тебе даже рюкзака не было. За лоха меня держишь», глянул ему в глаза Сергей. «Я, я», запнулся тот, «не верю я тебе, ой, не верю». Сергей закнул ему рот кляпом и, вспоров футболку, ножом оттянул кожу на боку пальцами, отбиваясь от боли. «Да не сээээ! Через неделю все зарастет, если выживешь, конечно», произнес Сергей. «Значит так, еще раз попробуешь мне сбрехать, я тебе брюхо скрою и повешу тебя на твоих собственных кишках. Сечешь?» Посмотрел ему в глаза Сергей, пленный закивал. «Я скажу, я все скажу», прошептал он. Когда Сергей снова вытащил кляп. «Я спрашиваю, ты отвечаешь, понял?» – спросил Сергей. Рейдер кивнул. «Кто такой? Откуда? Как тебя зовут?» «Рейдер я. Зовут Мухой. Сам из речного». «Продолжай, чего делаешь здесь?» – спросил Сергей. «Под твою душу пришел. Награда за тебя объявлена». «Сколько?» «Четыре черных за мертвого. Восемь за живого». «Сколько вас?» – рейдер не понимающий уставился на Сергея. Тот произнес. «Чего вылупился? Думаешь, я поверю, что ты тут один? Сколько вас?» – повторил Сергей. «Со мной пятеро». «Остальные в доме?» «Да. Я должен бы следить за тропой. И как только ты появишься, маякнуть». «Как ты связываешься с ними? И когда тебя сменят?» «Указка лазерная. Я должен был направить ее в окно, если увижу тебя. Смена где-то через час», – выложил Муха. «Ладно, повеси пока». Сергей залепил Мухе рану и, схватившись за веревку, подтянул ее повыше, зафиксировав ее. «Эй, да ты чего? Меня ж твари сожрут!» – вскрикнул Муха. «Орать не будешь, не сожрут». Сергей приложил кусок ткани к рану на предплечье, смочив его своей кровью. Затем привязал к ноге Ридера. «Все, бывай! Виси тихо!» Нырнув в кусты, Сергей направился к дому. Обойдя вокруг, подошел поближе. Заглянул в окно. В гостиной сидели все четверо. Но лиц Сергей не видел. Он подошел к двери, прислушался. Затем, приоткрыв ее, вошел в сени. В сенях было пусто. Он подошел к двери к комнату. Вытащив из разгрузки, найденную месяц назад, на полигоне светошумовую гранату, Сергей выдернул чеку и, приоткрыв дверь, бросил ее в комнату. Касался взрыв. Сергей заскочил в гостиную, скидывая карабин. И расстрелял двойками весь магазин. Свалил трех рейдеров. Перезарядил. Дернул затвор, направив ствол на дверь соседней комнаты. Дверь в нее распахнулась. И оттуда хлестанула автоматная очередь. Сергей прыгнул за стоявшую у двери диван, распластавшись на полу за ним. Следующая очередь спорол диван. Поролон и ват разлетелись по комнате. Сергей вскрикнул из-за стонав, как бы выронил карабин на пол. «Ну вот и воды. Отбегался, милок», — услышал Сергей. Его противник купился на эту хитрость. Послышались шаги. Услышав, что рейдер перезаряжает, Сергей резко лег на спину. Отшвырнул диван ногами. Скинул ствол СКС от цели с четвертого. Перед ним, наставив на него ствол АКМа, стоял моряк. «Серега, ты живой!» Выдохнул удивленно, произнес моряк. «Здорово, мариман. Шо не ждал? А сиплый где?» Сергей поднялся и сел, удерживая моряка на прицеле. «Нету сиплого. Рубер задрал две недели назад». «Да, хреново. Ну шо, так и будем стволами друг друга тыкать? Или сядем и поговорим?» Посмотрел Сергей на моряка. Тот выпрямился и сказал. «Можно и поговорить. Только ты первый ствол опусти». «Давай вместе», — предложил Сергей. Рейдер кивнул, опуская ствол. Сергей сделал то же самое. «Как же ты выжил?» Моряк сел на стул, держа автомат наготове. «Когда мы расстались, я на хутор набрел. Завалился в одну из хат и подыхал там четверо суток. Как видишь, не сдох». Сергей присел на крае развороченного дивана. Карабин он положил рядом, стволом к моряку, и незаметно расстегнул кобуру. «И чего дальше было?» — с интересом спросил моряк. Сергей рассказал ему все, что с ним приключилось за это время. «Ну и вляпался же ты», — произнес моряк. «Кстати, а муху ты тоже кончил?» — нахмурился он. Сергей улыбнулся. «Жив твой муха, в лесу висит». «Его ж твари схарчат». «Не боись. Я на нем метку оставил, так что не сожрут». «Ну, а ты чего делал все это время?» Сергей устроился поудобнее на диване. «Да вляпался я тоже. Еще из этого козла Сиплова». «Вот оно как. Расскажешь?» «Да чего там рассказывать. Сидели на мели, ну и согласились одно поручение выполнить. Сипли клиента нашел. Тип какой-то мудный был. Но Сиплова же хрен перепрешь». Ну, в общем, подписались мы посылку в одно место доставить. Пути она пропала и на нас долг навесили. Гороха четыре сотни. Четыре! Дали неделю сроку. А потом на счетчик поставили. Ну, встали мы на твари охотиться, чтобы рассчитаться с долгами. А две недели назад на Рубера матерого нарвались. Он Сиплова и сожрал. Я сам еле ноги унес. В общем, с тех пор все стало только хуже. Долг вырос. Барыга этот, ну которого Сиплый нашел. Это он на нас наехал. Сказал, что я ему теперь одну черную должен, прикинь. А тут как раз заказ на тебя пришел. Ну, я и решил рискнуть, чтобы с долгами рассчитаться. Правда, я не знал, что кукловодом окажешься ты. «Понятно», – произнес Сергей. «Ну, а ты?» «Хочешь узнать, не кукловод ли я? И не я ли металлист уничтожил?» Моряк кивнул. «Нет, не я. Не веришь? Ну и не надо», – ответил ему Сергей. Рейдер посмотрел ему в глаза и произнес. «Я тому же ты верю, только вот другие не поверят. Сейчас такой кипиш по стабам стоит. Ты даже не представляешь. Кстати, я слыхал, стронги тебя тоже ищут». «А кто еще?» Сергей встал, сидеть на диване было как-то жутко неудобно. Моряк напрягся. Сергей пересел, стоявший рядом кресло, сказав. «Да расслабься ты. Я не выстрелю, пока ты сам не начнешь». Рейдер, подумав, ответил. «Ну, я в одном стаде слышал, наемники тоже в деле». «О, как». «И еще институт». «А им-то я нахрена», – удивился Сергей. «Кукловод – это большая редкость в Улье. А если он может еще и Ордой управлять, то и подавно. Знаешь, валить тебе надо из этих мест», – произнес, глядя на него моряк. «Эх, моряк, куда бы я ни свалил в Улье, меня все равно рано или поздно найдут. Вы-то нашли?» «На север тебе надо. Там людей мало. Укрыться езди». «И чего? Всю жизнь там по лесам и болотам бегать? Нафиг надо. Я еще там набегался». «Во», – показал он на себе Сергей, – «по самой ноздри. Да и рано или поздно меня и там достанут». «Ну и куда ты тогда?» «А у меня теперь одна дорога. В пекло». «Ты чего? С дуба рухнул? Ты хоть знаешь, что такое пекло?» – с жаром спросил моряк. «Да там такие твари водятся. Здешние по сравнению с ними – так, мелочь». «Моряк, тварям я нафиг не нужен. Невкусный я для них», – перебил его Сергей. Моряк задумчиво посмотрел на него. «Ну, если так, тогда да, у тебя шансы есть неплохие. Только слышал я, что чем дальше в пекло, тем чаще происходят перезагрузки. Чего ты делать будешь, если вдруг сразу несколько кластеров грузиться будут?» «Это здесь. Если грузится один, бежишь на соседний. А там соседний кластер может тоже грузиться. И тот, что рядом с ним, тоже. Куда бежать-то будешь, а?» – произнес он, нервно теребя ремень, лежащего на коленях автомата. «Да ладно, моряк, не парься ты. Чего-нибудь придумаю». «Ага, как же? Придумает он». «Ладно, дело твое и голова тоже твоя. Пойду я?» – поднялся моряк. «Надо муху с дерева снять, пока его не сожрали». Ридер пошел к выходу, затем развернулся. «Слушай, а как ты нас вычислил, а?» Сергей улыбнулся. «Живец! От вас этим пойлом за версту несет!» Моряк выругался, затем поднял руку, прощаясь. «Ну, бывай!» Он повернулся, собираясь выйти. «Подожди!» Сергей встал. Подойдя к Ридеру, достал из кармана два черных шарика и протянул их ошарашенному моряку. «Держи!» Ридер какое-то время стоял, открыв от удивления рот, а затем протянув руку, взял жемчуг. «Серега, ну ты точно ненормальный!» «Да это же…» Сергей улыбнулся. «Знаю, знаю, целое состояние!» «Ну зачем?» – воскликнул моряк. Сергей, пожав плечами, произнес. «Тогда в первый день вы подобрали меня в лесу, когда я подыхал. Откачали меня, рассказали, что да как. Теперь я просто возвращаю свой долг!» «Серега, ну ты…» «Да…» Взмахнув рукой, моряк подошел к Сергею и обнял его. «Э-э-э, мариман, ну все! Ну хватит, заканчивай! Кости мне переломаешь, медведь!» Ридер, отпустив его, хлопнул Сергея по плечу и произнес. «Если ты собрался в пекло, без карты идти нельзя! Вот, возьми! Это самое точное!» Вынув из-за пазухи сложенный несколько раз лист, он протянул его Сергею и, толкнув дверь, вышел. Выглянув в окно, Сергей увидел, как моряк, постояв пару минут, во дворе зашагал к лесу. Обшарив тела и рюкзаки убитых, Сергей стал собираться в путь. У убитых он взял лишь патроны, еще одну карту и памятки остальное бросил. Таскать лишний груз, когда вокруг полно всего, ни к чему. Через полчаса он ушел из дома лесника. Зная, что теперь он незаконно и понимая, что его будут искать все, кому не лень, Сергей решил пробираться на запад к пеклу, глухими лесами. Он не боялся того, что его могут поймать. После гибели Ольги он уже давно потерял всякую тягу к жизни и искал лишь одного – смерти. Сергей мог бы просто сесть и ждать, когда за ним придут. Да только умирать так ему не хотелось. Как-то слишком просто это все и тупо. Нет уж, пусть сначала побегают за ним. Дороги и стабы с поселками он обходил стороной и передвигался в основном по ночам. Он уходил все дальше на запад, оставляя позади внешку вместе со всеми ее обитателями. Через неделю пути, преодолев 250 каме, Сергей вышел к реке. Порядком, задолбавшись топать пехом, он обрадовался, когда выяснил, что река течет тоже в западном направлении. Он двинулся вдоль берега, надеясь раздобыть где-нибудь лодку или катер. Отмахав еще километров 20 вдоль берега, Сергей увидел на горизонте какой-то город. Надеясь раздобыть там какое-нибудь плавсредство, он направился к нему. Подойдя к границе кластера, он увидел город, который только-только перезагрузился. Судя по картам, на этом кластере грузилось несколько городских кварталов. Сергей решил не соваться в город прямо сейчас, а подождать до следующего утра. В камуфлее с оружием он привлек бы сейчас там к себе всех ментов. Ну а утром, когда в городе начнется хаос, им будет не до него. Сергей двинулся вдоль границы кластера, присматривая подходящее место для ночлега. Он мог бы заночевать и под открытым небом, как делал уже не раз. Но зачем, если поблизости можно найти целый дом? Подходящее место нашлось сотни метров от реки. Это был большой сарай. Войдя внутрь, Сергей запер ворота, поднялся на чердак или сеновал. Там было набросано много сена. Устроившись на нем с комфортом, он вытащил из небольшого рюкзака мародерки банку тушенки. Затем достал и разгрузки складной нож с лезвием, шилом, отвертками и ложкой. Разложив лезвие, он скрыл им банку. Затем убрав его, разложил ложку. Подкрепившись, Сергей достал бинокль и, подойдя к слуховому окну, стал наблюдать за городом. По всей видимости, до попадания в улей этот город стоял на берегу реки, поэтому здесь его тоже пристыковало к реке. В мощную оптику Сергей видел жилые дома, улицу, вытянувшуюся вдоль границы кластера. По ней, как ни в чем не бывало, ездили машины и спешили по своим делам люди. Некоторые из них с недоумением смотрели на друг изменившийся пейзаж, даже не подозревая о том, что скоро все вокруг превратится в ад. Ему вдруг стало так тяжело и невыносимо больно смотреть на все это, что он отвернулся. Сергея было не под силу видеть лица и глаза людей, большинство которых скоро превратится в кровожадных тварей и станет пожирать остальных. Отойдя от окна, он бросил бинокль в рюкзак и, достав оттуда флягу со спиртом, сделал большой глоток. Ему вдруг вспомнился первый день. Он глотнул еще, чтобы отогнать эти воспоминания. Гребаные улей! Как же он его достал! За каких-то два с лишним месяца он повидал здесь столько смертей, сколько видели только солдаты на войне. Хлебнув из фляги еще и еще, он наконец уснул, растянувшись на сене. Глава четырнадцатая Сергей проснулся за час до рассвета. Его разбудили крики и стрельба, доносившиеся со стороны города. Похоже, началось, подумал он. Глотнув спирт из фляги, он достал последнюю банку тушняка. Поживав, снова выглянул в окно. Солнце уже взошло, осветив небосвод. Город еще вчера мирный, спокойный, сейчас напоминал поле боя. Выбитые окна, фасады домов, исклеванные пулями, разбитые искореженные машины. Многие горели, чадя вокруг густым черным дымом. И трупы, валявшиеся повсюду. В городе уже начались пожары. Во многих местах в небо поднимались столбы черного дыма. Тяжко вздохнув, Сергей отошел от окна и стал собираться. Минут через двадцать-тридцать он уже шел по улице, переступая через разодранные и обглоданные тела. Утро было жарким и солнце уже делало свое дело. В воздухе витал душливый запах разложения, запах смерти. Обходя горящие перевернутые машины, многие из которых были скрыты как консерва, Сергей внимательно смотрел вокруг, держа карабин в руках. Готовый в любую секунду прыгнуть в укрытие, он направлялся к реке, надеясь по дороге найти какой-нибудь магазин или маркет. Бродящие там и тут твари почти не обращали на него внимания. Сергей уже знал, что они его не тронут, пока он сам не нападет на них. Идя по ведущей к реке улице, Сергей услышал крик и какую-то возню. Чувство опасности, обострившееся в последнее время, тут же напомнило о себе. Бродя немного вперед, Сергей повернул к одному из зданий. Что-то нехорошее исходило оттуда. Подойдя ближе, Сергей увидел вывеску. Судя по ней, в здании находился офис какой-то турфирмы. Чертыхнувшись, Сергей направился ко входу. Здание было двухэтажным, и офис находился на втором этаже. Шум доносился оттуда. Зайдя внутрь, он поднялся по лестнице наверх. В коридоре у лестницы Сергей увидел лежавшую на полу девушку. Ноги ее были раздвинуты, юбка задрана, а на ней лежал здоровый мужик, энергично двигая своей голой жопой. Второй дрыщ в комке. Ухмыляясь, стоял рядом, ожидая своей очереди. Он настолько был поглощен этим зрелищем, что Сергей даже не заметил. Эй, мужики, а как же правило Улья? Помогай свежику и все такое, произнес Сергей. Дрыщ, увидев его, сразу окрысился. Течет, жалко ее. Она все равно скоро сдохнет или обратиться. И вообще, валила бы ты на... Это наша поляна. Так, чувак, она отсюда скачками, падла, пока я тебе яйца не отрезал. Крикнул дрыщ, выхватывая нож и излюбленное оружие рейдера в клюв. Сергей резко выхватил пистолет с глушителем и дважды выстрелил дрыщу в грудь. Ах ты, суга! Прохрепел дрыщ, оседая на пол. Второй потянулся было к лежащему рядом автомату. Но Сергей повернул ствол, прострелил ему руку. Лежи тихо, жопа! Сказал Сергей. Будешь быковать, корму продырявлю. Голозадый затих и тут же подала голос, лежавшая под ним девушка. Пусть этот кабан с меня слезет! Сергей, глянув на Голозадого, произнес. Ты слышал ее, жопа? Слезай давай! Голозадый сполз с девушки. Та тут же встала, поправляя юбку, а затем вмазала носильнику ногой по ребрам. Голозадый застонал. Козел вонючий! Она ударила его снова. Хватит! Обшмонай их и стволы забери! Сказал Сергей. Девушка принялась обыскивать насильников. Затем, подобрав автомат и стоявшую стены дробовик, подошла к нему. И нахуй я тебе, эта сучка? Кто на тебе? Что ты за нее впрягаешься? Зоорал Голозадый, глядя на Сергея злобным взглядом. Или тоже хочешь ее? Так она скоро в зомбячку превратится. Да! Сергей выстрелил ему взад. Тот звыл. Я же сказал, лежи тихо, жопа! Повторил Сергей. Если не заткнешься, я тебе башню прострелю. Рейдер умолк. Сергей, повернувшись с девушки, забрал у нее дробовик. Иди на лестницу, сказал он ей. Когда она вышла, Сергей, выщелкнув из дробиевка все патроны, произнес. Я просто не люблю, когда тупые быки вроде тебя над слабыми измываются. Жизнь здесь и так дерьмо. Но такая падаль, как ты, делает ее еще хуже. В общем так. Мы уходим. Сиди здесь. И считай до тысячи. Пойдешь за нами, завалю. Бросив дробовик на пол, Сергей вышел на лестницу. Девушка стояла, опираясь на стену. И держась за голову. Пойдем. Он отлепил ее от стены. И забросив ее руку себе на шею, потащил к выходу. Выйдя с ней на улицу, Сергей взял у девушки автомат. И выпустил в воздух короткую очередь. Затем двинулся в сторону реки. Это правда? Я стану одной из этих тварей? Посмотрела она на него. Сергей кивнул и впервые взглянул на нее. Красивые, светлые волосы, большие карие глаза. Одет оформленную блузку и юбку. Кожа на лице была красноватой. Взглянув ей в глаза, он увидел там первые признаки обращения. И что? Ничего нельзя сделать? Меня же не кусали. В отчаянии произнесла она. По ее щекам вдруг потекли слезы. У Сергея внутри все сжалось. Сердце будто клещами стиснули. Это не кино про зомби. Аулии. Тут все заражены. Как? Зараза тут в воздухе. Все, кто сюда попал, уже заражены. Большинство обращается в тварей. И лишь единицы остаются иммунными. Девушка заплакала. Сергей усадил ее на стоявшую рядом скамейку. Как ты? Спросил он. Плохо. Голова болит. Все кружится и пить хочется. Хлюпая носом произнесла она. Ты местная? Да. Знаешь, где здесь аптека есть? Ну и супермаркет какой-нибудь поблизости. Девушка кивнула, продолжая реветь. Отведешь меня туда? Зачем? Если отведешь меня туда, я помогу тебе не стать зомбячкой. Сказал Сергей. Девушка посмотрела на него с заплаканными глазами. Правда? Правда, правда. Идем, пока сюда твари не набежали. Девушка встала со скамейки и, держась за голову, сказала. Это там. Показала она и, сделав несколько шагов, пошатнулась. Сергей подбежал и подхватил ее за локоть. Зачем мы здесь? Спросила девушка, когда они зашли в аптеку. Сергей зашел за прилавок и, открыв дверцы всех шкафчиков, нашел в них пачку одноразовых шприцов. В моей крови есть вирус, который убивает местную заразу. Произнес Сергей, глядя ей в глаза. Здорово. Ты сделаешь мне укол. И все. Я не обращусь. Обрадовалась девушка и, закатав рука в блузке, протянула ему руку. Давай, кали. Не все так просто. Кстати, как тебя зовут? Маша. Ответила девушка, не понимающая глядя на него. Я Сергей, будем знакомы. Так вот, Маша, не все так просто. Продолжил Сергей. Если я введу тебе этот вирус, твой организм скорой начнет меняться. Тебе будет больно. Очень больно. Я даже больше скажу. Ты или умрешь в муках, или выживешь. Вот так вот. Так что сначала подумай хорошо. Посмотрел на нее Сергей. Да чего тут думать. Давай, кали. Протянула она ему руку. Ты уверена? Да. Сергей, закатав рукав и воткнув шприц в вену, набрал пару граммов крови. Затем ввел ее в ее руку. И когда подействует? Спросила Маша, держась за руку. Через несколько часов. Может, через сутки. Это от организма зависит. Как ты себя чувствуешь? Все так же. Хреново. Посмотрела на него Маша. Сергей вздохнул, протянул ей флягу с живчиком и бутылку с водой. Затем собрал бинты, спирт, шовный материал и еще кое-чего. Забросил все это в пакет и произнес. Ладно, идем в супермаркет, а затем к реке. А зачем к реке? Хлебнув живчика, снова спросила Маша. Чтобы свалить из города. Кстати, ты не знаешь, где там можно лодку или катер надыбать? Сергей, выйди из-за прилавка и поддерживай Машу за локоть. Повел ее к выходу. Возле пляжа есть яхт-клуб. Можно там глянуть. Яхт-клуб? Отлично, идем. Из города они выбрались только часа через три. В супермаркете пришлось задержаться. Сергей набил там свой рюкзак едой и бутылками с водой. В отделе спорттоваров и туризма взял еще один рюкзак для Маши. Его тоже наполнил едой и водой. Кроме того, там же взял для нее одежду. Обувь, хороший топорик. В отделе для охоты и рыбалки нашел мощный бинокль. Себе взял монокуляр. Нож для нее и еще много чего, что нужно в жизни для улья. А еще Сергею удалось запустить от генератора принтера, на котором он сделал копии имевшихся у него карты памяток. Чтобы не привлекать тварей шумом, все это дело пришлось затащить в подсобку. Заметив, что Маша стала хуже, Сергей сказал глотнуть ей еще живчик, приготовленного в аптеке. После него ей полегчало, и она обрадовалась. Но Сергей сказал Маше, что это ненадолго. Покончив со сборами и нагрузившись, Сергей с девушкой направились в яхт-клуб. В яхт-клубе у причалов стояло несколько больших роскошных яхт. Имелись там также и посудины попроще. Выбрав неплохой катер с мощным мотором, Сергей забросил в него все барахло. Затем заправил его и, взяв горючки про запас, помог Маше загрузиться. Отвязался и запустил двигатель. Слушай, а зачем ты тогда стрелять стал? Ну, у офиса. Спросила Маша, когда они отчалили от берега. Тварей на звук приманивал, чтобы тот козел за нами не пошел. А если тварям повезет, то они ими еще и пообедают. Ответил он, когда катер вырулил на середину реки, Сергей оглянулся и посмотрел на город в монокуляр. По улице ехала колонна из трех грузовиков и БТРа. Расталкивая брошенные машины, она перла к яхт-клубу. «Вовремя мы свалили», – произнес Сергей, направляя катер прочь от города. Вскоре город скрылся за поворотом реки. Маша сидела на носу катера. Сергей время от времени смотрел на нее. Девушка смотрела по сторонам, а затем спросила. «Слушай, Сергей, а откуда у тебя это?» «Что именно?» «Ну, вирус этот». «Это еще до Улья было. Длинная история». «Расскажи, а?» «Ну, хорошо. Я тогда срок отбывал за вооруженное ограбление». «Ого!» «Ты слушать-то будешь?» Посмотрел на нее Сергей. Девушка кивнула. И, торжественно поклявшись, что больше не произнесет ни слова, ожидающий глянул на него. Короче, я тогда в долгах сидел. Ну, а знакомый мой предложил мне работу. За хорошие бабки. Они хотели инкассаторский броневик взять. И им был нужен водила. Бабло-то мы взяли. Но потом началась стрельба. Двух наших ранили. Одного из инкассаторов тоже. Он потом коньки откинул. В общем, когда нас взяли, суд, учитывая тяжесть преступления, резонанс и всякое такое, впаял всем по двадцатке. Когда я отбыл 10 лет, к нам на зону приехали люди. Не знаю, кто они такие. Да и, если честно, мне пофиг было. Так вот, собрали они нас. Ну, тех, кто половину срока отсидел и больше. И предложили принять участие в одном эксперименте. А взамен пообещали УДО. Условно-досрочное освобождение каждому. И чего? Ты согласился? Да, мне пообещали свободу. А на свободе меня ждала любимая женщина. Так что... Кстати, слово свое они сдержали. Я вышел на волю через две недели. Женщина? А она? Мы попали в УЛИ вдвоем. Я выжил, а она нет. И давай не будем больше говорить о ней. Ну, а эксперимент? Да делали нам уколы всякие. А почему ты думаешь, что именно они ввели тебе вирус? А кто еще? Эда ж не спит и не гепатит какой-нибудь. Кроме них больше некому. Глава пятнадцатая. Целый день они шли по реке на катере. Сергей рассказывал девушку про УЛИ, учил пользоваться автоматом, карабином, пистолетом и попутно отвечал на ее вопросы. Пройдя за день около двухсот километров по реке, Сергей, сверившись с картой моряка, направил катер к берегу. Солнце уже клонилось к закату. Наступал вечер. Направив катер к прибрежной заросли, Сергей выключил мотор и поднял винт. Когда катер ткнулся носом в берег, Сергей привязал его к росшему воды дереву. «Подъем! Приехали!» – произнес он, заваливая на себя Машин рюкзак и оружие. Спрыгнув на сушу, Сергей подал стоявшей на носу девушке руку. Взяв ее, Маша соскочила на землю. «Идем!» – произнес Сергей, снова глянув на карту, он направился к стоявшим неподалеку деревьям. «А куда мы?» – спросила девушка. Маша еще днем переоделась на катере. Сменив свою офисную униформу на камуфляж и трекинговые ботинки. Тут неподалеку есть охотничий домик. Тварей там быть не должно. Они больше у городов и деревень тусуются. Побудешь там, пока организм не изменится. Дойдя до заимки, он попросил ее спрятаться, а сам обошел вокруг домика, осматривая все вокруг и принюхиваясь. Зайдя в дом, осмотрел его, а затем позвал Машу. «Проходи и обживайся!» Сергей бросил на пол Машин рюкзак, положил на него автомат и подсумок с магазинами. Девушка переступила порог и, озираясь вокруг, присела на скамейку у стола. «Вот, смотри!» Сергей расстелил на столе копию карты и сделал на ней отметку. «Это дорога. Когда тебе станет лучше, доберешься до нее. На дорогу не выходи. Двигайся вдоль нее. Если увидишь машины, прячься. Иди на восток вдоль дороги. Через 10 каме упрешься в стаб. Там поселок есть женский. Ну, женщин там всем заправляют. Поживешь там, осмотришься. Ну и сама решишь, как жить дальше». Сергей сделал еще одну отметку на карте. Подумав, взял чистый листок и записал все то, о чем говорил. Оставив записку на столе. Положил рядом одну из памяток и двинулся к двери. «Стой! Подожди!» Маша, внимательно рассматривавшая карту, вскочила и подбежала к нему. «Ты... ты разве не пойдешь со мной?» «Нет». «Почему?» «В этих местах я внезаконно. Меня убьют прежде, чем я пройду через ворота того поселка. Да и тебя могут тоже вместе со мной». «Но почему?» Отшатнувшись назад, спросила Маша. На ее глазах снова заблестели слезы. «Местные считают, что я умею управлять тварями и что я направил Орду на стаб, хоть это и неправда». «А как же...» «Суд, закон и все такое?» Прервал ее Сергей. Девушка кивнула. «Ничего здесь этого нет. Ни суда, ни следствия. И прокуроров с адвокатами тоже. За все преступления наказание здесь одно – смерть. Если человек не может убедить других своей невиновности, он труп. Я не смог». «Тогда я пойду с тобой». Он посмотрел на нее. Хрупкая, невысокого роста. Вздохнув, Сергей ответил. «Нет, Маша. Ты не выдержишь мой темп. Свалишься где-нибудь в лесу или в болоте утонешь». «Но мы могли бы пойти по дороге». Сергей улыбнулся. «Глупенькая. Я не передвигаюсь по дорогам, потому что там легко нарваться на какой-нибудь караван или на колонну». «Ну все. Прощай, живи долго». Сергей повернулся к двери. Затем, хлопнув в себя полбу, достал из рюзака большой пакет со спараном и горохом. Протянул его Маше. «Держи. Это деньги местные. Только не святи ими стаби. И главное, никому здесь не верь. Особенно мужикам». «Все. Бывай». Маша вдруг бросилась к нему, обняла его и зарыдала. «Не уходи. Ну, пожалуйста, останься». «Не могу». И, разжав ее объятия, вышел. Не оборачиваясь, Сергей пошел к реке. В горле у него стоял ком, а на душе было хреново. Маша стояла на пороге, провожала его взглядом. Когда Сергей исчез в лесу, она закрыла дверь и, прислонившись к ней спиной, снова заплакала. Чувство опасности вновь напомнило о себе. Последних 300 метров Сергей бежал, ломясь через лес, как раненый зверь. Ему не давала покоя колонна, которую он видел утром в городе. Уж больно целенаправленно они перлись именно к яхт-клубу. Сергей в совпадении не верил, потому и мчался к катеру, чтобы свалить подальше и увести за собой погоню, которая могла наткнуться на Машу. Добежав до катера, он запрыгнул в него, перерубив ножом швартовый, взял весло и стал отчаливать от берега. Выйдя на широкую воду, Сергей бросил весло и, запустив двигло, погнал на запад. Добравшись на катере до места, где река сварачивала на юго-запад, Сергей направил посудину к берегу. Приблизившись к нему, он чуть повернул руль, закрепил его и выпрыгнул за борт на ходу, окунувшись в воду с головой. Сергей оттолкнулся одна ногами. Вынырнув, он посмотрел на плывший по реке катер и, выпрыгнув воду, поплыл к берегу. Выбравшись на сушу, он поспешил укрыться в росших неподалеку зарослях и, замаскировавшись там как следует, стал наблюдать за рекой. Предчувствие все-таки его не обмануло. Где-то через час Сергей услышал шум моторов, а еще через пару минут по реке мимо него промчались четыре катера, в каждом из них сидели вооруженные люди. Не останавливаясь, катера почесали на юго-запад. Когда они исчезли из виду, Сергей, ухмыльнувшись, поднялся и бесшумно растворился в зарослях. Солнце, висевшее у горизонта, опустилось еще ниже и вдруг взорвалось, рассыпавшись миллиардами искр. В улье наступила ночь. Сергей остановился, тяжело дыша и опираясь на жертв. Отдышавшись, он снова прислушался. Уже третьи сутки он кружил по болотам, растянувшимся у границы Смешки. Забирался в самые глухие дебри, чтобы оторваться от висевшей на хвосте погони. Оторваться пока получалось плохо. То, что это не простые рейдеры, а отряд каких-то спецов с крутыми дарами, он понял сразу. Уж очень резво они за ним шли. Видать, у них в команде мощный сенс имеется, а может и не один. Да и люди, видящие в темноте, тоже. Вот и сейчас, прислушившись, он уловил тихий, едва слышный отдаленный плеск воды в темноте. Кто-то шел за ним, постепенно сокращая расстояние. В улье давно уже была ночь. Но Сергей не обращал на это внимания. Благодаря своим измененным воздействием вируса глазами, он мог видеть ночью, так же хорошо, как и днем. Сплюнув с досадой, тихо чертухнувшись, он направился к роханному островку посреди топей. Сууууу! Там в городе нужно было сразу завалить того мудака гребаного. Это его благородство сраное уже влазит ему боком. Выйдя на островок, Сергей достал из языка тонкий прочный шнур. Один конец он привязал к дереву у самой земли, а второй обвязал вокруг пояса. Замаскировав лежавший у дерева шнур, он спрятал жердь, затем натянул на голову капюшон, напихав ячейки, пришиты к нему сетки, тины, водоросли и прочие херни. Подошел к краю островка. Сделав вдох-выдох и задержав дыхание, шагнул прямо в трясину. Окунувшись в болото с головой, он вскоре вынурнул, держась за веревку. Сергей сидел в болоте, высунув из воды лишь голову, делая вдох-выдох и довольно большие паузы между ними. Он постепенно замедлял сердцебиение. Кровообращение от этого тоже замедлялось. Тело, погруженное в холодную болотную жижу, постепенно становилось все холоднее и холоднее. В то же время его чувства оставались невероятно острыми. Погоня приближалась. Он слышал их шаги, раздавшиеся в кромешной темноте, и вскоре смог почувствовать их запах. К островку вышли девять человек. Один из них остановился, осматриваясь по сторонам. Идущий за ним тоже встал и подал знак остальным. Отряд остановился. «Чуешь его? Где он?» Услышал тихий шепот Сергей. «Блин, херня какая-то!» «Он исчез!» Ответил парень шедший первым. Командир подошел к нему ближе. «Ты уверен? Ты же видел его минуту назад!» «Уверен! Его здесь нет! Я и раньше-то его и два видел! А теперь он совсем исчез!» «Говна ты кусок, а не сенсор! За каким...» «Тебя только жемчугом и горохом подкармливали!» «Взгляни еще раз! Ну, давай!» Приказал командир. Приказал командир! Парень, отрицательно замотав головой, выдавил. «Не могу! Перерыв надо сделать!» Командир, выругавшись, повернулся к остальным. «Пацаны, все, он сдох! Кто там следующий?» Услышал Сергей. Теперь он понял, как им удавалось гонять его по болотам. И днем, и ночью. Сенсоров было несколько, и они, должно быть, работали по очереди. «Старшой, ты напарень-то не стартуй! Он нормальный сенс! Просто дичь у нас необычная!» Сказал кто-то. Командир сплюнул. «Слушай, Клин, ты же можешь видеть следы на любой поверхности!» «Глянь, был он тут или нет!» Клин, пожав плечами, произнес. «Я могу видеть следы на твердой поверхности!» «Ну, б***ь, здесь же кругом вода!» Командир, выругавшись, произнес. «Ладно, я тебя понял». Вытащив что-то из разгрузки, он взглянул на это и, сделав остальным знак, двинулся вперед. Отряд двинулся за ним. Подождав, пока они отойдут подальше, Сергей вышел из состояния, в котором находился. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов и тихо вылез на островок. Он мог бы сейчас по-тихому свалить. Но все дело было в том, что за этими болотами начиналась ровная голая степь, которая тянулась на многие километры. Поскольку Сергей не мог телепортироваться и не умел летать, как это делали другие, то исчезнуть из этих мест, не оставляя следов, у него бы не получилось. А в степи они его рано или поздно догнали бы. Поэтому разобраться с погоней надо было сейчас, ночью, пока у него есть хоть какое-то преимущество. Отдышавшись немного, Сергей встал и, проверив карабин и пистолет, двинулся следом за отрядом. Его преследователи стали лагерем на одном из разбросанных по болоту островов. Подойдя к ним на расстояние прямого выстрела, Сергей, укрывшись в зарослях, росшего на болотах кустарника, достал монокуляр и включил встроенный в него ПНВ, стал наблюдать за лагерем. Ночное зрение – это, конечно, круто, но мощная оптика с ПНВ сейчас была ему нужнее. Благодаря тому, что его преследователи сейчас отдыхали, восстанавливая растраченные силы, он мог внимательно и не торопясь все осмотреть. Почти все бойцы этого отряда были вооружены футуристического вида автоматами. Один из них был вооружен ручным пулеметом, вроде бы ПКМом. Еще двое, судя по их навороченным винтовкам, были снайперской парой. Снайпер и пулеметчик сейчас были в охранении. Остальные наверняка отдыхали. Убрав монокуляр, он задумался. Сергей понимал, что имеет дело с крутыми бойцами. Вооружены они были лучше. В прямом бою у него, вооруженного лишь карабином и пистолетом, было мало шансов против их автоматов, винтовок, а тем более против пулемета. В случае чего, они легко могли задавить его огнем. Да и в том, что у них есть пара козырей, вроде гранатомета в запасе, он тоже не сомневался. Ввязываться в бою с этой группой для Сергея было самоубийством. Но другого выхода из этой ситуации он не видел. Бесконечно бегать от них он не мог. Рано или поздно они его где-нибудь прижмут. И тогда все. Прятаться здесь вечно тоже не выйдет. Когда-нибудь этот классер перезагрузится. Так что ему остается только одно из двух. Или сдохнуть в этом болоте, или попытаться завалить их всех. Эта книга озвучена на YouTube-канале Терабайт Истории. Подписывайся на первоисточник. Сняв висевший у него за спиной небольшой рюкзак-мародерку, Сергей, открыв его, вытащил оттуда 300-граммовый брикет пластида, детонаторы, пакеты с болтами, гайками, шариками от подшипников и скотч. Единственными его преимуществами были ночное зрение и эффект неожиданности. И он решил использовать их на все 100. Вытащив нож, Сергей разрезал брикет на 4 части, воткнул в каждый кусок радиоуправляемый детонатор и примотал каждому скотчем пакет с метизами. Переть на превосходящего его противника в лоб было тупо, поэтому Сергей решил отвлечь их с серией взрывов. Подготовив взрывчатку, он вернул рюкзак на место, поднялся и, стараясь двигаться еще тише, чем обычно, пригибаясь, стал приближаться к островку. Росший здесь в изобилии, похожий на камыш, кустарник скрывал его. До рассвета оставалось всего лишь пара часов. Начавшийся недавно довольно сильный, морощащий дождь заглушал его шаги. Сергей не знал, наблюдает ли сейчас кто-нибудь из сенсов за окружившим лагерь болотом. Если да, то его убьют прежде, чем он сможет сделать то, что задумал. Но на его счастье, никто из сенсов сейчас своим даром не пользовался. Наверняка они израсходовали свою силу, гоняя ее трое суток по болотам. Конечно, у часовых имелись ПНВ, и для него это было серьезной проблемой, но другого выхода у него все равно нет. Выждав, когда один из часовых отвернулся, Сергей, пригнувшись еще ниже, бесшумно двинулся вперед, рискуя свалиться в трясину или получить пулю. Он почти час лазил по болоту. Расставив заряды как можно ближе к их лагерю, Сергей отошел назад и залег на другом островке. Примерно в 100 метрах от них, вытащив пульт, он настроил взрыватель на срабатывание с двухсекундной задержкой и, нажав на кнопку, прицелился в пулеметчика. Раздался взрыв. Сергей выстрелил. Пуля попала пулеметчику в лицо. Дернувшись, тот завалился на землю. Сергей перенес прицел на снайпера. Рванул еще раз. Он снова выстрелил. Увидев, что один из снайперов упал, Сергей сместился в сторону. В то место, где он находился секунду назад, с жужжанием ударили несколько пуль. Это были реально крутые бойцы. Никакой беспорядочной беготни. Никто не шмалял направо и налево от бедра. Длинными очередями на весь магазин. После первого же взрыва и выстрела они вскочили, занимая круговую оборону и распределяя между собой сектора обстрела. Остался третий взрыв. Сергей снова выстрелил. Второй снайпер откинулся назад, получив пулу куда-то в грудь. Сергей снова перекатился в сторону, меняя позицию. Снова раздались ответные выстрелы. Противник стрелял короткими очередями. Бил по вспышке выстрелов, пытаясь нащупать его лёжку и подавить огнём. Когда раздался четвёртый взрыв, Сергей, прицелившись в одного из автоматчиков, уже хотел стрелять, но вдруг он увидел командира. Мгновенно повернул ствол и прицелившись, он выстрел двойкой. Попал. Дёрнувшись, тот осел на землю. Сергей снова сместился в сторону и залёг. После потери командира спецы открыли по нему бешеный огонь из всех стволов. Сергей вжался в землю и лежал, не поднимая головы и боясь пошевелиться. Через несколько минут обстрел стих, и он услышал пару хлопков и шеплённых. «ППГ!» Мгновенно пуль на Сергей. Вскочив, он отпрыгнул в сторону. Тут же раздались выстрелы. Левую руку ему обожгло, а затем неподалёку одновременно рванули две гранаты. Взрывная волна ударила его, отшвырнув ещё дальше. И, развернув в воздухе, шарахнуло спиной об дерево. От удара у него перехватило дыхание и потемнело в глазах. Сергей рухнул на землю. От близких взрывов у него лопнули перепонки и из ушей потекла кровь. Он ничего не слышал. В ушах стоял свист. С трудом, сделав вдох, он попытался подняться, но не смог. Упав, Сергей отрубился, провалившись в темноту. Он пришёл к себе от холода и сырости. Холодные, тяжёлые капли падали ему на лицо. Разлепив глаза, Сергей закашлялся, затем вдохнул и снова закашлялся. Осмотревшись по сторонам, он увидел, что уже наступило утро. Дождь, начавшись ещё ночью, к утру усилился, превратившись в ливень. В воздухе отчётливо пахло кисляком, а в нескольких метрах от него, по воде и клубясь, стрелился серо-зелёный туман. Начиналась перезагрузка. Сергей осмотрел себя. Левая рука была в крови, пуля прошла на вылет, вырвав клок мяса, но кость была не задета. Его левая нога была вывернута под неестественным углом, штанина промокла от крови и была разодрана. Взрывом гранат его хорошо приложило об дерево, а ногу весь левый бок нашпиговал осколками. Если бы не бронежилет, Сергей уже был бы мёртв. Большинство осколков ушло в него. Потянув шитый в штанину жгут, он перетянул рану. Скрипя зубами, сделал вдох и выдох и сконцентрировавшись, стал отключать боль, так как делал это на полигоне. Вскоре боль утихла. Дополнительно, Сергей достал шприцы из аптечки и вколол себе лошадиную дозу обезболивающего и допинг-стимулятор. Сейчас ему нужно было валить отсюда как можно быстрее. Соорудив шины из веток, он наложил их на перелом, зафиксировав его. Вскоре уколы подействовали. И почувствовав бодрость и прилив сил, Сергей поднялся и, опираясь на карабин, как на трость, сделал несколько шагов. Идти так было неудобно, поэтому он, повесив карабин на шею, вытащил топорик, срубил росшее рядом тонкое деревце и, смастерив из него рогатину, приспособил ее за место костыля. Опираясь на него, Сергей поковылял прочь отклубившегося тумана. Он остался один в этих местах. Команда, с которой он воевал, ночью исчезла, не став искать его тело после взрыва. Видать, свалили подальше, когда кислым запахло. Сергей больше часа, спотыкаясь, ковылял по болоту и, наконец, вынурнув из стены тумана, он перешагнул через границу кластера. Прошагал еще метров пятьдесят и обессиленно присел под деревом. Теперь он мог продолжить свой путь. Команде, которая трое суток гоняла его по болотам, теперь точно не до него. У них сейчас четыре трупа. Ну и раненые от его взрывчатки тоже есть. Хотя, с учетом местной регенерации, Сергей сильно сомневался в том, что пулеметчик, снайперы и их командир, которых он подстрелил, мертвы. Вдруг у них и дырка в голове или сердце тоже зарасти может. Отлежаться где-нибудь в стабе и снова встанут. Ну да плевать. Ближайшее время им точно будет не до его поисков. Сергей вытащил карту. Судя по ней, он находился в лесу, за которым начиналась та самая ровная голая степь. Никаких деревень, поселков, а тем более городов здесь, если верить карте, не было. Ему, раненому, там придется туго. Хотя, кто знает, может эта карта все же врет. В улье ничему нельзя верить. Как бы там ни было, болото и внешка остались позади. Теперь он находился на западе. Сергей отвинтил крышку и сделал глоток. Вода теплая и с каким-то приторным привкусом плохо утоляла жажду. Подняв флягу выше, Сергей вытряс из нее последние капли. Воды у него теперь больше не было. Забросив флягу в рюкзак, Сергей поковырял дальше. Второй день он шел по голой степи и время от времени, сверяясь с картой, выдерживал направление на запад, к пеклу. Рана на его левой руке за это время уже успела затянуться и больше его не беспокоила. Он мог более-менее нормально ею пользоваться, но все же серьезно нагружать руку Сергей пока не решался. С ногой же все было не так хорошо. У него был перелом и множественные осколочные ранения. Вирус-симбионт, конечно, мог ее залечить. Регенерацию Сергея была в два раза сильнее, чем у других иммунных. Но для этого ему нужен был отдых, а главное, еда и вода. Еще хорошо, что при ударе об то дерево он оделся лишь ушибами. Случись это с ним на земле в той обычной жизни, он бы запросто сломал бы себе позвоночник и еще пару ребер до кучи. Да и вообще, с такими ранами, как сейчас, то он бы давно уже коньки откинул. Еще раньше, планируя маршрут, Сергей хотел перед переходом через эти места запастись водой и едой на одном из кластеров. Но так группа спецов спутала ему все карты. Сергею пришлось срочно уходить в болото. Он думал там оторваться от них. Вот и оторвался. Сергей прошел еще немного, а затем опустился на землю, вытянув ногу. Двое суток он питался лишь допинг-стимуляторами. От этого у него уже начала кружиться голова. Посмотрев на две оставшиеся у него дозы, Сергей вздохнул и убрал их в карман. Все равно еду это не заменит. Передохнув немного, Сергей поднялся и двинулся дальше. Пройдя еще с километра, он увидел впереди группу деревьев. Задолбавшись хромать через степь, Сергей решил остановиться там до утра. Утром он снова осмотрел ногу. Перелом, который зафиксировал шинами, уже начал заживать. Осколки гранатометного выстрела, которыми нашпиговала его ногу, начали выходить. Он удалил несколько самых больших. Остальные оставил. Сами вылезут. Собравшись, он похромал дальше. В середине дня он наткнулся на аэропорт. Кусок летного поля, ремонтные ангары и пассажирский терминал. Перенесенные вули были пустыми. Зараженные сожжав всех, кто там был, свылили на другой кластер, оставив после себя лишь кости и кучи дерьма. На рулежке стояла лишь пара небольших самолетов. Ничего интересного у них не нашлось. Сойдя по трапу на землю, Сергей похромал к терминалу, состоявшей рядом с ним диспетчерской башней. В терминале был полный разгром. Сидения взяли ожидания, стойки бедных касс, все было перевернуто и разломано. На полу повсюду валялись обглоданные кости. По всему терминалу был разбросан багаж. Чемоданы, сумки, рюкзаки, ноги были открыты. Веси, лежавшие в них, были разбросаны повсюду. Пляжные шорты, футболки, платья, костюмы, шубы, куртки, шлепанцы и плавки с купальниками ему нафиг не были нужны. Вскрыв еще несколько чемоданов и сумок с подобным барахлом, он уже подумывал бросить это занятие, как вдруг увидел объемный защитного цвета баул. Сумка была явно военного образца. Боясь ошибиться, Сергей открыл ее. Внутри было несколько новых комков, бронежилет системы крепления подсумков типа молли, берцы, подсумки и еще куча всего. Судя по бирке на бауле и по надписи на нем, он принадлежал какому-то капитану Михайлову Ф.А. Наверняка тот следовал к месту службы, а оказался в улье. «Спасибо тебе, капитан!» Тихо произнес Сергей и, взяв баул за ручку, потащил его за собой по полу. Устроившись в комнате отдыха для персонала, Сергей решил помыться и переодеться. После купания в болоте тело у него жутко чесалось. Оставив баул в комнате, он отправился на поиски воды. Побродив по терминалу, Сергей нашел склад. Войдя в помещение, увидел там стоявшие на стеллажах пластиковые бутыли с питьевой водой для кулера. Консервированные продукты, спиртное. В холодильнике находились рационы питания для пассажиров и экипажей, скоропортящиеся продукты. Холодильник открывать не стал, потому что лежавшие там продукты, скорее всего, уже давно протухли. Отыскав на складе тележку, он наполни ее бутыльями с водой, консервами, прихватил также пару бутылок то ли коньяка, и покатил ее к выходу. Напившись волей и отмывшись от грязи и крови, Сергей переоделся в новое камуфлое берцы, благо размер у него с капитаном оказался один. Затем, перекусив, посистил оружие и стал подгонять под себя бронежилет и цеплять к нему подсумки. Взяв один из лежавших в бауле подсумков, Сергей почувствовал, что он не пустой. Открыв его, он вытащил оттуда оптический прицел. Вот это удача. В боковом кармане подсумка лежал еще лазерный дальномер. Видать, капитан этот был снайпером. Он прикинул, подойдет ли прицел к его СКСу. Затем, сняв коллиматор, примерил. Прицел подошел как родной. Осталось только пристрелять. Ночевать Сергей решил в диспетчерской башне. Перетащив туда все свое барахло, он выбросил оттуда пару скелетов и с удовольствием расположился в одном из кресел, время от времени наблюдая за окрестностями в оптику. Ближе к ночи пошел дождь. Устроившись поудобнее на одном из столов, Сергей уснул чутким сном в обнимку с карабином. На следующий день он решил никуда не идти. Ноге и руке все еще требовался отдых. Подкрепившись и утолив жажду, Сергей отправился пристреливать карабин. Вернувшись в башню, он увидел стоявшую в диспетчерской мощную радиостанцию. Он слышал о том, что радиосвязь в уле работает плохо из-за помех от перегрузок, но все же решил попробовать включить ее, чтобы послушать эфир. Еще в армии, когда он служил в батальоне спецсвязи, он пользовался похожими, так что запустить этот аппарат он наверняка сумеет. Проверив питание, Сергей шелкнул тумблером. Включив сканер, он стал шарить по волнам. Вскоре, сквозь шум помеху он услышал. Третий, ответь первому. Первый третьему. Выйди на связь. Третий, прием. Третий в канале. Зима, мать твою. Ты что там, бухаешь? Или ты... Обстановку докладывай. Да чего там докладывать? Обшарил 12-й сектор. Цель не наблюдаю. Продолжаю поиск. Добро. Конец связи. Первый четвертому. Прием. Четвертый в канале. Ну, че там у тебя? У меня пусто, первый. Цель не наблюдаю. Слышь, первый, а что, если он в болоте подух, а? И мы зря здесь круги нарезаем. Да не, живой он. Это падла хмеля замочила. И еще половину его группы. А трупа его никто не видел. Да и у болота наши на следы и кровь наткнулись. Здесь он, в степи. Он ранен, пехом далеко уйти не мог. Искать надо. Первый, ответь пятому. На связи. Пятый, че там у тебя? Мы тут с беспилотника аэропорт видели. Сейчас еще круг сделаем. Глянем, чего там. Аэропорт, говоришь? Давай, глянь. Только координаты мне дай. Если что, сразу доложишь. Хорошо, сейчас даю. Сергей быстро собрал свое барахло. А затем, схватив бинокль, стал осматривать местность, стараясь не подходить к окнам. Вскоре он увидел далеко на горизонте точку, которая через пару минут превратилась в беспилотник. Сделав над аэродромом пару кругов, дрон ушел на юго-запад. Вот же срань, прошептал Сергей. Выходит, группа, с которой он схлестнулся на болотах, была частью большого отряда. Сколько у него времени? Полчаса? Час? Сергей посмотрел на стоявшие на поле самолеты. Потом, наприткнувшийся, у терминала топливозаправщик и злорадно ухмыльнулся. Времени ему хватит, короткими перебежками, время от времени залегая и осматриваясь, к аэропорту с трех сторон приближались бойцы в одинаковых комках. Над ними, нарезая в небе широкие круги, летал беспилотник. Зайдя на территорию аэропорта, одна группа помчалась к диспетчерской башне, вторая направилась к терминалу, третья, рассредоточившись, осталась снаружи на прикрытии. Пора, решил Сергей, увидев мелькавшей в окнах диспетчерской фигуры бойцов. Он мгновенно вышел из состояния, которое погружался там на болоте, чтобы обмануть сенсов. Глядя в оптику, прицелился и плавно потянул спуск. Хлопал выстрел. Бронебойно-зажигательная пуля, пробив оконное стекло, ударила в окрашенной белой краской бок, лежавшего за опрокинутым столом, ацетиленового баллона. Раздался взрыв. Вместе с баллоном взорвались стоявшие рядом емкости с авиационным керосином. В диспетчерской вспыхнул пожар. Из окон полыхнуло огнем. Сбросив скрывавшую его сверху маскировку, Сергей вскочил, закинул за спину карабин и побежал к натянутому над крышей пассажирского терминала тросу. Схватив свисающие с него ремни, пристегнулся и, разбежавшись, отогнулся в ног. Стала стремительно приближаться земля. Снизу захлопали выстрелы. Одна из снег черкнула по бронежилету, вторая разорвала правый рукав, царапнув руку. У самой земли Сергей, обрезав ремень, спрыгнул. Кувыркнувшись, скачал на ноги и, петляя, как заяц, зигзагами помчался к ремонтным ангарам. Подбежав к открытым воротам, нырнул в них рыбкой. Попавшая в спину в бронежилет пуля придала ему ускорение, вышибая из него дух. Упав на пол, на автомате откатился в сторону. В место, где он был, тут же ударила пуля. Спрятавшись за здоровенным отвалом снегоуборщика, Сергей высунул ствол СКСа в небольшое отверстие в нем и осмотрелся. Из терминала к нему мчались люди. Группа прикрытия бежала от взлетки, стреляя на ходу. Пули высекали искры, рикошетя от отвала. Сергей прицелился в пулеметчика. Выстрел. Пулемет заткнулся, еще выстрел. Один из автоматчиков раскинул мозгами. Остальные залегли, скупо огрызаясь. Повернув ствол, Сергей прицелился и выстрелил в окно терминала. Рванул второй баллон и бочка с топливом. В следующее мгновение седра полит и керосином пол тоже вспыхнул. Через несколько секунд здание уже горело вовсю. Внутри бушевало адское пламя, а в нем метались вопли от були, охваченные огнем человеческой фигурой. Сергей выстрелил снова. Селись в цистерну топливозаправщика, стоявшего у терминала. Машина взорвалась и огненная стена отрезала преследователя от него. В лицо пыхнуло жаром. Сергей не стал ждать, пока пламя доберется конец ангара и сбросив брезент, стал заводить спрятанный под ним квадроцикл. Мотор заревел. Прыгнув на него, Сергей выехал из ангара через заранее сделанный пролом в задней стене. Оказавшись снаружи, он выжал полный газ и помчался в степь. Отъехав метро на сто, вытащил пульт и нажал на кнопки, стоявшие на полосе самолеты и ремонт на ангар взорвались, вспыхнув ярким пламенем. Аэропорт превратился в адское пекло. Бросив ненужный больше пульт, он поддал газу, рванул с места. Последний взрыв был самым мощным. Горячая взрывная волна толкнула спину. Перед квадроциклом упало несколько больших обломков. Разогнавшись, Сергей перевел дух. Вроде бы ушел. И тут его внезапно что-то ударило сзади в правое плечо. А затем вспыхнула боль, да такая сильная, что Сергей чуть не свалился с квадро на ходу. Удержав управление, он сконцентрировался на дороге, пытаясь отключить болевой шок. Вроде бы получилось, боль приглохла. Краем глаза он глянул на плечо и чуть не свалился во второй раз. Острый, словно наконечник копья кусок металла, войдя сзади в незащищенное броником плечо, проткнуло его насквозь. Острие торчало спереди, выйдя на несколько сантиметров. Комок мгновенно стал мокрым от крови. Чертыхаясь, Сергей уже хотел остановиться, чтобы разобраться с этой хренью. Но вдруг увидел краем глаза, мчавшийся слева ему на перерез, пикап с крупнокалиберным пулеметом на турели. Он выскочил, словно из ниоткуда. Должно быть, скрыти сидел. Спецы не были бы спецами, если бы дали ему уйти просто так. Трасчеры с жужжанием пронеслись перед квадром. Вздыбив тучу пыли справа. Вторая очередь легла слева. Сергей выжав газ, опередил пикап, вырвавшись вперед. Третья очередь пролетела низко над головой. Он оглянулся. Увидел подпрыгивающий сзади на ухабах пикап. И с тоской посмотрел на рощу в нескольких сотнях впереди. Туда ему не доехать. Ща пулеметчик пристреляется и разберет его тачанку вместе с ним на молекулы. Сергей гнал по степи, ожидая следующей очереди в спину. Пулемет подпрыгнулся. Странно, но он был еще жив. Оглянувшись, Сергей увидел мчавшегося по степи во весь опор элитника с парой руберов. Конечно же, твари не могли пройти мимо, услышав грохот взрывов и выстрелы. Стрелок развернул пулемет, дал по ним очередь. Больше не успел. Догнав пикап, тварь, размером савтобус боднула его вбок своей здоровенной рогатой башкой. Подпрыгнув вверх, пикап накренился, грохнувшись на бок. Тварь, ухватив его лапами, вскрыла кабину когтями, как консерву. Оттуда раздались душераздирающие вопли. Повернувшись и втянув голову в плечи, Сергей добавил газу. Пара руберов размером с быка радостно урча увязалась было за ним, а затем вообще повернула назад. Кое-как добравшись до рощи, Сергей заехал под деревья и остановился. Осталось разобраться только слетевшим в его сторону беспилотником. Отцепив ремень, он снял карабин. Стрелять придется левой, вправой сидел кусок металла. Вложив ствол в развилку между ветками дерева, Сергей, держаясь с левой, скинул его к плечу и прицелился, придерживая правой рукой цевьё. Совместил сетку оптического прицела с целью. Беспилотник летел прямо на него и плавно нажал на спуск. Хлопнул выстрел. И беспилотник, кружась, полетел к земле. Отъехав на десяток километров от трощи, он остановился. Ему нужно было вытащить осколок из плеча. И делать это ему придется без анестезии. Сергей осторожно снял с себя броник. Затем, собравшись с духом, схватился за торчавший сзади осколок и резко выдернул его из себя. В глазах потемнело от боли. Кое-как остановив кровь и залепив рану, Сергей достал из лежавшего в багажном отделении баула полулитровую бутылку Джек Дэниелс. Отвинтив крышку, выхлебал ее до дна. Отбросив бутылку, занюхал рукавом. Затем снова сел на квадр и, заведя двигатель, погнал дальше. Добравшись до мертвого черного кластера, повернул и поехал вдоль его границы, придерживаясь направления на запад. В отличие от внешки, на западе не было больших лесных массивов и болот. Здесь преобладали поля, луга и степи. Поэтому после боя в аэропорту Сергей решил изменить тактику, делая основной упор не на скрытность, а на скорость. Наблюдение с воздуха и радиоперехват он понимал, что теперь все будет по-взрослому. Его постараются остановить любой ценой. Брать его живым уже вряд ли будут. Скорее всего, постараются завалить, не дав ему добраться до пекла. Поэтому на одном из городских кластеров он разжился бронированным грузовиком, приспособленным для бездорожья. Это была машина, отдаленно похожая на ГАЗ-66, но все же немного лучше. Он нашел ее на железнодорожной станции перезагрузившегося города, который назывался Обучев. Это был крупный город, скорее всего областной центр, с населением где-то около миллиона. В Ули он попадал целиком. Обычно в таких местах можно встретить самых страшных зараженных, матерых руберов фиелиту. Пищи для них здесь было полно. Сергей также знал и то, что в такие города часто ездят колонны рейдеров за всяким бархлом. И трейсеры, люди, которые охотятся на крупных тварей. Поскольку твари для Сергея были не так опасны, как люди, то он решил искать транспорт там, где монстров больше всего. Железнодорожный узел подходил для этого как нельзя кстати. Тем более, что совсем рядом располагался большой рынок. Сейчас все прилегавшие к вокзалу и рынку улицы были заполнены тварями. Сергей прежде чем лезть на станцию, тщательно осмотрел это место в оптику с крышей стоявшей рядом девятиэтажки. Людей там не оказалось, лишь твари. На железнодорожных путях стояло несколько составов. Один из них был загружен военной техникой. Он наметил в нем для себя одну из стоявших там на платформах машин. Зайдя на станцию, он добрался до состава с техникой. Любопытство ради пошарил стоящих на платформах БТРах, БМП и машинах, нашел в одной из машин коробки с армейскими сухопайками и забрал сколько смог загрузив все в Кунг. А затем долго думал, как забрать грузовик, не привлекая шумом стоявших рядом зараженных. Жрать его они бы не стали. А вот машину могли покоцать. Не найдя выхода, Сергей уже собирался попытать счастье в другом месте. Но тут началась стрельба. Выстрелы доносились откуда-то со стороны рынка. Услыхав перестрелку, твари тут же отреагировали. Стоявшие недалеко от состава бегуны с радостным урчанием бросились на шум выстрелов. К ним присоединились твари посерьезнее. Джамперы, лотерейщики, топтаны и пара матерых руберов, один из которых почти дорос до элиты. Всего зараженных было несколько десятков. Навались они на машину с копом, а то мало что осталось бы. Не теряя времени, Сергей стал готовить машину к выгрузке. Платформа, на которой стоял грузовик, была последней в составе. Машина тоже стояла на платформе последней, опустив задний борт. Сергей установил направляющие, по которым съехал задним ходом прямо монорельсы, затем вывернул руль и поехал к выезду со станции. Бой у рынка набирал обороты. Слышались выстрелы из чего-то крупнокалиберного. Туда стягивалось все больше и больше тварей. Подождав, пока большая стая монстров скроется из виду, Сергей завел двигатель и поехал прочь из города. Ввязываться в эту заваруху он не собирался. Глава 18 Горючего в баке было меньше половины. Но, увидев на окраине города стоявшую на обочине фуру, Сергей решил вопрос с солярой. В кабине фуры сидел одинокий полудохлый пустыш. Должно быть водитель. Найдя в кунге своего грузовика пару ведер и канистры, Сергей подойдя к фуре, пробив заостренным обухом топорика бак проделав дыру у самого дна. Слив соляру ведро, он заткнул дырку, перелил топливо в канистру, затем стал наполнять ведро по новой. Слив фуры все до капли, Сергей заправился и продолжил движение. Отъехав подальше от города, он заехал в рощу и принялся маскировать машину. Этот грузовик он взял не только из-за того, что его удобно было сгрузить. Эта машина была оборудована мощными средствами связи. Сергей понял это по серьезному виду антенни на крыше. Судя по ней, это была КШМК или передвижной центр связи и управления. Найдя в Кунге маск-сеть, он натянул ее на машину, дополнительно прикрыв ее разлапистыми ветками, которые нарезал неподалеку. Помимо разного оборудования, Сергей нашел в грузовике трубу. Сначала он подумал, что это гранатомет или пушка, но это оказалось устройство для запуска беспилотников. Дрон со сложенными крыльями закладывался туда, а затем выстреливался в воздух. Тут же в Кунге были беспилотники, 15 штук. Установив трубу на крыше под нужным углом, Сергей решил опробовать ее. Вложив дрон в нее, он спустился в Кунг и запустил его. В процессе обучения Сергей все же умудрился потерять два дрона. Первый он тупо разбил, а второй, когда он находился у земли, попыталась сажать какая-то очень резвая тварь. Только третьей ему удалось поднять без проблем. Совершив облет местности, дрон вернулся назад. Выключив мотор, он спланировал прямо на грузовик. Высунувшись из люка на крыше, Сергей поймал его и утащил внутрь. Не обнаружив ничего интересного, Сергей решил послушать эфир. Продолжить свой путь он хотел ночью. Машина была отличной, бронированная, с высоким клиренсом. Дизельный движок, несмотря на свою мощь, работал негромко, что для Улья было очень хорошо. Вся аппаратура была компактной и установлена так, что в Кунге еще оставалось полно места. В машине стояла мощная радиостанция, тепловизор, пульт управления, БПЛА и еще какое-то оборудование, неизвестное Сергею. У задних дверей Кунга находился стальной шкаф, закрытый на висячий замок и опломбированный. Сергей сразу же сорвал пломбу и, сбив замок, открыл его. В шкафу лежали три автомата, цинк с патронами и три противопехотные мины Мон-50М. Из Кунга в кабину можно было перейти, не выходя наружу. По бездорожью она могла разогнаться до 60 километров, а по асфальту до 100 и больше. В общем, машина Сергею понравилась. Он сначала думал, что придется искать все как и раньше, по отдельности, на разных кластерах, но ему реально повезло. Оставалось только немного доработать ее, чтобы она не отличалась от тачек, гонявших по дорогам улья, и как-то замаскировать антенну. Она хоть и не была здоровенной, но все же было бы лучше спрятать ее, чтобы не выделяться. Следующие трое суток Сергей ехал на запад. Степь, аэропорт и город остались далеко позади. Время от времени, слушая эфир и запуская в небо беспилотники, он так же, как и на внешке, передвигался в основном по ночам от одного лесного массива к другому, проезжая по сотне километров за ночь. После того, как Сергей послушал, о чем говорят в эфире, его наихудшие опасения подтвердились. Его искали все и повсюду. За его голову теперь давали в три раза больше, чем раньше. Кроме того, кто-то готов был платить белым жемчугом за него живого. Скорее всего, это был институт. Сейчас Сергей находился на территории, которую контролировал какой-то то ли союз, то ли конфедерация стабов. Их вооруженные отряды усиленно патрулировали все прилегающие к поселкам кластеры и дороги на них. Кроме того, за местностью велось наблюдение с воздуха, беспилотниками и авиацией. В некоторых стабах имели свои вертушки самолеты. При случае они легко могли перебросить бойцов по воздуху и поддержать их огнем. Сергею пришлось отклоняться на юго-запад, чтобы обойти стороной поселки и дороги с блокпостами. До пекла ему оставалось где-то 700 км, а учитывая то, что дорога будет непрямой, выходило вообще тысяча. На четвертые сутки Сергей наткнулся на кластер с какими-то ремонтными мастерскими. Это было что-то вроде МТС, машинно-тракторной станции. Место было заброшенным. Ни людей, ни тварей, населенных стабов поблизости тоже не было. Сергей загнал машину в один из боксов и, найдя на этой самой станции газокислородный резак, называемый в народе автогеном, баллоны к нему и сварочный инвертор немного передохнул, перекусил и принялся видоизменять грузовик. Провозился целый день, наваривая на борта и крышу стальные шипы, а еще приделал спереди небольшой отвал, как он видел у Муров-Лютова. Затем отрезал от своего пропитанного кровью комка несколько узких полосок и привязал их к шипам на бортах кунга, для того, чтобы запах отпугивал тварей. Больше всего пришлось повозиться с антенной. Сергей долго промучился, прежде чем нашел механизм, который опускал ее в углубление на крыше кунга. Антенна была диаметром с ведро и длиной около полуметра. В опущенном состоянии над крышей выглядывало всего лишь сантиметров десять. Сергей опустил и поднял антенну несколько раз, чтобы понять, как это работает. Довольный результатом, он закончил с переделкой. Соорудив из найденных в военном составе армейских сухпайков и остатков еды из аэропорта ужин, он сел подкрепиться. Когда солнце ульи взорвалось над горизонтом и настала ночь, Сергей стал собираться в дорогу. «Вот же суки!» ругнулся Сергей, когда картинка с беспилотника исчезла. Это был уже третий дрон, сбитый за этот день. Что ж, рано или поздно это должно было случиться, его окружили. Все-таки он имеет дело с опытными бойцами, а не с лохами какими-нибудь. Сергей вздохнул и стал просматривать запись. Он все еще находился на территориях союза или конфедерации. Поначалу все было в норме. Сергей ехал на запад полями, лугами, перелесками. Чем ближе к пеклу, тем открытие становилась местность и тем труднее ему было прятаться. Земли этого союза скоро должны были остаться позади. Но несколько дней назад он стал повсюду натыкаться на патрули и блокпосты. Даже там, где их вообще не должно было быть. Кроме того, дрона он увидел поисковые группы на машинах и БТРах. Ему пришлось сваливать от них чем подальше, сначала на восток, а затем на юго-запад. Дважды он едва не угодил засаду. Выручило его невероятно обострившееся за время пребывания в Улье чувство опасности и техника. Он перехватил тогда их разговоры по радио. Теперь же в эфире было пусто, лишь помехи. Они быстро его просчитали. В итоге его загнали на кластер шириной несколько квадратных километров. Окруженный с трех сторон чернотой, мертвые кластеры растянулись вокруг него на десятых километров ширину и примерно настолько же в глубину. Местность вокруг этого пятна была открытой и ровной как стол. Сплошные поля. Он не сомневался, что весь этот район оцеплен. И откуда бы он не вышел, его везде будут ждать. Мысли о том, чтобы прорваться через оцепление он отбросил сразу. И этого от него как раз и ждут. Бросить машину и идти через черноту пехом тоже было тупо. По полям пешком он далеко не уйдет. Кроме того, кластер все время обшаривали поисковые группы из стронгов, рейдеров и наемников. Велось наблюдение с воздуха, с беспилотников. На выступе чернота им не мешала. На выходе из этой западни стояли усиленные блокпосты, которые время от времени продвигались вперед, сжимая кольцо вокруг него. Рано или поздно они до него доберутся. Внешников с мурами здесь не было. Сильных и опасных тварей тоже. Так что времени у преследователей было полно. И у них был численный перевес. Каким бы крутым он не был, но от батальона ему не отмахаться. Но все-таки Сергей не собирался сдаваться. И попадать к ним в плен живым тоже не горел желанием. Он знал, что его там ожидает. Дождавшись темноты, Сергей снял маскировку и завел двигатель. Ночью на кластер все равно никто не полезет. Утром же кольцо вокруг него снова станет сжиматься. А сейчас противник будет охранять подступы к блокам и патрулировать периметры с воздуха. На их месте он поступил бы так же. Сергей поехал в противоположную от периметра сторону. На кластере находилось несколько деревень и город. Зараженных там не было. Подразделения стабов, да и трейсеры наверняка регулярно чистили эту местность, отстреливая тварей. Остановившись возле села под названием Кроссовка, он решил осмотреться. Если там все тихо и никого нет, то можно будет спрятать машину, заночевать и решить, что делать дальше. Сергей укрыл машину в высоком густом кустарнике у деревни, взял автомат и пошел к крайним домам. Располагавшееся у самой чернты село было мертвым. Ни света в окнах домов, ни людей, ни тварей. Внезапно ночную тишину разорвали истошные крики и вопли, доносившиеся от центра села. Сергей осматриваясь по сторонам побежал туда. Тихо прокравшись садами и огородами к центру деревни, он затаился в густом малиннике в одном из дворов и стал наблюдать за происходящим на небольшой сельской площади. На ней перед зданием сельсовета или клуба стояло три креста. На каждом было распят человек. Люди горели ярким пламенем, извиваясь и крича. У крестов стояло несколько человек в одинаковой одежде. Килдинги. Сраные уроды. Больные на голову психопаты-сектанты, приносящие людей в жертву Олю или Стиксу, как они любят его называть. Себя же они считают его детьми. Сергей слышал от них от рейдеров, но сейчас встретил их впервые. Интересно, откуда они здесь? Как прошли через оцепление? Задумался он, рассматривая площадь монокуляра. Килдингов было пятеро. Они стояли спиной к нему и о чем-то говорили. Сразу увидев, что людей на крестах уже не спасти, Сергей решил отступить. Но вдруг один из сектантов повернулся. И Сергей увидел его лицо. От удивления у него отвисла челюсть. И тут же в голову ему пришла мысль. Шальная, просто сумасшедшая, но в то же время простая и эффективная. Сергей убрал монокуляр и поднявшись стал тихо отходить назад. Он хотел сперва как следует все продумать. Сделав несколько шагов назад, Сергей остановился. Живец, блядь, совсем рядом в воздухе пахло живцом. В следующую секунду ему в затылок уперся холодный ствол автомата. Бросай ствол, услышал Сергей. Он снял с себя автомат, тихо положил его на землю. Второй тоже. Сергей положил на землю пистолет. Повернись, сказал сектант. Сергей резко повернулся, незаметно выхватил нож из разгруза левой рукой. Килдинг сделал ошибку, когда приставил ему ствол к голове. Уйдя с линии огня, он воткнул нож сектанту вбок. Одновременно с этим, Сергей, схватившись правой за ствольную коробку его АКМа, защелкнул предохранитель. Часовой машинально нажал на спуск, но автомат не выстрелил. Лезвие ножа вошло ему между ребер. Проткнув сектанту, правая легкая, по руке Сергея потекла теплая кровь. Тот открыл рот, пытаясь закричать, но вместо крика наружу вырвалось лишь тихое невнятное бульканье. Сергей провернул нож в ране, смотря Килдингу в лицо. Тот обвел его мутнеющим взглядом, а затем обмяк. Удерживая его автомат, Сергей, опустив рукоять ножа, придержал тело часового и аккуратно положил его на траву. Потом, вытащив нож, сделал контроль, перерезав ему горло от уха до уха, после чего затащил труп в кусты. Туда же отправил его автомат, поднял свое оружие и посмотрел на площадь. Кресты с распятыми людьми уже сгорели, пламя почти потухло. Постояв еще немного, Килдинги пошли к одному из домов. Вели они себя спокойно, без криков, суеты и тому подобного. Часового пока никто не хватился. Сергей облегченно вздохнул и направился к забору. Рябой, слышь, Рябой, ты где, брат? Тихо позвал кто-то. Услышав это, Сергей нырнул в ближайшие кусты и затаился. Через несколько секунд он увидел дрожащее, прозрачное Марьева, похожее на камуфляж инопланетянина из фильма «Хищник». Затем Марьева исчезла, и Сергей увидел человека с ПНВ на лице. Тот шел прямо к лежащему в кустах часовому. В отличие от Килдинга, Сергею ночник был не нужен. Он и так видел ночью, как днем, когда сектант нашел тело часового и остановился над ним. Сергей скачил, выхватив топорик, метнул его в голову второму. Попал. Лезвие вошло в затылок, раскроив мужику череп. Даже не скрикнув, тот обмяк и завалился на тело напарника. «Невидимка, хренов!» сплюнул Сергей, вытаскивая топор из черепа Килдинга. Он вытер кровь и посмотрел на площадь. Похоже, отдохнуть у него сегодня ночью не получится. Тихо перемахнув через забор, Сергей забросил автомат за спину, вытащил пистолет с глушаком и бесшумно крадучись стал обходить прилегающие к сельской площади дворы. Третьего часового он увидел у одного из дворов, тот сидел под деревом и куда-то подпялился. Зайдя ему за спину, Сергей выстрелил сектанту в затылок. Дернувшись, тот обмяки завалился в траву. Сергей подошел к нему вплотную и выстрелил еще раз. Обойдя вокруг площади, Сергей больше никого не встретил. Выждав пару минут, он пошел к дому, к которому направились килдинги. Подойдя к двери, Сергей уже хотел открыть ее, как вдруг она сама распахнулась и он нос к носу столкнулся с сектантом. Увидев его, тот открыл рот от удивления. Воспользовавшись его замешательством, Сергей скинул ствол пистолета и дважды выстрелил ему в середину груди, в сердце. Дернувшись, килдинг стал заваливаться на Сергея. Он придержал его и, заглянув сектанту за спину, увидел еще двоих долбанная смена караула. Сектанты не видели Сергея, так как его закрывал Сергей выгонул из-за трупа, выпустил в них все, что было в пистолете. Промахнуться в коротком узком коридоре было невозможно. Два тела с шумом грохнулись на пол. Сергей сменил магазин, нажал на задержку, дослав патрон-патронник, затем, отшвырнув тело в сторону, заскочил в двери. Напоследок садил всем троим по пуле в голову и двинулся дальше. Пройдя коридор, он в первой тот растянулся на полу. В соседней комнате на него бросился еще один. Увернувшись, Сергей оглушил его, затем связал ему руки. «Вставай! Хорош дрыхнуть, сука!» крикнул Сергей, окатив сектанта водой из стоявшего рядом ведра. «Ты кто?» Очухавшись, изумленно произнес килдинг, когда Сергей включил стоявший на столе фонарик. «Пальц закрой! На выход пшуал!» Сергей отвесил козлу пинка по ребрам. Тот встал и, пошатываясь, пошел к дверям. «Стой!» сказал Сергей, когда они вышли на улицу. Сектант остановился и, повернувшись лицом к Сергею, сказал «Ну и что дальше? Обить меня хочешь?» «Ну так давай, чмо!» сплюнул сектант ему под ноги. Сергей прострелил килдингоба колено. Громко воя тот упал на землю. Сергей сходил в стоящей рядом машине бензином. Вернувшись, открыл ее и щедро палил урода горючим. «Эй! Эй! Ты чего? Ты! Ты!» завопил тот, догадавшись, что будет дальше. «Я приношу тебя в жертву твоему любимому стиксу! Радуйся, падаль!» крикнул Сергей и, чиркнув спичкой, поджег ублюдка. Как только бензин вспыхнул, тот заорал не своим голосом. Попытался встать и упал. Сергей не стал смотреть на это дальше. Он вернулся обратно в дом. Выйдя из хаты, где ночевали килдинги, Сергей направился к своему грузовику. Проходя мимо машины сектантов, он зачем-то решил ее обшмонать. Килдинги приехали на обваренные решетками, шипами, листами стали Камази с Кунгом. Осмотрев кабину и не найдя там ничего интересного, Сергей полез к Кунг. На полу Кунга в самом углу лежал младенец. Сергей проверил его пульс. Ребенок был жив, просто спал. Во дела! Удивленно произнес Сергей и опустился на пол рядом. Глава девятнадцатая Сергей шел по улице города, время от времени поглядывая на небо и по сторонам. Сам он ни за что бы сюда не сунулся, если бы младенец найден у сектантов. Ему нужны были детские смеси лекарства. Поэтому он и носился сейчас по городу, разыскивая все это. Он понимал, что рискует попасть здесь в засаду, но бросить эту кроху в одну вулье Сергей не мог. Дойдя до перекрестка, он свернул направо, ища глазами вывеску супермаркета или на худой конец универмага. К следующую секунду его ударило в левый бок так сильно, словно кувалды приложили. Сергей упал на землю. У него перехватило дыхание и потемнело в глазах от боли. Попал, я подбил эту суку. Внезапно прохрипела лежавшая в подсумке у Сергея рация. Придев себя и проморгавшись, Сергей увидел двух бежавших к нему людей. Он выхватил пистолет из кобуры, выстрелил двойка раз, потом еще раз. Люди упали. Вскочив на ноги, Сергей рванул в их сторону. Кто-то что-то закричал, захлопали выстрелы, пули жужжания впивали в стену стоявшего рядом дома в асфальт под ногами, высекая мелкую крошку. Пробегая мимо какого-то здания, Сергей разбежавшись, оттолкнулся и заплюнул большое окно на первом этаже. Извернувшись в полете он выстрелил. Раздался чей-то крик «Попал!» Не зря он жег патроны сотнями на своем полигоне. Проломив спиной стекло, Сергей влетел в оконный проем и приземлился на пол в тучи осколков. Перекатившись, он скачил и ушел в сторону от окна. В то место, где он был долю секунды назад, ударило несколько пуль. Сергей быстро осмотрелся. Вокруг стояли столы, разделанные перегородками. Это был какой-то офис. Перемахнув через один из столов, Сергей приземлился в проходе. Охнув от боли, левый бок горел огнем сконцентрироваться и отключить боль, пока не получалось. Стиснув зубы, Сергей помчался к дверям с надписью «Выход». «Пацаны, у нас трехсотые, трое, валить этого козла!» расслышал Сергей сквозь шум помех. «Бзэк, помочь, мы это и сами знаем, придурок. Первая группа, за ним, вторая, третья, окружить здание, живее я, двигайте поршняки, че вы как тараканы беременные». Прохрепела рация. Сергей нашел выход на лестницу и рванул по ней вверх. Бежать на улицу было глупо, его там уже ждали. Поднявшись на два этажа, он остановился. У него кружилась голова, перед глазами все плыло. Сергей расстегнул броник и по-быстрому осмотрел рану. Пуля вошла в левый бок, как раз между пластин жилета, срикошетив от края одной, из них застряло в мягких тканях. Весь левый бок был в крови. Цепочка кровавых следов тянулась от него вниз по ступенькам. Кобздец! Простонал Сергей, вытащив аптечку и ЕПП он по-быстрому залепил рану, остановив кровотечение. Наклеил сверху специальный пластырь с микропорой, вогнал себе двойную дозу промедола и застегнув комок и броник побежал дальше. Снизу послышался топот шагов. Остановившись на мгновение, Сергей глянул вниз, увидел людей и тут же отпрянул назад. Короткая очередь хлистанула снизу вверх, пули свизгом отрикошетили от потолка. Выстрелив в ответ, он рванул дальше, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Подбежав к окну, Сергей остановился, прижался к стене у него и, вытащив оторванное от легковушки зеркала заднего вида, выставил его в окно. Хлопнул выстрел, звякнуло разбитое стекло. Пуля выбила зеркало у него из рук. Он здесь, это сука на лестнице, пятый этаж, быстрее братва, я его держу. Заметив вспышку, Сергей скинул карабин к плечу, резко повернулся, выставил ствол из окна и, делая частые выстрелы, забросал лёжку снайпера пулями. Добив магазин, побежал дальше, наверх, перезаряжаясь на ходу. Первый всем, перейти на запасной канал. Снова прохрипела рация, и это было последнее, что услышал Сергей. Поднявшись на двадцатый этаж, Сергей занял позицию на лестнице, взяв под прицел нижний марш. Когда появились первые бойцы, он расстрелял помимо полмагазина, свалил двоих, остальные отступили. Выиграв немного времени, Сергей выбежал на крышу, запер ведущие на неё двери и стал искать кабель, переброшенный на крышу соседнего здания. Он видел его раньше с дрона. Найдя достал топорик и перерубил его вместе с пристёгнутым к нему тросиком. Отодрал от крыши, обвязавшись им, разбежался и спрыгнул с крыши вниз. Когда кабель-трос соседнему зданию, полёт длился несколько секунд, а затем Сергей влетел в окно здания напротив. К счастью, оно было открыто. Оказавшись в помещении, он дёрнул за кабель, узел развязался и Сергей со всего маха шлёпнулся на пол. Он хоть и успел сгруппироваться, но удар всё же вышел неслабым. Очухавшись, Сергей поднялся и стал искать выход. Выбравшись в коридор, Сергей увидел окно, выходившее на противоположную сторону здания. Побежал к нему. По пути остановился у пожарного шкафа и сбил топориком висевший на нём замок. Открыв шкаф, достал смотанный в бухту пожарный шланг и потащил его к окну. Привязал один конец к батарее под ним. Затем открыл раму и выбросил бухту из окна. Шланг ушёл вниз, со свистом разматываясь в воздухе. Сделав вдох-выдох, Сергей полез в окно. Схватившись за шланг, он завис над землёй на высоте шестого этажа, а затем стал быстро спускаться вниз. Съехав по шлангу вниз, Сергей спрыгнул на клумбу и побежал прочь от здания. Добежав до дороги, он быстро отыскал машину, на которой приехал в город. Это был старый грузовой микроавтобус Форд синего цвета, найденный им в деревне. Запрыгнув за руль, Сергей завёл колымагу и рванул к выезду из города. Уже на ходу он заметил, бегущий к нему людей поддал газу. Подъезжая к перекрёстку, Сергей увидел мчавшийся ему навстречу пулемётный пикап. Крутанув руль, он выскочил на тротуар и ломанулся вперёд, уходя от него. Поплутав по дворам, Сергей выехал на соседнюю улицу, вырулил на дорогу и двинулся по ней. Проехав метров пятьсот остановился. Дорога впереди была забита машинами. Выругавшись, Сергей стал сдавать назад, и тут позади него на дорогу выехал пикап с пулемётом, затем ещё один и ещё грузовик. Пикап и грузовик остановились, из них тут же горохом посыпались бойцы, на ходу скидывая автоматы. Путь назад ему был отрезан. Сергей нажал на педаль тормоза, остановившись между фурой и легковушкой. Всё. Похоже, везуха кончилась. Справа и слева от дороги в этом месте был высокий бетонный забор. Перепрыгнуть его с разбегу можно было, но его подстрелят, как только он высунется наружу. Сергей перебрался в салон, приготовившись к бою. Живым они его не возьмут. Эй, ты выходи, козлина, иначе зажарим тебя прямо в тачке. Крикнул какой-то рейдер, видать их командир. Сергей видел, как он раздавал приказы. Даю тебе две минуты, или выходишь сам, или мы тебя валим. Закончил главный. Сергей приоткрыл окно в салоне и крикнул в ответ. Да идите в... Кто-то из бойцов шмальнул из автомата очередью. Пули горохом сыпанули по кузову. Сергей выстрелил в ответ дважды. Один из рейдеров упал, схватившись за лицо. Ну все, вылите его, че вылупились, огонь, приказал главный. Тут же застрекатали автоматы, с пикапов заработала Дашка и Утес. Пули калибра 12.7 прошивали кузов Форда на вылет, как бумагу, рикошетя и застревая в бортах прицепа, стоявшей рядом фуры. Через минуту все было кончено. Форд прекратив огонь, рейдеры в рассыпную стали подходить к машине. Забравшись в микроавтобус, один из рейдеров вытащил оттуда изрешеченное пулями тело Сергея. Бросил его на асфальт. Все, хана кукловоду, братва! Крикнул он, вытащив из ножен большой нож. Затем в несколько взмахов отрезал голову Сергея. Схватив ее за волосы, поднял вверх под одобрительные радостные возгласы рейдеров. Поглав по подземным тоннелям, проложенным под городом, Сергей в конце концов добрался до ведущего наверх колодца. Глянув вверх, он ухватился за вмурованные стенку скобы и полез снаружи. Добравшись до люка, он легко без натуги поднял тяжелую чугунную крышку. Выглянув на улицу, он убедился, что горизонт чист и отодвинул крышку в сторону. Снаружи было темно. В уле уже давно наступила ночь. Сергей вылез из люка и направился к находившимся неподалеку маркету и аптеке. Вскоре должна была начаться перезагрузка. Рейдеры, скорее всего, уже давно свалили из города. А значит, и ему нужно торопиться. Минут через сорок, собрав в маркете и в аптеке все необходимое, Сергей покинул город. Схема, которую он сегодня провернул, была задумана им еще в кассовке. Один из килдингов, которых он там привалил, оказался его двойником. Ему уже давно доводилось слышать истории о попавших в улей двойниках из разных миров. Но сталкиваться с ним до прошлой ночи как-то не пришлось. Именно поэтому он так удивился тогда. Сектант был похож на Сергея, как две капли воды. Даже походка у него была такой же, как у него. Поэтому Сергей сразу решил подбросить его тело охотникам, выдав сектанта за себя. Однако он не мог просто бросить тело двойника у одного из блокпостов. Все должно было выглядеть натурально. Рейдеры сами должны были захватить его с боем и кровью. Для этого Сергею пришлось прошлой ночью наведаться в город, чтобы на месте продумать все детали. Поначалу он думал провернуть все в одном из сел, но затем отбросил эту идею. В селе ему не удалось бы спрятаться. Поэтому он выбрал город. Сергей догадывался, что искавшие его рейдеры наверняка устроились засады в населенных пунктах. Он просто подставился под одну из них. Когда его окружили, он покинул машину через находившийся в полу салона ремонтный люк. Такие делают в автомобилях для того, чтобы можно было сверху добраться до расположенных в труднодоступных местах под машины агрегатов и узлов. Как раз под люком микроавтобусе находилась крышка люка, ведущего в технические коммуникации под городом. Он заранее проработал весь маршрут и специально остановил микроавтобус над ней. Открыть люк в салоне, сдвинуть в сторону тяжелую крышку для Сергея было делом пару минут. Так же легко он потом вернул крышки люков на место. Правда, в последний момент его план чуть не накрылся медным тазом. Когда рейдеры дырявили его форт, одна из пуль проружжала прямо у него под носом. Пару сантиметров правее и все. У него была бы еще одна дырка в черепе. Но, к счастью, все обошлось. А вот получать планы не входило. Тем более, что от падения на пол и последующей беготни рана вновь открылась. Когда Сергей спустился в подземные тоннели, ему пришлось там вытаскивать пулю и штопать себя. Добравшись до спрятанного за городом грузовика, Сергей поспешил убраться с этого кластера. Блокпосты и оцепления вокруг него наверняка уже давно были сняты. Отъехав на сотню КМЭ, он сделал остановку, загнав машину заросли кустарника. Перебравшись в Кунг, Сергей снова тщательно осмотрел ребенка. Ребенок, найденный ему килдингов, оказался девочкой. На вид ей было около года. На ее маленькой правой ручонке были видны следы от уколов. С той ночи, когда Сергей нашел ее, Кроха все время спала. Эти херово уроды сектанты должно быть чем-то накачали ее. Чем Сергей не знал? В ночь, когда он нашел ее, она вся горела. У нее была высокая температура, поэтому он искал лекарства. Ему нужно было что-то, чем можно было ее сбить. Но, к счастью, найденные им лекарства ей не пригодились. Сейчас температуры у нее уже не было, дыхание было ровным. Она продолжала спать. Ребенок был замотан в какие-то грязные тряпки. Осторожно сняв их, Сергей передел дитё в найденную в маркете детскую одежду, уложив ее вместо колыбели в пустой патронный ящик, дно которого он застелил одним из своих комков. Сергей проверил, хорошо ли закреплен ящик. Пожевал сухпай и продолжил свой путь. Проехав по заросшим бурьянам, засаженными подсолнухами и еще фиг знает чем полям, еще километров семьдесят, Сергей остановился неподалеку от дороги, укрыв машину под стоявшими посреди поля деревьями. Он забрался на крышу и стал оттуда наблюдать за находившейся на перенесенном в уле участке четырехполосной трассы с заправкой. Горючка, которую он слил с фуры, с КамАЗа сектантов и с техники на МТС почти закончилась. И прежде чем ехать дальше, Сергей решил заправиться. Поле вокруг деревья было засажено довольно высокой кукурузой и заметить его с дороги было очень трудно. Понаблюдав за заправкой в оптику пару часов, Сергей решил выдвигаться. На заправке было пусто. Ни людей, ни тварей. Прекратив наблюдение, он спустился в кунг и усевший за руль завел двигатель. Доехав до дороги, он выехал на нее и оставшиеся до заправки 200 метров проехал по асфальту. Свернув на заправку, Сергей подъехал прямо к подземным мезервуарам. Заглушив двигатель, он прислушался и посмотрел по сторонам. На заправке по-прежнему было пусто. На его появление никто не отреагировал. Еще вокруг было как-то непривычно тихо, хотя на первый взгляд все было в порядке, но проснувшееся вдруг чувство опасности вновь не давало покоя Сергею. Оно просто приказывало ему заводить грузовик и валить отсюда подальше, но в то же время уехать он не мог, ему нужна была соляра. Он не спешил выходить наружу. Перейдя из кабины в Кунг, Сергей провозился там какое-то время. Затем, взяв из оружейного шкафа один из автоматов, открыл дверь Кунга и выбрался наружу. Тихо прикрыв двери, Сергей посмотрел на подземные емкости колонки и направился к зданию заправки. Войдя внутрь Сергея, стал искать аварийный генератор. Ему не хотелось морочиться с ручным насосом или набирать топливо ведрами. Генератор нашелся в подсобке. Проверив, есть ли в нем горючее масло, Сергей уже собирался включить его, но передумал и вместо этого вышел из подсобки. Выйдя в зал, в котором располагался небольшой магазинчик, закусочная и застекленная комната оператора с кассой, он сделал еще шаг и остановился. Перед ним, как раз на выходе, стояли три воинственного вида девицы в камуфле, брониках и так далее. Две, стоявшие справа и слева, нацелили в него свои автоматы. «Ну, наконец-то! Мы уж думали, что ты уже не появишься!» Усмехнувшись, произнесла одна из амазонок, та, что стояла в центре. «Ты это, автоматик, не лапай, и ручки держи так, чтобы я видела. Нет, лучше подними и учти, вокруг сидят мои люди!» произнесла девица, положив руку на висевшую у нее на поясе пистолет-кабуре. Сергей медленно взялся левой рукой за ремень автомата и передвинул его с груди на бок, затем также медленно поднял руки. «Хочешь узнать, как мы тебя выследили?» спросила она, глядя ему в глаза. Сергей бегло осмотрел ее, хорошенькая, даже красивая, однако комок и броник скрывали ее фигуру. «И как же, если не секрет?» спросил он. Девица посмотрела на него и хмыкнув произнесла «Это все Марго, она у нас ясновидящая, типа будущее предсказывает, дар у нее такой», указала она кивком на стоявшую справа девчонку. «Удивлен? Ну че, уделали мы тебя?» язвительно усмехнувшись произнесла она «Уделали, скажу честно, я такого не ожидал», произнес Сергей. «Ну и что дальше, так и будем здесь стоять?» спросил он. В это время Марго дернул свою командиршу за рукав, указала ей на Сергея, точнее на его правую руку, сжатую в кулак. «Чего у тебя там в руке?» спросила та. «Да так, одна хреновина», ответил Сергей. «А ну показывай давай», приказала командирша, выхватив пистолет. Сергей медленно опустил руку и немного оттопырил указательный палец. «И что это?» вопросительно посмотрела она на него. «А это?» переспросил Сергей. «Это вот от этого». Он открыл подсумки на груди и показал ей два плоских прямоугольника. «Ты чё? Прикалываться вздумал, мать твою?» уже закипая, спросил амазонка. «Это МОН-50М, мины осколочные направленного действия, модернизированные, почти точные копии американской противопехотной мины клеймор», ответил Сергей. «А в руке у меня взрыватель, кнопку я уже нажал. Если отпущу, рванет». Направленный ему в лицо ствол дрогнул. Девчонка растерялась, хоть и не подала виду. Ее подруги нервно сдрогнули. Кстати, здесь Сергей хлопнул по темно-зеленому корпусу противопехотной мины, на котором спереди красовалась черная надпись «К противнику». Находится шрапнель. Три сотни стальных шариков диаметром 8 мм. Если мины рванут, мы превратимся в фарш. «И че дальше? Чего ты хочешь?» «Вы опускаете стволы, и я ухожу?» ответил он. Тут подала голос девчонка, стоявшая слева. «Энджи, эй, энджи, давай я его завалю». «Я сильно в этом сомневаюсь, детка», ответил вместо Энджи Сергей. Девчонка покраснела от злости. «Да я тебе одной левой сделаю!» выкрикнула она. «Я клок-стоппер и...» «Тебе секунды хватит? Мне ведь только палец с кнопки нужно снять». Перебил ее Сергей. Девчонка уже собралась что-то ответить, но Энджи ей не дала. «Лаура, хватит, все, умолкни, он не живой нужен». Она опустила пистолет и произнесла обращаясь к Сергею. «Я не могу тебя отпустить». «Ну тогда мы все умрем». Сергей стал медно разжимать «Что сделают? Терять ему было нечего». «Стой, подожди, ладно». Энджи убрала пистолет кобуру и приказала девчонкам сделать то же самое. Нехоти они подчинились. «Ты можешь уйти, только в общем мне нужна твоя кровь». «Зачем?» спросил Сергей. «Это для моей дочери. Мы попали сюда вдвоем и у нее нет иммунитета. Ей всего 4 года. Ты ведь знаешь, что все, кто имеет вес больше 15 килограммов обращаются». Сергей кивнул. Энджи продолжила. «Сначала мы хотели передать тебя институту за жемчуг, но короче не вышло. Но я знаю, что твоя кровь тоже дает иммунитет. Не хуже, чем белый жемчуг. Но ты дашь ее мне». Энджи снова посмотрела ему в глаза. Сергей вздохнул, сжал взрыватель в руке. «Насчет иммунитета это правда, но в моей крови есть вирус, который вызывает мутации в организме. В общем, она или умрет в муках, или выживет. Шансы у нее небольшие». «Но мне сказали…» удивилась Энджи. «Мало ли чего тебе сказали. Три месяца назад я попал к внешникам. Уроды эти эксперименты нам не проводили. Они вводили мою кровь другим людям. Иммунным и своим зэком смирникам. Они все умерли. Так что сначала хорошо подумай». Энджи вздохнув сказала. «А чего тут думать? Белый жемчуг был моей последней надеждой. Но ведь ты же не сдашься». Глянула она на него. Сергей покачал головой. «Тогда это единственный выход», закончила она. Сергей снова вздохнул и спросил. «Шприц у кого-то есть?» Девчонки растерянно заозирались по сторонам. Марго, порывшись в своем рюзаке, достала пятикубовый одноразовый шприц. «Иди сюда, поможешь», сказал Сергей. Марго подошла и, закатав ему рука, воткнула иглу в вену. «Этого достаточно?» спросила Энджи, когда шприц наполнился. Сергей кивнул. «Да вообще для заражения нужно лишь несколько капель. А этой дозы тебе человек на сто хватит». Энджи забрала шприц у Марго и спрятала его. «Девчонки, уходим», приказала Энджи. Когда те вышли, она тоже попятилась к выходу. «Подожди», крикнул Сергей. Энджи остановилась. «У меня в грузовике ребенок, девочка». Энджи удивленно уставилась на него. «А откуда она у тебя?» У Килдингов нашел в машине. Ее родители убили. Послушай, забери ее с собой. Со мной ей не выжить. А у дочери твоей будет сестра. Возьми, а». «Нет, не возьму». «Черт, да почему нет-то?» «В У льи дети долго не живут», произнесла Энджи. «Да? А как же твоя дочка?» «Моя дочь это моя дочь. И прежде всего я должна заботиться о ней, а не о какой-то сироте приблудной. Лишний рот мне не нужен». «Ну ты сука». «Не я такая, жизнь такая. Привыкай, это Ули. Здесь главное выжить самому, а потом все остальное». Энджи обернулась и пошла к выходу. «Главное человеком быть, а не куском эгостичного дерьма», произнес Сергей, глядя ей спину. Ничего не ответив ему, Энджи вышла наружу. Оставшись в одиночестве, Сергей отключил взрыватель, затем быстро заправился, забравшись грузовик, проверил дитя и поехал дальше. Опасаясь, что обман раскроется, Сергей ехал днем и ночью, стремясь как можно быстрее оставить позади территории, контролируемые имунными. Через пять дней почти непрерывной езды он добрался до преддверия пекла. Стабов, на которой жили имунные, здесь это были совершенно дикие места, населенные лишь тварями, стаи которых кочевали между разбросанных повсюду городских кластеров. Сергей двигался вперед, время от времени поднимая в небо беспилотники. Когда на горизонте появлялись большие скопления тварей, он сразу же менял направление движения. Он не хотел рисковать младенцем. Сергей мог бы инфицировать ребенка своим вирусом, но он не знал, сможет ли слабый неразвитый детский организм выдержать те невероятные болезненные изменения, от которых он сам чуть копыта не отбросил. Поэтому вариант с вирусом он оставил на самый крайний случай. Девочка найденыш проснулась сама на третьи сутки. Вела она себя как-то немного странно. Никакого плача, криков и капризов, как это бывает у детей. Лишь когда ей хотелось съесть или пить, она начинала тихонько хныкать. У них с Ольгой детей не было. Все как-то не складывалось с этим. Поэтому Сергей не был уверен в том, что для маленького ребенка такое поведение является нормальным. Оставаться в пекле Сергей не собирался. Его план был прост как двери. Он хотел добраться до мегаполиса, места, где загружаются куски городов-миллионников и перебраться через него. Единственным слабым местом в его плане был ребенок, но просто бросить его Сергей не мог. Рука не поднялась бы выкинуть младенца из машины. Поэтому он и продвигался вперед с максимальной осторожностью, разведывая местность с помощью оставшихся дронов. Несколько раз ему приходилось проезжать через только что перезагрузившиеся городские кластеры. Чтобы не вызывать подозрения у местных ментов и вояк, которые дежурили на развернутых на въездах блокпостах, Сергей заранее запасся удостоверениями офицера СБУ, ФСБ, КГБ, Республик Беларусь и даже КГБ СССР, который нашел на таких же самых, но уже давно перезагрузившихся кластерах. Насколько он знал, сюда, как и в другие части Улья, в которых он был, в основном прилетали города из СНГ, Украина, Беларусь и куски европейской части России с Сибирью. Сергей старался искать только самые чистые бланки, чтобы не мучиться с переклеиванием фото и подделкой печати. Одновременно с этим он придумал и запомнил правдоподобную легенду, на случай, если его будут расспрашивать, так что и сечения блокпостов у него не было. Стоило ему засветить соответствующий ксиву и менты с военными на блоках, козыряя пропускали его. На машину он тоже наклеивал соответствующие опознавательные знаки и прикручивал спецномера. Остановившись перед очередным блокпостом на выезде из города, Сергей предъявил капитану российской армии ФСБшную корочку и, дождавшись, когда ему откроют проезд, нажал на газ, тронув машину с места. Едва лишь город скрылся из виду, он поднял воздух беспилотник и стал рассматривать окрестности с высоты птичьего полета. Закончив авиаразведку, завел грузовик и поехал дальше. Следующий кусок города, судя по нарисованным на бортах стоявших на блоке БТРов, синий-желтым флажкам и трезубом был украинским. Поменяв опознавательные знаки на грузовике, Сергей покатил блокпосту, предъявив на блоке документы и пообщавшись с пристально изучавшим его сбушную ксиву лейтенантом, он так же, как и в прошлый раз подождал, когда поднимут шлагбаум и уберут лежавшие на асфальте перед ним противотанковые мины. Едва дорога освободилась, он рванул с места. Он не собирался задерживаться в городе, в котором уже очень скоро начнется хаос. Продвигаясь таким макаром, Сергей все ближе подбирался к мегаполису. Свернув с дороги в очередной раз, он заехал в лесополосу на обочине и остановился. Затем снова запустил беспилотник. Когда он поднялся, Сергей направил его на облет местности. Глядя на изображение передаваемой с камеры на нем, сразу же за лесополосой, в которой он спрятался, находилось поле, за которым он увидел город. На краю поля у самой посадки была наезженная грунтовая дорога. Твари поблизости видно не было. Сергей пустил дрон вдоль дороги. Метров через 200 он увидел ехавшую по дороге машину. За ней угнался матерый рубер, размером с теленка. Машина не была похожа на те, на которых ездили иммунные. Это был обычный внедорожник. Свежая Киев. Сразу понял Сергей. Тварь уверенно догоняла машину. Сергей включил автопилот на пульте управления. Теперь дрон сможет вернуться назад сам, ориентируясь по сигналу радиомаяка. Усевшись за рулем, Сергей завелся и стронул тяжелую машину с места, ломая мощным бампером кустарники молодые деревья. Сергей выехал на полевую дорогу и двинулся следом за внедорожником. Он заметил его еще издалека и, загнав машину под деревья остановился. Рубер догнал внедорожник и теперь пытался вскрыть его когтями, чтобы вытащить из него еду. Сергей увидел за рулем мужчину. Тот лихорадочно пытался завести заглушший двигатель. Сидевшая сзади женщина истошно кричала, закрывая с собой детей. Отбросив монокуляр, Сергей схватил автомат и выскочил наружу, жалея о том, что с ним нет СКСа. Карабин пришлось оставить в Форде так же, как и пистолет. Было бы тупо, если бы рейдеры нашли его труп и не нашли стволов, а карабин ему сейчас очень бы пригодился. Спрыгнув на землю, Сергей побежал к внедорожнику. Когда до него оставалось метров тридцать, он на ходу скинул автомат и выпустил короткую очередь стоявшего к нему спиной Рубера, целив ему споровый мешок. Промахнуться с такого расстояния было трудно, однако он промахнулся. Как только он выстрелил, морду когтистой лапой, две пули из пяти пробив костяную броню засели в лапе. Остальные три, срикошетив от пластин свизгом, ушли в сторону. Зарыча тварь рванулась к Сергею. Не дожидаясь, когда тварь добежит до него, он ломанулся в посадку. Продравшись через кустарник, он добежал до первого же дерева. Сбежав по стволу, ухватился за ветку, подтянулся и прилепился к стволу. Через секунду кусты с треском разлетелись в стороны и на прогалину выскочил рубер. Потеряв свою жертву, тварь опустила башку и стала вынюхивать его. Сергей прицелился в нее из автомата, но затем опустил ствол. Помня о том, какая она резвая, он решил валить ее без шума. Дождавшись, когда она окажется внизу под деревом, он тихо вытащил топорик и бесшумно прыгнул вниз на спину руберу, одновременно замахиваясь для удара. Приземлившись на тварь, он рубанул топором по споровому мешку. Лезвие вошло точно между прикрывавшими его пластинами. Не ожидавшего такого рубер дернулся, пытаясь сбросить его. Прежде Сергей успел вытащить топорик и ударить снова. С противным хрустом лезвия глубоко вошло споровый мешок. Заурчав, тварь стала заваливаться на землю. Не удержавшись, Сергей грохнулся рядом, выпустив топор. Ничего если тут зверушки водятся, удивленно произнес он, поднявшись на ноги. Справа раздался трес развигаемых кустов. Сергей скинул автомат, целесно звук. Из кустов выскочил мужик, водитель недорожника. Че за слышь, братан? Шо тут происходит? Эпидемия что ли какая? Зволнованно спросил он. Убрав автомат, Сергей кратко в двух словах объяснил ему, куда он попал. Услышав проулить, тот выпал в осадок. Да ты гонишь, чувак! Выпалил он, придя в себя и все еще не веря в происходящее. Сергей пожав плечами, вскрыл споровый мешок Рубера, выколупал из него содержимое и направился к дороге. Забравшись в грузовик, Сергей проверил дитё и завел движок. Поддержав огнедорожнику, он увидел стоявшего посреди дороги и махающего ему руками того самого мужика. Притормозив, Сергей открыл дверцу. Слышь, ты правда того, не врешь? Нервно оглядываясь спросил тот. Нет. Слушай, тут такое дело, у меня жена заболела, ты не знаешь часом, где тут доктора найти можно? Сергей молча вылез из кабины и пошел к внедорожнику. В машине сидела женщина с двумя детьми. Взглянув ей в глаза, Сергей увидел, что ее зрачки начали менять форму. Она была неимонной. Эй, так что там насчет доктора? Переминаясь с ноги на ногу спросил мужик. Не поможет ей доктор, она обращается. Как? Кого? Видел тварюку в посадке? Мужик растерянно кивнул. Вот, она станет такой же со временем. Как? Да ты че? Не может быть! Я как так? Крикнул он и бросился к жене. Как так? Как так может быть вообще? Снова растерянно спросил новичок у Сергея. Слушай, ну, неужели ничего нельзя сделать? Ей нужен белый жемчуг, да и тебе тоже. Она дает иммунитет, но у меня его нет. А дети, они тоже того? Взглянула на Сергея. Дети нет, не сейчас, но все, что больше 15 килограммов здесь обращается. То есть и они могут? Сергея кивнул и произнес. Я даже в тебе не уверен. То есть, но ведь со мной все в порядке, только башка гудит, как с похмельюги, и пить хочется. Все зависит от иммунитета и особенностей организма. Одни обращаются за несколько часов, другие за двое-трое суток. Иммунными здесь становятся один-два человека из сотни, пояснил Сергей, протягивая ему флягу живцом, сделанным для ребенка. Хлебни это не спасет. А вот от спорового голодания да. Сразу же ответил Сергей на его немой вопрос. Сделав пару глотков, мужик хотел вернуть флягу. Оставь себе, у меня еще есть. Отмахнулся Сергей. Скажи, а где можно достать этот самый белый жемчуг? Забудь, его добывают из скреберов, тварей, которые тебе не по зубам. Чтобы заварить хоть одну из них, нужна будет целая армия. Услышав это, мужик сплюнул с досады и смачно выматерился. Вот же значит все, конец. Обреченно посмотрел на Сергея мужик. Этот его взгляд сразу напомнил Сергею о дне когда погибла Ольга. Как это место хоть называется? Все называют это место Улей или Стикс, но я бы назвал его Ад. Уж больно похоже. Глубоко вздохнув Сергей подождал пока мужчина малость поостынет и успокоится. Затем вытащил аптечку из внедорожника и достав из нее маленький одноразовый шприц наполнил его своей кровью и протянул мужику. Это чего? Моя кровь. В ней находится вирус который может ее вылечить. Он убивает местную заразу. Услышав это мужик скинулся схватил шприц и уже собирался идти к семье. Стой произнес Сергей это еще не все. Вирус вызывает очень болезненные изменения. Ее организм может не выдержать и твой кстати тоже. И какие у нее шансы если я примерно 50 на 50 у каждого из вас. Вы или умрете в муках или будете жить. Так что сначала подумай хорошо. Ладно пора мне. на запад не суйся. Там полно городов и тварей как грязи. Кстати место где мы сейчас находимся называется предверием пекла. Здесь можно встретить самых опасных тварей. Элиту и как правило она ходит не одна со стаей. Лучше езжай на восток. Сергей дал мужику карту и несколько памяток. На карте отмечены стабы на которых есть поселки иммунных. Да и вот еще. Сергей разделил потроха рубера и отдал мужику черную жемчужину янтарь горох и половину спаранов. Затем объяснил ему для чего они нужны и показал как готовить живец. У тебя ствол есть? Мужик отрицательно покачал головой. Сергей метнулся в грузовик и принес ему один из автоматов. Подсумок с тремя магазинами и еще отсыпал ему сотни три семерки с сынка. Машину свою завести сможешь? спросил Сергей. Мужик кивнул. С тачкой порядок. Она уже на ходу. Я ее тут немного подшаманил. Скажи, ты ведь это все не за просто так делаешь. Что я тебе должен за это? Ничего. Просто ты свежак, новенький. А новичкам здесь принято помогать. Обычай такой. Если надумаешь воспользоваться вирусом, найди хороший крепкий дом и заныкайся там, пока вас не попустит. Да, и еще. Сергей оторвал привязанный к грузовику лоскут от своего комка. Держи, на нем моя кровь. Привяжешь к тачке снаружи, чтоб твари не напали. Ну, бывай, поехал я. Сам тоже здесь не задерживайся. Попрощавшись, Сергей сел за руль и поехал дальше. Ехать до мегаполиса оставалось не так уж долго. Через сутки он должен был добраться туда. Когда на горизонте появился очередной город, Сергей, взглянув на датчик уровня топлива, решил заехать туда поискать горючее. Остановившись на окраине, Сергей запустил БПЛА, чтобы осмотреть окрестности. Когда дрон пролетал над одной из улиц, Сергей увидел на ней колонну военной техники. Точнее, то, что от нее осталось. Два бронированных грузовика, БМП и колесный танк, стоявшие посреди проезжей части, выглядели так, будто кто-то очень большой, их пожевал и выплюнул. Один из грузовиков вообще горел. Повсюду на асфальте валялись обглоданные трупы. Направив дрон по второму кругу, Сергей еще раз внимательно все осмотрел и решил подъехать ближе. Вскоре его грузовик уже катился по одной из улиц с предместья. Добравшись до раздолбанной колонны, он не стал подержать к ней вплотную. Остановился метрах ста. Высунувшись из люка на крыше, Сергей стал рассматривать колонну в бинокль. Рядом с танком крутилось несколько тварей. Видать, недавно подошли. Лотерейщик топтун и пару бегунов. Топтун с лотерейщиком гладали два разодранных трупа. Бегуны стояли в стороне, ожидая своей очереди. Сергей уже хотел заканчивать с наблюдением, но вдруг заметил краем глаза движение. В огромной витрине, находившегося рядом с колонной магазина, направив на нее бинокль, он увидел внутри магазина человека. Сергей чуть не сломал бинокль, когда увидел его лицо. Это был фара. Спустившись вниз, Сергей закрыл люк. Подойдя к ребенку, посмотрел на него. Круха лежала в патронном ящике из пола. Сергей накрыл ящик своим комком с пятнами крови. В области головы оставил небольшую сель. Он сделал это, чтобы скрыть ее запах. Выйдя наружу, он тихо закрыл дверь и бесшумно двинулся к магазину. Войдя внутрь и осмотревшись, Сергей почти сразу увидел фару. Тот сидел спиной к нему, между стеллажами и выглядывал через витрину на улицу. «Ну привет, падла!» сказал Сергей, подойдя к фаре со спины. Тот стал оборачиваться и в этот момент Сергей вмазал ему с ноги по морде. Фара растянулся на полу. Очухавшись, он выхватил из кобуры на поясе револьвер. Сергей наступил ему на руку с оружием. Раздался хруст. Фара взвыл. Заблокировав ее, он ударил его прикладом автомата по ребрам. Охнув, мур разжал пальцы, выронил револьвер на пол. «Помнишь меня, сука?» Фара замотал головой. Сергей, ткнув его стволом автомата в глаз, продолжил. «Шо нет, а девчонку, ту шестнадцатую, над которой вы поизмывались втроем». Глаза Фары расширились от дикого животного страха. Он вспомнил. «Слушай, не убивай меня!» просипел Фара, хватая ртом «Чего ты тут делаешь? И где остальные?» «Э-э, экспедиция в пекло! Мы сопровождали внешников!» «О как! А остальные где?» «Все там, на улице! Твари их сожрали! Стая раздолбала всю нашу колонну!» «А лютый где?» «Тоже на улице! Не убивай, а!» Сергей отступил назад, держа Фару на прицеле. «Я тебя не убью, я слово дал!» Сергей резко развернулся и выпустил короткую очередь в витрину. Стекло с грохотом разбилось. Зараженные сразу же среагировали и бросились к магазину. «Тебя убьют они!» произнес Сергей, продолжая смотреть на Фару. Он отступил в сторону, уступая дорогу, двухметровым угорел подобным Руберу. Тварь, обнюхав Сергея, повернула клыкастую морду к Фаре и, снова заурчала. «Нет, не надо!» заорал Фара. «Убей его! Я у меня вот...» Фара показала ему красный шарик в прозрачном пакете. «Это жемчуг! Убей эту тварь, и он твой!» Рубер подошел к Фаре и снова заурчал. Сергей молча смотрел на это. «Ну пожалуйста, завали его, завали!» кричал Фара. Он бросил жемчуг Сергею. «На, возьми, только убей ее!» «Помнишь ту девчонку Фара?» спросил Сергей. «А она ведь тоже вас твари просила!» Умоляла. «И чё? Послушали вы ее?» «Нет!» ответил вместо Фары Сергей. «Так почему же ты, сука, думаешь, что я послушаю тебя?» «Жемчуг, говоришь?» «Да подавись ты им!» Сергей раскрыл свою пасть. Откусил Фаре ногу тот заорал. Сергей не собирался смотреть на то, как Рубер будет жрать фару. Повернувшись к нему спиной, он направился к разбитой витрине. «А, сука, чтоб ты сдох!» Снова заорал Мур, когда Рубер вгрыз со своими челюстями в его бедро. Дотянувшись до револьвера, Фара кое-как взял его в руку и, прицелившись выстрелил. Пуля свизгом вошла в стену полуметре от Сергея. Он оглянулся, посмотрел на Фару и вышел на улицу. Промахнувшись, Фара приставил револьвер к виску и снова нажал на спуск. Курок щелкнул, но выстрела не было. Патроны закончились, Фара в ужасе заорал. Когда твари закончили пиршество и разбрелись, Сергей подогнал грузовик к остаткам горючку, он заправил свой грузовик. Тщательно обшаривать транспорт внешников он не стал. Взял лишь, лежавший рядом с трупом автомат с глушителем, пистолет и забрал все патроны к ним, которые нашел. Забравшись в грузовик, он поехал дальше. Преодолев за сутки последние 200 км, Сергей на следующее утро увидел на горизонте мегаполис. Выехав на ведущую к нему дорогу, он поехал по ней, в центре пекло к городу. Глава 21 Прежде чем сунутся в мегаполис, Сергей с помощью двух больших беспилотников разведал окрестности этого огромного города. Один беспилотник он направил на юг, второй на север. Оба дроны управлялись автоматически с пульта в грузовике. Судя по картинке, передаваемой камерами дронов, адский город протянулся на сотни км с севера на юг. По его окраинам, что на севере, что на юге, лежала сплошная черная мертвая пустыня. На северном краю мегаполиса, у самой черноты, находилась дорога, она тянулась вдоль черноты и уходила дальше на запад, вглубь города. Поразмыслив, Сергей решил не лезть в город, а ехать по окраине. Поскольку твари черонту не любили, то больших орд там быть не должно было. Ну, а если что пойдет не так, то можно будет сразу уйти на мертвый кластер. Тщательно заткнув все щели в машине, Сергей навесил снаружи дополнительные лоскуты от комка. Такие же лоскуты он повесил изнутри на вентиляционное отверстие в кунге. Затем усевшись за руль, захлопнул дверь кабины. Движок взревел, выплюнув черный дым. Сергей снял машину с ручника и порулил к мегаполису. Уже сутки Сергей ехал по протянувшейся по окраине мегаполиса дороги. Слева от него находился огромный город, а справа всего паре метров от дороги была черная бескрайняя пустыня. Твари, кое-где стоявшие вдоль дороги со стороны города, завидев его машину, начинали как всегда принюхиваться, но затем теряли к ней интерес. Жратвы в пекле им хватало. Слева в той стороне, где находились городские кварталы, часто происходила перезагрузка. Причем, как и говорил ему моряк, грузились несколько кластеров сразу. Сергей видел это с дрона. Подводить дрон к туману Сергей не рисковал. Так его можно было легко потерять. Изображение с камер хоть и было неважным, но все же позволяло Сергею увидеть то, что ему было нужно. Как только туман рассеивался, толпы голодных тварей бежали жрать. Такие моменты Сергею казалось, что все напрасно. Рано или поздно здесь найдутся хищники, которым будет насрать на его запах. И тогда все. Машина катилась по дороге, пожирая километр за километром. Как бы Сергею не хотелось давить педаль газа в пол и гнать гнать подальше отсюда, но все же он вынужден был время от времени останавливаться, чтобы разведать дорогу впереди. Местами дорога была забита машинами. Сергею приходилось расталкивать их. Наваренный спереди отвал сильно облегчал ему путь. Миновав очередной затор, Сергей остановился, поднял БПЛА, осмотрел дорогу впереди, затем продолжил движение. Дорога, по которой он ехал, была состыкована из кусков асфальтированных трасс, двухполосное шоссе превращалось в четырех или шести полосное, а затем снова становилось двухполосным. Солнце улья клонилось к закату, а Сергей продолжал ехать. Останавливаться на ночь возле кишащего тварями города он не хотел. Он решил ехать без остановок, до тех пор, пока в баках и в двух двухсотлитровых бочках кунге есть горючее. Ночь наступила, как всегда, мгновенно, как будто выключили свет. Сергею темнота не мешала, он продолжал ехать со скоростью 50 км в час, посматривая сторону города и время от времени останавливаясь на пожрать, сходить по нужде, перепеленать ребенка и так далее. Он гнал машину до самого утра. Как ни странно, но ночью возле дороги тварей было намного меньше, чем днем. В принципе, думал Сергей, это такие же живые существа, как и хищники на земле. Многим тоже нужен отдых и сон. Хуже всего Сергею пришлось под утро. Глаза просто закрывались, хоть спички вставляй. Он не спал уже третьи или четвертые сутки. Остановившись, Сергей вколол себе лошадиную дозу допинг-стимулятора, сделал вдох-выдох и поехал дальше. Утром, взглянув на спидометр, он увидел, что за минувшие сутки ему удалось проехать почти 4,5 сотни км, но этого было мало. Адский город все никак не кончался. Куски городов слева в большинстве своем были ему знакомы. Из всех виденных им здесь городов он смог узнать только Киев и Москву. Первый по куполам лавры и колокольни Софийского собора, а вторую по башням Кремля. Когда дорога пошла на подъем, он увидел их на горизонте. Поднявшись наверх, Сергей офигел. Прямо ему навстречу перла орда. Тварей было море, ими была забита вся дорога, аж до самого горизонта. Ехать навстречу орде у Сергея не было никакого желания. Матюкнувшись, он спустился с горы и, свернув на обочину, остановился у самой черноты. Нацепив на себя автомат, он взял ребенка на руки. Подумав, прихватил еще монку. Затем вылез наружу. Сергей решил переждать на черноте, пока орда пройдет мимо. Он сделал пару шагов, и под ногами у него захрустела антрацитово черная трава мертвого кластера. По черноте Сергей мог ходить свободно. После пары заходов на черный кластер, а это было еще на черных холмах, его организм приспособился, и чернота уже не вредила ему. Он скорее умер бы здесь от голода и жажды, чем от нее. А вот ребенку чернота не понравилась сразу. Причем настолько, что Кроха стала громко кричать и хныкать, и ему пришлось сколоть ей маленькую дозу снотворного. Когда она уснула, он, пристроив ее на груди, стал смотреть на дорогу. Орда, заполнившая всю трассу, дошла до машины. Сергею стало не по себе, когда он увидел сколько их. Большинство зараженных проходили мимо, даже не глядя на грузовики на них. Некоторые наоборот, остановившись у обочины, смотрели на них. Спустя два туманом. Твари сразу же остановились и стали ждать. Когда туман развеялся, Орда ломанулась в городские кварталы да с такой скоростью, что дорога опустила через минуту. Сергей не стал ждать, добежав до грузовика залез внутрь. Пристроив малую в ее ящике, сел за руль и запустив движок вдарил по газам. Грузовик помчался прочь, оставляя Орду позади. Проехав еще километров двести, Сергей снова остановился. Дорогу впереди сожрала чернота. Объехать это место можно было только через город. Хотя в том, что где-то там впереди есть шоссе, Сергей очень сильно сомневался. Чернота лежала до самого горизонта. Вывернув руль, он стал поворачивать налево в город. Добравшись до первого же перекрестка, Сергей свернул на улицу, идущую параллельно трассе. Через несколько километров дорогу ему преградил затор. Поддав газу, Сергей двинулся вперед, расталкивая машину отвалом. Грохот от этого стоял просто неимоверный. Все твари, которые могли находиться поблизости, просто обязаны были его усышить и примчаться на шум. Но улица была пустой. Лишь ветер гонял лежавший на мостовой мусор. До Судя по вывескам рекламным счетам, архитектуре здания и названия улиц, кусок города, в который он заехал, был не российским городом, да и не украинский или белорусский город-миллионник. Он тоже не был похож. Скорее всего, он прилетел из Западной Европы или из Штатов. Когда зато расстался позади, Сергей найдя подходящую площадку, поднял в воздух беспилотник. Он запустил сразу большой дрон, так как у него был больший радиус действия. Когда дрон поднялся в воздух, он направил его в сторону дороги. Картинки с камеры была скверной. Однако ее, Сергей, хватило, чтобы понять, дороги, по которой он ехал вначале, больше нет. Дальше ему придется ехать через город. Развернув БПЛА, он направил его на Запад, выставив на пульте максимальную дальность. Изображение, полученное им с камер, в этот раз сильно его обрадовало. Километров через 200, 250, густая городская застройка начинала редеть. Начинались районы, застроенные коттеджами. Кое-где были видны пятна черноты. Внезапно картинка с камеры исчезла. Экран покрылся помехами. Хана беспилотнику, произнес Сергей. Вырубив пульт, он пошел в кабину и через минуту уже ехал по улице, летел дрон. Несмотря на то, что вроде бы все шло как надо, на душе у Сергея было как-то неспокойно. Отчего-то было тревожно, как тогда на заправке. Открыв окно в кабине, Сергей принюхался. В воздухе пахло кисляком. Перезагрузка. Вот почему здесь нет тварей. Ругнувшись, Сергей подал газу. Глянув в зеркало, он увидел клубившийся позади туман. Разогнавшись до сотни, Сергей мчался к границе кластера. Когда колеса пересекли стык одной дороги с другой, он облегченно вздохнул. Ушел таки. Но не тут-то было. Кластер, на который он заехал, тоже начал грузиться. Да твоюж налево! Матюгнулся Сергей, когда все вокруг затянуло туманом. Свалить от перезагрузки он не успевал. Видимость резко упала почти до нуля. Врубив противотуманки, Сергей продолжал ехать. Вскоре туман сгустился настолько, что от фар уже не было никакого толку. Вырубив их, Сергей продолжил ехать вслепую. Грузовик кидало так, как будто он ехал по пересеченке, а не по ровному асфальту. Пару раз машина что-то протаранила с диким скрежетом и лязгом. Толку от этой езды не было никакого. Сергей нажал на тормоза и машина, въехав во что-то мордой, остановилась. Сергея приложила грудью об руль. Откашлившись, он выпал из-за руля и, задыхаясь от кислой химической вони, полез кунг. Ребенок лежал в своей люльке. Осмотрев его, Сергей облегченно вздохнул. Дитя было в порядке. Взяв ее на руки, Сергей отошел дальний конец кунга и положил ее там на пол. После вернулся и закрыл все бойницы и воздухозаборники. Вернувшись назад, взял малую на руки и сел с нее на пол. Гребанный туман все же по-малу просачивался в машину через самые маленькие щели, постепенно заполняя ее. Снаружи было еще хуже. Присмотревшись, Сергей увидел, что этот туман просто разъедает машину. Стальная броня, пуленепробиваемые стекла рассыпались в труху. Раздалось четыре громких хлопка. Машину сильно тряхнуло. Это лопнули покрышки. Туман уже заполнил кабину. Ребенок стал кашлять и реветь. Кислая химическая вонь наполнила кунг. Стало трудно дышать. Сергей поднялся на ноги. Внезапно большой кусок брони слева, рассыпавшись в труху, просто исчез. В появившуюся дыру хлынул туман. Матерясь, Сергей поднял ребенка над головой, а туман уже наполнил машину. Сергей стоял в нем по шею. Ребенок кричал, вырываясь из рук. В этот момент в правом борту тоже появилась дыра. Твою мать! Только успел сказать Сергей, прежде чем их накрыло с головой. Первое, что увидел Сергей, когда пришел в себя, это начищенные до блеска форменные туфли, стоявшего над ним американского полицейского. Сергей лежал на тротуаре в позе эмбриона, прижимая ребенка к себе. «Эй, мистер, с вами все в порядке? Вы слышите меня?» Коб слегка оттолкнул его ногу своей туфлей. Окончательно очухавшись, Сергей глянулся по сторонам. Вокруг них собралась толпа зевак. Некоторые снимали их на камеры телефонов. Оцепившая место происшествия полиция оттесняла напиравшую толпу назад, а у тротуара стояла машина скорой помощи. Совсем рядом, по проезжей части улицы, ездили машины. На противоположной стороне по тротуару шли по своим делам прохожие. Короче, вокруг была обычная городская суета. «Сэр, вы меня слышите?» Снова произнес Коб. «Да слышу, я слышу. Со мной все в норме», ответил на своем ломаном со страшным акцентом английском Сергей. Придерживая ребенка, он встал и осмотрел себя. Из одежды на нем были лишь камуфляжные штаны с оборванными ниже колен штанинами. Берцев на ногах и след простыл. Сергей стоял босой на нагретом летнем солнцем асфальте. Ребенок был вообще голым. «Ох, ё-моё!» Удивленно произнес Сергей. «С вами все в порядке?» Снова повторил Коб. «Да мне это... В общем, идти мне надо». Сергей сделал было пару шагов, но полицейский пригордел ему дорогу. «Сэр, вам придется поехать со мной в участок. Отдайте ребенка медикам и садитесь в машину». «Чего бы это?» Удивился Сергей. «Я что-то нарушил?» «Вы задержаны для выяснения вашей личности. Прошу вас, отдайте ребенка медикам». Рядом с Кобом тут же нарисовались двое санитаров. Сергей уже хотел было что-то ответить ему, но тут его толкнули в спину. Он машинально оглянулся и, воспользовавшись этим Коб, зараза, выхватил ребенка прямо у него из рук. На Сергея тут же налетели четверо полицейских. Они сшибли его с ног, печатав лицом в асфальт. Сергей опомниться не успел, как ему заломали руки за спину и на запястьях у него защелкнулись наручники. Он мог бы легко раскидать этих копов, да, только вот ребенку он бы этим не помог. Но еще бы пулю в колено получил бы как минимум за нападение на полицейских и сопротивление аресту. Поэтому Сергей лежал на тротуаре и не рыпался, внимательно наблюдая за тем, как санитары грузят детей в машину. На боку скорой большими буквами было написано «Амбуланса», а ниже буквами поменьше «Госпиталь имени Дж.А. Гарфилда». Загрузившись, санитары захлопнули двери и скорая, заняв место в потоке машин, помчалась по улице, завывая сиреной. Сергея поставили на ноги, зачитав ему его права, затем потащили к машине и запихнули на заднее сиденье. Вскоре он уже сидел в полицейском участке в допросной. Его не били телефонным справочником по почкам, не надевали ему на голову полиэтиленовый пакет или противогаз с закрытым клапаном и не засовывали ему дубинку в жопу, как это делали менты у него на родине. У местных детективов были другие методы. Например, восьмичасовой допрос, попробуй высидеть в восемь часов прикованный к столу наручниками. По поводу же предъявленных ему обвинений, Сергей вообще не парился. Через несколько часов купом будет уже не до него. Как он понял, его двойника, какого-то Майкла Коллинза, разыскивали ФБР и полиция за совершенное в пяти штатах убийство. В общем, промурожив его в допросной и ничего не добившись, Сергея запихнули в обезьянник. Только он устроился там поудобнее, как его снова выдернули, и, нацепив на ноги руки, соединенные цепью браслеты, повели на выход вместе с другими арестантами. Вскоре тюремный автобус, которым сидел Сергей, заехал во двор городской тюрьмы. «Мда, это уже начинает надоедать», произнес Сергей, когда его, переодетого в оранжевую тюремную робу, закрыли в двухместной камере. Он расстелил выданный ему матрас с бельем на нижней койке и, завалившись на нее, попытался уснуть. Проснувшись, Сергей выглянул через решетчатые двери своей камеры в коридор. У его камеры топтался пустыш в форме надзирателя. «Началось», понял Сергей. «Ладно, пора сваливать отсюда». Сергей попытался открыть двери. Дверь камеры была заперта. Он отодрал висевшую над умывальником отполированную пластину из нержавейки, которая заменяла зеркало. Просунув зеркало через решетку, Сергей осмотрел в коридор. В коридоре валялись обглоданные тела и кости. Повернув зеркало, Сергей через него осмотрел решетку снаружи. Замочной скважины на ней не было. Как он и предполагал, двери в камеры здесь открывались с помощью рычагов, как это показывали в американских фильмах про тюрягу. Когда его ввели в камеру, он видел похожий щит у входа в тюремный блок. Сергей направил зеркало на вход. Его камера находилась в метрах десяти от него. Щит с рычагами был прямо перед ним. Сергей убрал зеркало и вернулся назад к койке. Сорвал с нее одеяло и разорвал их на узкие полосы. У него ушло два часа на то, чтобы кое-как сплести из полос веревку. Оставалось только сделать крючок. Сергей разломал сетку на койке и из проволоки скрутил довольно прочный крюк. Привязав его к веревке, Сергей закрепил зеркало снаружи и просунул руки с веревкой через решетку. Глядя через зеркало, он раскрутил веревку и бросил ее на щит с рычагами. Когда крюк зацепился за рычаг, Сергей дернул веревку. Открылась дверь соседней камеры. Блин. Сдернув веревку, Сергей снова раскрутил ее и бросил. Ему понадобилось еще две попытки, прежде чем дверь его камеры открылась. Выйдя в коридор, Сергей направился к выходу из блока. На месте дежурного у щита с рычагами Сергей нашел связку ключей. Подхватив их, он направился дальше. Во дворе тюрьмы, Сергей увидел полицейский бронеавтомобиль Кайман. Двери в нем были раскрыты настиж. Усевшись за руль, Сергей завел его и порулил к воротам. Выбравшись из тюрьмы, Сергей доехал до полицейского участка, из которого его увезли несколько часов назад. Войдя внутрь, он отыскал в одном из помещений огромную карту города. Судя по карте, нужная Сергею больница находилась на 41-й западной улице. Но чтобы попасть туда, ему нужно было сначала добраться до Рокфорд-авеню. Узнав все, что нужно, Сергей направился к выходу. По пути заглянул в оружейку. Там было пусто. Прежде чем ехать в больницу, Сергей решил раздобыть оружие. Мало ли чего там в этой больнице может быть. Все-таки это пекло. Ох, нихера ж себе! Удивленно воскликнул Сергей, войдя внутрь специализированного, торгующего оружием маркета. По сути, это был гигантский торговый центр, в котором располагались десятки торгующих оружием и амуницией магазинов. Сергей, конечно, слышал, что в Штатах можно свободно купить пистолет или винтовку. Но чтоб в магазине продавалось армейское вооружение, такое он видел впервые. Магазины эти, конечно, пограбили. Но чтоб вынести все это, это надо было очень постараться. Перва-наперво Сергей переоделся. Сбросив тюремную робу, он надел натовский комок, берц и броник разгрузку. В общем, экипировался по полной программе. Из оружия взял 10-мм Глок. Израильский Галил под 7,62х51. По сути, Галил. Это тот же Калашников, только измененный израильтянами. Еще Сергей захватил ручной пулемет ФН, Миними, под натовский 7,62. Патроны Сергей брал только бронебойные. И еще Б-3, полуоболочку и глейзеры. Магазины для автомата Сергей взял 45-патронные. Снарядив 10 магазинов, он соединил их попарно каплерами и распихал по подсумкам. Одну спаргу Сергей вводнул в автомат. Покончив с автоматом, он снарядил 3 300-патронных ленты для пулемета. Одну зарядил в пулемет. Зарядив пистолет, он забросил во взятые им тут же в магазине большой рюкзак и сумку цинки с патронами, ленты. Прихватил еще нож, топорик почти такой же, как у него был. Взял еще бинокль и найденную в одном из магазинов противопехотную мину клеймора. Вооружившись до бровей, он вышел на улицу. Дойдя до Каймана, Сергей забросил взятое им барахло внутрь и сел за руль. Чем ближе Сергей подъезжал к больнице, тем меньше у него было уверенности в том, что девочка еще жива. Но все же он хотел убедиться в этом до конца. В городе уже был настоящий ад. Кучи трупов, завалы из машин, пожары и так далее. Чтобы добраться до 41-й западной, Сергею пришлось объезжать чуть ли не полгорода. Улицы повсюду были забиты транспортом. В одном из кварталов Сергей увидел церковь, окруженной баррикадами. И баррикады эти были завалены трупами убитых тварей. Бегло осмотрев это место, Сергей понял, что люди, жившие в этом квартале, собрали всех, кто не мог держать оружие в руках, спрятали их в церкви и, заняв вокруг нее круговую оборону, отстреливались до последнего патрона. Когда же патроны закончились, защитники схлестнулись с тварями в рукопашную. Люди, защищавшие это место, знали, что противник пленных не берет, он их ест. Поэтому и держались до конца, защищая своих родных и близких. Объехав баррикады, Сергей наконец выехал на 41-ю улицу. Ему пришлось потратить еще час, чтобы добраться до больницы. Улица так же, как и везде, была забита транспортом. Припарковавшись на тротуаре у входа, Сергей прихватил автомат и пулемет и зашел внутрь. Почему детскую клинику назвали в честь одного из американских президентов, он не знал. Да ему было пофиг. Чтобы не обыскивать всю больницу, он сразу направился в регистратуру, переступая через лежавшие на полу обглоданные трупы. Свет в больнице еще был. Должно быть, здесь работали аварийные генераторы. Покопавшись в компьютере, Сергей выяснил, что ребенок находится в инфекционном отделении в карантине. Добравшись до инфекционного, он увидел там полный разгром. Все было залито кровью. У одного из карантинных боксов топталась толпа голодных зомбаков. Присмотревшись, он увидел за прозрачным стеклом бокса своего ребенка. Пустыши топтались у бокса, пытаясь разбить бронестекло. «Эй, уроды, идите сюда!» – крикнул Сергей, шмальнув из пулемета в потолок короткой очередью. Пустыши ломанулись к нему. Это были недавно обратившиеся пустыши. Поначалу они очень тупые. Жрут все подряд. Поодиночке они не опасны. Но толпой могут и задавить. Сергей выбежал в коридор. Добравшись до лестницы, он поднялся на один марш и занял позицию на площадке между этажами. Когда зараженные выбежали на лестницу, Сергей стал косить их из пулемета, отсекая короткие, по 10 выстрелов очереди. Расстояние было плевым, и Сергею удалось свалить одной пули сразу несколько зараженных. Вскоре лестница была завалена трупами. Перестреляв подтянувшийся снизу на шум тварей, Сергей вернулся в отделение. «Привет, солнышко!» «Ну, как ты тут?» Спросил Сергей, взяв ребенка на руки. «Пойдем, погуляем!» Держа ребенка на руках, Сергей направился к выходу, поправляя, висевшись спереди на ремне пулемет. Отъехав от больницы подальше, он остановился у супермаркета, чтобы запастись едой. Оказавшись внутри, Сергей первым делом нашел отдел с товарами для детей. Ребенку нужна была одежда, и не только. Найдя все необходимое, он переодел ребенка прямо в магазине. Затем он направился в продуктовый. Он еще наполнял тележку продуктами. Когда снаружи послышался усиленным мегафонами голос. «Эй ты, слушай сюда! Здание окружено! Деваться тебе некуда! Бросай оружие и выходи! Даю тебе две минуты, потом начнется штурм!» Сергей осторожно выглянул на улицу. Через витрину перед магазином стояли бойцы в черной камуфле и масках, а перед ним стоял их командир с мутюгальником в руке. «Шо за херня?» вырвалось у Сергея, когда он увидел лицо командира. Оно было серым, как цемент. Волос на голове у него не было. Лысый, как коленка, череп был таким же серым, как и лицо. Вот это красавец! Наверняка это какие-то сектанты, вули их, как грязи. И встреча с ними не обещала им ничего хорошего. Увидав свой команд позади шеренги бойцов, Сергей выругался про себя. Расслабился. Запасного БК у него теперь нет. Оттолкнув тележку, он отступил к служебному ходу. Принимать бой простреливаемым насквозь витрины в торговом зале было глупо. Пройдя через двери, Сергей побежал по коридору с ребенком на руках. Пробежав перекресток, Сергей одолел еще метров 30 и остановился. Сука, да че ж так не при... Коридор упирался в двери склада. Сбив топориком замок на них, он открыл обе створки настиж. Внутри были стеллажи с каким-то барахлом, а на полу стояли поддоны с мешками. Он зашел за стоявший вторым поддоном и, положив ребенка на пол, снял оружие, разгруз, затем, стащив себя броник, завернул в него кроху, после чего стал готовиться к бою. Взяв миними, он разложил сошки и поставил пулемет на мешки. Рядом положил автомат. Позиция у него была отличной. Через двери он мог просреливать весь коридор и перекресток. Просто так его отсюда не выковырить. Сергей проверил боезапас. В пулемете была 300-патронная лента. Кроме того, у него было 10 магазинов к автомату. Не считая пистолета, на 20 минут хорошего боя хватит. Это если он сможет продержаться эти 20 минут. Проверив ленту, Сергей дернул затвор, досылая патрон в патронник и прижал приклад пулемета к плечу. Вот и все. Конец пути. Живыми отсюда им точно не выйти. Сергей мог бы сдаться. Да вот только он не видел в этом никакого смысла. Все равно они умрут. Его наверняка перед смертью будут долго мучить. А дитё просто бросят здесь. На съедине тварям. Сироты вули никому не нужны. Так что возиться с ней никто не будет. Сердце его сжалось, когда он посмотрел на ребенка. Отвернувшись, Сергей сделал вдох и выдох и приготовился. Отпущенные ему две минуты казались вечностью. Отгоняя все еще теплившуюся в глубине души надежду, он снова задумался. Там, на болотах, в аэропорту и на выступе он выигрывал потому, что охотившиеся за ним рейдеры и наемники не воспринимали его всерьез. А ему терять было нечего. Он был готов умереть. Наверное, поэтому и везло офигенно. Но сейчас это везение закончилось. Фортуна повернулась к нему задом. Эти парни гораздо круче рейдеров и наемников. Штурмовать здание посреди наводненного тварям города в самом сердце пекла ни один иммунный не решился бы. Да и сонуться сюда большинство иммунных просто побоится. Кто же такие эти ребятки? Грохот бьющегося стекла прервал его размышления. Двери служебного хода распахнулись и в коридор вошли бойцы в черных комках и масках. Выстрелившись в колонну по одному, они укрывались за бойцом, несшим щит со стробоскопом. Подпустив их к перекрестку, Сергей дал очередь по мигающей хрени, а затем стал стрелять по ногам. Остались отвергые выстрелы. Завалив щитовика, Сергей стал расстреливать остальных. Коридор наполнился грохотом пулеменных и автоматных очередей, криками раненых и трупами. Из боковых коридоров тоже открыли огонь. Сергей дал пару очередей. Шугану вылезших было оттуда бойцов. Потеряв половину людей, первая группа отступила. А затем Сергей услышал. Эй, там! Ты, наверное, ждешь, когда на шум сбегутся твари и сожрут всех нас? Не надейся! Этот сектор мы отключили. Выходи, и тогда умрешь быстро. Обещаю! Да пошли вы на... Сергей дал короткую очередь из пулемета. Ну, как хочешь. Через минуту из бокового коридора выкатился щит. Сергей выпустил по нему очередь. Пули с визгом отрикошетели от щита. Вот же засада, удивился он. В центре щита открылась амбразура, и из нее высунулось рыло тяжелого пулемета. Прогрохотала длинная очередь. Зачем еще одна? Крупнокалиберные пули влетали через дверь. Рикошетели от стен и прошивали поддоны с мешками насквозь. Пятидесятый калибр. Бронебойные. Мелькнуло в голове у Сергея. Одна из пуль попала в правую руку и оторвала ее выше локтя. Сергей увидел, как рука отлетела в сторону и шлепнулась на пол у стеллажей. Вторая пуля ударила в живот. Продилов там дыру, и перебив ему позвоночник, вышла наружу. Он упал на стоявший сзади поддон с мешками и съехал по нему на пол. Минеющими пальцами левой руки Сергей нащупал тонкий шнур, привязанный к кольцу чеки-взрыватель, лежавший у него в подсумке противопехотный минный клеймор. Глянув на ребенка, Сергей увидел распахнутый броник и большую пулевую рану на ее крохотном тельце. Вокруг нее по распашонке расплывалось большое красное пятно. «Прости, малая, не уберег я тебя», прошептал Сергей. Изо рта у него хлынула кровь. Из коридора, осетинившись стволами, на склад вошли бойцы в черном. Их командир, встав над Сергеем, ухмыльнулся. Сергей, криво усмехнувшись, в ответ потянул за шнур. ЧК взрывателя выскочила с головным щелчком. Грохнул взрыв. Глава 22. Сидевший за столом серокожий лаборант в белом халате вскочил, когда в лабораторию вошло начальство. Ну, как тут ваш подопечный? Его жизненные показатели в норме, сэр. Сейчас он в глубокой коме. Отлично. Скажите, док, мы можем его реанимировать? Да, сэр. Ну зачем? Экспериментировать с ним вы можете и так. Нет. Он должен быть в сознании. Он должен все видеть, слышать и чувствовать. Вы меня понимаете? Да, сэр. Когда прикажете начать? Начинайте прямо сейчас. А-а-а. Зачкал очнувшийся Сергей. Все его тело пронизывала обжигающая лютая боль. У него в ушах все еще стоял грохот взрыва. А перед глазами он видел пулевое отверстие на маленьком детском тельце. И гаденькую хмылку того серокожего козла, которого он взорвал на складе вместе с его бойцами. Попытавшись пошевелиться, Сергей обнаружил, что он стоит замотанный в какой-то кокон, как мумия. «Ах, как я вижу, ты в полном порядке!» Сергей повернул голову на голос и обомлел. Перед ним топтался какой-то серый хрен в белом халате. «Должно быть медик, а рядом стоял тот самый лысый козел, которого он взорвал на складе. Сука, да как же так? Шестьсот восемьдесят грамм С4 и шрапнель. Да этим можно мамонта завалить, а этому козлу все нипочем. Кто же ты такой, падла?» «Что, Сережа?» Удивлен? Ухмыльнулся лысый. «Мы все о тебе знаем. Мы вели тебя с самого начала!» «Да идите вы нахер, суки серожопые! Дайте мне умереть спокойно!» Обрезав пересохшие губы, выдавил из себя Сергей. «Э, нет! Ты умрешь только тогда, когда мы тебе позволим. Не раньше!» Усмехаясь, ответил лысый. «Кто вы вообще такие? Внешники?» «Нет, мы контролеры Улья!» «Вот как! И шо же вы такого тут контролируете?» Попытался освободиться Сергей. «Там равновесие и порядок Улья. Так сказать, следим за тем, чтобы это место оставалось таким, каким оно есть. Ты же, оказавшись здесь, попытался все нарушить. И чего же я такого сделал-то, а? Твой вирус? То, что он убил споры грибов тебе, это ладно. Хрен с ним!» – произнес лысый. И вдруг, изменившись в лице, взглянул на Сергея взглядом полным ненависти. «Но ты стал заражать им других, и этим ты нарушил порядок!» «Слышь, какой еще порядок?» Сергей еще раз дернулся, пытаясь высвободиться. «Может, расскажешь? А то я что-то не в курсе!» Лысый посмотрел ему в глаза и подошел к Сергею вплотную. «Все очень просто. Люди, у которых нет иммунитета, должны либо обращаться, либо умирать. Если у них нет белого жемчуга, конечно. Но ты со своей заразой попытался все испортить». Лысый повернулся, отойдя от него, на пару шагов продолжил. «Мы ведь знаем, что тебя не жрут твари. Ладно бы ты был один такой, но ты дал свою кровь другим, тем, у кого не было иммунитета. А так нельзя. В улье не должно быть тех, кого не жрут твари. Люди должны быть всегда слабее. Людей должно быть всегда меньше, чем зараженных. Это и есть порядок. А чего же вы тогда меня сразу не убили? Мы думали, ты не выживешь. Мы ждали, что улья сам тебя убьет. Но ты оказался на редкость живучим и хитро сделанным. Нам пришлось вмешаться, потому что ты слишком далеко зашел. Обычно мы сами никого не убиваем. Мы делаем это чужими руками. Но ты особый случай». Лысый подошел к какому-то пульту и стал колдовать над ним. Сергей тем временем осмотрелся вокруг. Он находился в какой-то лаборатории. Повсюду стояло неизвестное ему оборудование. Пульты, мониторы, стены и пол в этой самой лаборатории были белого цвета. В стене напротив находилась дверь, рядом с которой висел какой-то шкаф. Внезапно его что-то укололо. Сергей, скосив глаза, увидел две иглы, вонзившиеся ему не в прикрытые коконом плечи. Такие же две иглы воткнулись ему в ноги. «Че за хрень ты мне колешь?» – спросил он, когда почувствовал, как его руки и ноги онемели. «Нравится?» – ухмыльнулся Лысый. «Это мое изобретение. Препарат, который вызывает паралич мышц. Двигаться ты, конечно, не сможешь. Но вот чувствовать будешь все. Правда удобно. И наручники не нужны». Лысый кивнул, глядя на лаборанта. Тот подкатил каталку и чем-то щелкнул на коконе. Кокон раскрылся, и Сергей рухнул на каталку. Поправив его, лаборант откатил Сергея на середину зала и, остановив каталку, отошел к столу. Лысый тем же временем подкатил Сергею столик, на котором были разложены хирургические инструменты. «Резать меня будешь?» – спросил Сергей. Лысый, растянув губы своей гаденькой, ухмылки кивнул. «Буду, понимаешь, мы ведь пока не знаем, что ты такое». Так что… Лысый вернулся к пульту и, повернувшись к Сергею спиной, снова стал что-то делать. «Кстати, а ведь это мы направили Туарду к тебе, а затем навели ее на тот стаб. Как там его? Металлист, что ли?» – не оборачиваясь, произнес Лысый. «Так что это из-за нас тебя объявили вне закона». «И зачем вам это нужно было?» Сергей попытался пошевелить пальцами левой руки. Вроде бы получилось. Он задавал вопросы, чтобы потянуть время. Сергей надеялся, что его вирус сможет нейтрализовать то дерьмо, которое серокожей ему вкатил. В то, что ему удастся вырваться отсюда и сбежать. Сергей вообще не верил. Уж больно эти ребятки крутые. Ну и подыхать вот так вот, как подопытный кролик, он тоже не хотел. «Если уж помирать так с музыкой». Анимини потихоньку начал отступать. «Все-таки вирус работал». «А ты до сих пор не понял? Какой же ты тупой, Сережа? Мы хотели убить тебя руками рейдеров. Мы всегда так делаем. Устраиваем войны между иммунными, напускаем орды на стабы и еще много чего. Когда людей становится слишком много, когда они набирают силу, тогда на сцену выходят. Мы и восстанавливаем равновесие. Кстати, те, кого ты заразил, мы знаем, кто они и где они. Мы их тоже достанем. Всех. Даже не сомневайся в этом». Анимини немного отступило. Сергей посмотрел на стоявший каталке столик с инструментами, а затем поискал взглядом лаборанта. Тот стоял у стола и что-то рассматривал. Кстати, после того, как ты начал распространять свой вирус, нам пришлось устроить перезагрузки на нескольких стабах. Не самим, конечно. Мы, как всегда, сделали это чужими руками. Использовали каких-то сектантов. Эти идиоты до сих пор верят в то, что они исполняют волю Стикса. Вот придурки. Обернувшись, произнес Лысый. «Зачем? Это же столько людей». «Мы восстанавливали равновесие. Порядок прежде всего». Усмехнулся Лысый. «Ладно, потерпи еще немного. Скоро начнем». Ухмыльнулся он и, снова повернувшись к какому-то пульту, стал нажимать на нем кнопки. Почувствовав, что левая рука почти восстановилась, Сергей, убедившись, что лаборант на него не смотрит, схватил лежавший на столе длинный ампутационный нож и метнул его, целясь толстую бычью шею серокожего мудака. Как раз в этот момент серокожий обернулся и, мгновенно оценив ситуацию, ушел в сторону. Нож пролетел мимо. Лезвие лишь чиркнуло Лысого по щеке и, пролетев еще пару метров, воткнулось висевший у двери шкаф. «Ты за это дорого заплатишь», – тронув сёку рукой, прошипел контролер. Платить Сергею не пришлось. В следующее мгновение раздался громкий хлопок и из шкафа повалил черный дым и посыпали искры. Дважды мигнув в лаборатории, погас свет, а затем отъехала в сторону дверь. «Да ладно», – удивился Сергей. «Что ты сделал, ублюдок?», – заорал Лысый. «Да я ж тебя сейчас!» Он выхватил пистолет из кобуры и, озираясь, стал искать его в темноте. В отличие от Сергея, ночного зрения у него не было. Сергей перекатился на бок и шлепнулся на пол. Его правая рука и ноги еще не пришли в норму, но глаза уже хорошо видели в темноте. Увидев стоявшего со стволом контролера, Сергей толкнул каталку ногой в его сторону. Тот вслепую сделал шаг ей навстречу, и каталка въехала ему в живот. Запнувшись об нее, Лысый потерял равновесие и сделал пару шагов назад. В этот момент в лаборатории зажглось освещение, и контролер въехал спиной в этот самый электрошкаф у дверей. Там его хорошенько долбануло током. Подрыгавшись минуту или даже две, контролер рухнул на пол. Поднявшись на ноги, Сергей подошел к нему и поднял валявшийся на полу пистолет. Серокожий лежал на полу и дымился, дергаясь в конвульсиях. Сергей выстрелил ему в затылок, расплескав его мозги по белоснежному кафелю. Прятавшийся все это время под столом лаборант попытался быстро и незаметно прошмыгнуть в открытые двери. Но Сергей выстрелил ему в ногу, и тот, вопя от боли, растянулся на полу у двери. В следующее мгновение, где-то в глубинах находившегося за дверью коридора, прогремел взрыв. Затем завыла сирена, и пару секунд спустя Сергей услышал. Внимание! Разгерметизированы лаборатории 2, 4, 6. Уровень биологической опасности красный. Внимание! Сергей подошел к лаборанту и пнул его ногой. Эй ты! Что это значит? Говори, сука! Лаборант хватал воздух ртом, прошамкал. Это, это очень плохо. База, она, ее скоро не будет. Словно в подтверждении его слов, тот же самый противный голос сообщил. Внимание! Уровень биологической опасности красный. Активирована система самоуничтожения комплекса. До взрыва 20 минут. Всему персоналу немедленно покинуть базу. Сергей пнул лаборанта по ребрам. «Хорош валяться, вставай, падаль! Веди меня к ребенку, гнида!» Серокожий кряхтя поднялся и снова прошамкал. «Ребенка здесь нет! Мы его не брали!» Сергей, схватив лаборанта за грудки, кнул серокожему стволом пистолета в глаз. «Тогда какая с тебя херам польза?» Лаборант вздрогнул, увидев, как Сергей жмет на спуск. «Не убивайте меня!» Звизнул он. Сергей ухмыльнулся. «С чего бы это? Ты можешь вернуть мне жену, друзей? Можешь вернуть меня назад в нормальный мир?» Лаборант замотал головой. «Нет, но я знаю, как отсюда выйти». «Да мне ***!» – крикнул Сергей. «Ваш *** улей и так убил всех, кого я знал. Так что мне уже все равно!» Он почти выстрелил. Но лаборант вдруг закричал. «Хорошо, хорошо. Я покажу, только не стреляй!» Лаборант выскочил в коридор и поковылял по нему, держась за стену. Дойдя до нужной двери, он шагнул в нее. Сергей шел за ним, подталкивая его стволом в спину. Помещение, в котором он оказался, было похоже на лабораторию. Ребенок лежал посреди него на столе в какой-то капсуле. «Она жива?» – спросил Сергей, ткнув лаборанта стволом под ребро. «Да, но ее нужно реанимировать». «Ну так давай, че ты телишься?» Снова ткнул лаборанта стволом Сергей. «М-м-м-м, я-я не успею, времени мало!» Вскрикнул лаборант. Сергей схватил его за воротник и произнес. «А ты постарайся!» «Умрет она, сдохнешь и ты!» Толкнув его к столу, Сергей ряпкнул. «Давай дело, я сказал!» Лаборант подошел к столу и дрожащими руками стал включать стоявший рядом с капсулой аппарат. Наблюдая краем глаза за серокожим, Сергей осмотрелся и натянул на себя висевший там же в лаборатории защитный комбез. Бегать по базе голым было как-то не с руки. «Ну скоро ты там!» «Я уже почти закончил!» «Еще немного осталось!» Приглядывая за лаборантом краем глаза, Сергей увидел лежавший на одном из столов какой-то похожий на смартфон прибор. Покрутив его в руках, он попытался его включить, и у него не получилось. Сергей бросил его в карман комбеза и увидел на том же столе два маленьких прозрачных флакона с зеленой жидкостью. Он взял их и повернулся к лаборанту. «Ну что ты там? Готово?» Лаборант обернулся. «Да, я закончил!» Сергей подошел к столу и взял ребенка на руки. Перед этим завернув ее в какое-то покрывало. «Слышь, это что такое?» Сергей показал лаборанту флаконы. «Это антидот!» «Ты хочешь сказать, что это?» «Да, слушайте, нам нужно уходить, скоро будет взрыв!» Нервно комкая халат руками произнес лаборант. Сергей спрятал флаконы и с ребенком на руках двинулся к выходу. Серокожий быстро похромал за ним. «Показывай, куда идти!» «Туда!» Серокожий тнул рукой в конец длинного коридора. Сергей рванул вперед. Лаборант, поотстав, хромал за ним. «Сколько у нас времени?» «Минут шесть осталось!» В это время послышался тот же самый противный механический голос. «Внимание! До взрыва осталось четыре минуты!» Сергей бежал по коридору. Лаборант отстал на несколько метров от него. «Слышь, а как так получилось? Ну вот все это!» Крикнул Сергей на бегу. «Здесь все управляется компьютером. Когда вы устроили короткое замыкание, система сдохла». «Хреновая у вас система!» Ухмыльнулся Сергей. «Скажи, а как тот лысый выжил? Я же его взорвал!» Лаборант закашлялся и произнес. «А это и не он. Это его клон!» Они добежали до конца коридора и повернулись за угол. «Во как!» – удивился Сергей. «Но куда дальше?» – взглянул он на лаборанта. «Прямо и направо. Там дверь аварийного выхода на поверхность». Не слушая дальше, Сергей, что есть мочи, припустил по коридору. Свернув направо, Сергей увидел впереди стальную гермодверь со штурвалом. Он добежал до нее и, положив ребенка на пол, схватил штурвал двумя руками и попытался провернуть его. «Зараза!» Сергей дернул рукоятку стопору штурвала и снова крутанул его. Открыв гермодвери, Сергей запрыгнул в них вместе с ребенком. «Подождите меня!» Сергей вернулся и увидел выбежавшего из-за угла лаборанта. В этот момент послышался гвозь взрывов. Один из них прогремел совсем рядом. Пыхнувшее из-за угла пламя охватило лаборанта. «А-а-а-а!» Заорал тот не своим голосом. От следующего взрыва треснули стены и от потолка стали отваливаться куски бетона. Один из них упал серокожим на голову. Высунувшись наружу, Сергей ухватился за штурвал на обратной стороне и захлопнул гермодверь. Он успел провернуть штурвал три или четыре раза, прежде чем мощный удар из коридора выгнул ее. Оглянувшись, Сергей увидел, что он находится на дне глубокой шахты. На противоположности тени шахты он увидел винтовую лестницу. Она привела его к стальной двери, за которой находился тоннель метро. Увидев свет в конце тоннеля, Сергей пошел в ту сторону. Выбравшись на поверхность, Сергей продолжил идти по рельсам. Он понятия не имел, где находится. На поверхности рельсы пошли на подъем, и вскоре Сергей оказался на эстакаде. Шагая по ней, он огляделся по сторонам. Высоченных небоскребов и плотной городской застройки здесь не было. Здания вокруг были трех-четырехэтажными. За ними Сергей увидел участки, застроенные коттеджами и особняками. На западе, далеко на горизонте, он увидел черноту, а за ней полосу нормальной земли. Оглянувшись назад, Сергей удивленно присвистнул. Позади был небольшой участок нормальной земли, а за ним лежал город, покрытый чернотой. Он увидел антрацитово-черные пятидесяти и стоэтажные небоскребы, покрытые чернотой улицей, и все это тянулось на много километров. Постояв еще немного, Сергей пошагал дальше. Спустившись со эстакады, он шел до самого вечера. Солнце уже было у горизонта, когда он добрался до участков с коттеджами. Для ночлега Сергей выбрал большой особняк, обнесенный довольно высокой стеной. Хозяя внутри не оказалось, повсюду валялись лишь кости. В подвале совника Сергей обнаружил вход в бункер. А еще Сергей обнаружил в бункере целый арсенал. Хозяин этого дома, должно быть, увлекался выживательством. Или готовился к концу света. Только вот после переноса иммунитета у него, скорее всего, не оказалось. А может и твари сожрали. Как бы там ни было, у Сергея теперь было надежное место для ночлега. В бункере было безопасно, как в сейфе. А еще у него была еда, вода, оружие и одежда. Он устроил ребенка на кровати в спальне и пошел в ванну. Содрав там себя комбез, Сергей впервые смог рассмотреть себя в зеркало. Вот же херня какая! Грудь, живот и руки Сергея были покрыты страшными шрамами. Лицо тоже было покрыто рубцами. Он выглядел, как франкенштейн какой-то. Хорошо же его посекло шрапнелью. Самый большой рубец был на левом боку, там, где находился под сумок с миной. Выйдя из ванной, Сергей оделся в один из найденных в бункере комков. И, взяв в баре литровую бутылку текилы, уселся в большое кожаное кресло. Твари! Уроды серожопые! Ну вот зачем они его оживили? Ему было так хорошо там. С ним была Ольга. И девочка найденыш. А теперь ему снова придется бродить по этому гребаному улью. Вся эта беготня, стрельба! Как же все это достало! Сергей хлебнул еще текилы. И, отгросив пустую бутылку, взял еще одну. Вскоре усталость и алкоголь сделали свое дело. Сергея развезло, и он уснул прямо в кресле. Проснувшись, Сергей направился в ванную. По ощущениям, он проспал целые сутки, не меньше. Умывшись, он стал вытирать лицо полотенцем. И тут вдруг его взгляд упал на лежавший на полу возле умывальника комбез. Сергей отложил полотенце и поднял его. В карманах комбеза он нашел пистолет, похожий на смартфон прибор и два маленьких прозрачных флакона с зеленой жидкостью. Жаль, конечно, что ему не удалось расспросить того лаборанта поподробней. Ну да ничего не попишешь. Сергей распихал все по карманам и вышел из ванны. Ребенок уже проснулся. Сергей покормил ее найденными в бункере детским питанием, а затем, открыв банку мясных консервов и галеты, стал завтракать сам. По крайней мере, теперь за ним никто не будет гоняться. Охотники за головами, наемники и рейдеры вряд ли сюда доберутся. Поживав, Сергей направился в арсенал и провел там два часа, подбирая оружие и снарягу. Он решил двигаться дальше, на запад. Сергей хотел найти спокойное место, какой-нибудь встав вдали от пекла. Оставаться в этом чертовом мегаполисе ему не хотелось. В арсенале он взял себе 10-мм пистолет Зигзаур П-226 под патрон 10 мм, кабуру на него и все 12-зарядные магазины, которые он нашел. Израильский Галил калибра 7,62х51 НАТО и 8,35 патронных магазинов к нему. На автомате стоял современный обвес, пластиковое цевьё, небольшая шахта магазина с кнопкой-фиксатором вместо штатной защёлки. На стальной коробке и цевье сверху была установлена планка Пикатини. Вместо штатного прицела стоял коллиматорный ЭОТЭЧ. При желании штатный прицел можно было вернуть назад. Сергей так и сделал. Чем проще, тем лучше. Приклад был складным, металлическим с резиновым затыльником. Сергей решил взять вместо современных пластиковых металлические магазины. Ну вот не доверял он пластику, хоть убей. Вместо полноценного броника в арсенале Сергей нашёл лишь плейт-карьеры с уже знакомой ему системой МОЛЛЕ. Выбрав один из них, закрывший грудь и живот до пояса, Сергей подогнал его под себя. Противопехотный мин и клеймор, так же как и пулемёт, в арсенале Сергей тоже не нашёл. Зато вместо мина он надыбал чешский САМТЭКС, пластиковую взрывчатку и ручные гранаты. Из холодника Сергей взял нож и топорик, такой же, как и у него был. Снарядив магазины и распихав их по подсумкам, он взял ещё дополнительный БК. В бункере имелся гараж, в котором стоял бронированный Хаммер. Сергей осмотрел его, привязал к машине смоченный своей кровью кусок ткани, заправил и забросив в багажник рюкзак с патронами, едой и водой, пошёл к ребёнку. Таких шрамов, как у него, на ребёнке не было. Видать, её тогда лишь отшвырнуло в сторону взрывом, а шрапнель ушла вверх и вперёд. Сергей натянул на неё подгузник и одел её. Взяв девочку на руки, он отнёс её в машину и устроил на заднем сиденье, в специальном детском кресле. Запасшись горючим, он вручную открыл гаражные ворота. Усевшись за руль, пристроил автомат в специальном креплении и завёл двигатель. На поверхность Сергей выехал по туннелю и, вырулив на улицу, поехал на запад. По обеим сторонам дороги находились участки, застроенные коттеджами и особняками. Это был какой-то пригород. Километров через 20 он увидел на обочине большой щит. «Вы покидаете Чикаго. Счастливого пути!» Гласила надпись на английском, сделанная на щите. Этот кластер тоже прилетел из Штатов. Сергей проехал мимо, направляясь к видневшейся на горизонте полосе черноты. Снова потянулись районы, застроенные коттеджами и особняками. Городская застройка закончилась только у мёртвых кластеров. Полоса черноты, виденной им на горизонте у дороги, оказалась не сплошной. Шоссе пролегло между двух огромных чёрных кластеров. Сергей проехал ещё километров 200, прежде чем эта трасса уперлась в мёртвый кластер. Дальше им предстояло идти пехом. Выбравшись из машины, Сергей вытащил рюкзак. Сделал ребёнку укол снотворного и, пристроив дитё, специально похожее на сумку, приспособие для переноски, которая была приторочена к рюкзаку, – завалил рюкзак на спину. Нацепив автомат на шею, Сергей уже хотел подниматься на покрытый чернотой невысокий холм, как вдруг из-за него выползла здоровенная, скорпионоподобная тварь. Собственно, это и был скорпион, только в охренеть сколько раз больше обычного. «Скрэбер!» – понял Сергей. Хоть он ни разу ещё не видел ни одного из них, но эта тварь не была похожа ни на что виденной им ранее. Она была размером с КРАЗ или КАМАЗ. Здоровенные клешни, острые лапы, большой загнутый кверху хвост с огромным жалом. Бежать от неё, да ещё и с ребёнком было некуда. Да и не успеет он. Ну вот, только тебя мне и не хватало. Сплюнул с досады Сергей и вытащил из-под сумка 400-граммовый брикет Сэмтекса с примотанными к нему скотчем, болтами и гайками. Когда тварь приблизилась к нему, Сергей продел палец в кольцо чеки, ставленного в брикет запал от гранаты. «Эй, брателла!» «Может, разойдёмся по-хорошему?» – крикнул Сергей. Скрэбер остановился и, угрожающе, защёлкал клешнями. Он сделал пару шагов влево, уступая ему дорогу. Скрэбер двинулся за ним, щёлкал клешнями. Каждая из них могла легко перекусить его пополам. «Ээээ, ты, хрен с бугра! А ну не балуй!» Сергею не было страшно. В конце концов, они с ребёнком уже умирали. Да и достала его эта вся возня. «Я ведь колечко-то вытащу и кранты тебе! Так что, давай разойдёмся краями!» Сергей сделал ещё пару шагов влево. Скрэбер снова двинулся за ним. «Ну не хочешь, как хочешь!» Сергей начал вытаскивать Чеку. «Один хрен эта тварь их сожрёт! Лучше уж умереть сразу!» Скрэбер посмотрел на них всеми своими глазищами и вдруг, сдав назад, повернул направо, обошёл их и направился к дороге. Сергей отпустил Чеку. И когда Скрэбер удалился, глубоко вздохнул. «Похоже, они ещё поживут!» Когда Скрэбер проходил мимо, Сергей заметил, что его кто-то хорошо потрепал. Его броня была в трещинах. Одна из его лап была оторвана. Правая клешня работала плохо. Из неё сочилась какая-то слизь. Похоже, кровь. Наверное, поэтому он их и не тронул. Спрятав взрывчатку, он поднялся на холм. Когда Сергей увидел след, оставленный Скрэбером, им овладело любопытство, и он отправился по нему. «Вот это рубилово!» Воскликнул Сергей. Пройдя километра три по следу, он наткнулся на островок нормальной земли. На участке размером с два футбольных поля лежало пять мёртвых Скрэберов, таких же, как тот, с которым он пересёкся. Во все стороны от островка уходили следы, очень похожие на те, которые оставила виденная им тварь. И следов этих было намного больше, чем Скрэберов, которых он видел. «Вот это махач здесь был! Вот это я понимаю!» Снова воскликнул Сергей. Зрелище и правда было впечатляющим. Повсюду валялись оторванные конечности. Земля на месте схватки была вся перепахана и пропитана кровью тварей. Из-за чего эти твари подрались друг с другом, было непонятно. Да и Сергей об этом и не думал. В том, что Скрэберы были мертвы, он даже не сомневался. Трое из них были просто перекушены пополам. Еще двоих проткнули насквозь жалами. Жалы эти так и торчали из них. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» Сергей забрался на тушу одного из них, вытащил топорик и стал рубить чешую, закрывавшую споровый мешок. В мешке было семь белых жемчужин и килограмма три крупного узелкового янтаря. С остальных тварей он взял столько же. Всего теперь у него было 35 белых жемчужин и около 15 килограмм янтаря. Просто море бабла. Одну из жемчужин Сергей, кое-как обтерев, дал ребенку. После того, как Кроха проглотил ее, он снял с рюкзака большой подсумок и запихнул в него весь янтарь. Жемчуг же Сергей уложил в полиэтиленовый пакет и засунул его в пустой подсумок на керриере. Покончив со всем этим, Сергей дал ребенку передохнуть и затем сделал ей укол и снова пошагал на черноту. Чернота закончилась километров через 8-10. Выйдя на нормальную землю, Сергей осмотрелся. Перед ним лежала каменистая пустыня, кое-где поросшая каким-то кустарником. Далеко на горизонте он увидел горы. Пекло и мегаполис, похоже, остались позади. Сергей натянул над Крохой небольшой тент и накрыл голову ребенка смоченным в воде платком. Жара в пустыне стояла страшная. Напоив ребенка живчиком и водой, Сергей покормил ее. Затем напился сам и, немного передохнув, свалил себе на спину рюкзак с сумкой, в которой сидел ребенок. Поправив автомат, Сергей пошагал к горам и шел до самого темна, то и дело спотыкаясь о лежавшие на земле камни. Ночевать им пришлось под открытым небом у огромного валуна. Камней в этой долбанной пустыне было столько, что Сергей, несмотря на хорошие крепкие берцы, поотбивал себе ими ноги. К концу дня они просто отваливались. Ночь в пустыне тоже выдалась трудной. Спать на мелких острых камнях было неудобно. Кое-как переночевав, Сергей отправился в путь ранним утром. После полудня Сергей увидел далеко на севере маленькую точку. Взглянув на нее в бинокль, он увидел, что это колонна из трех машин. Первым ехал БМП, а за ним катились два грузовика. Прятаться в пустыне все равно было негде. Да и его наверняка уже заметили. Поэтому Сергей, убрав бинокль, продолжил свой путь. Оторвавшись от грузовиков, БМП остановилось метров 70 от Сергея. Башня с 20-мм автоматической пушкой повернулась в его сторону. Глава 23 Из люка, стоявший неподалеку от него БМП, Брэдли, высунулась голова. Эй, ты! Стой на месте, руки вверх! Бросай оружие! Крикнул ему веснушчатый парень, голова которого торчала из люка. Так мне сначала руки поднять или оружие бросить? Крикнул остановивший Сергей. Ты как-то определись! Лучше замри и не дыши! Из-за БМП вышла женщина с автоматом. Держа его на прицеле, она подошла к Сергею, сняла с него автомат и вытащила из кобуры пистолет. Сергей поднял руки кверху. Кто ты такой? И что здесь делаешь? Спросила женщина, направив ему ствол автомата в лицо. Человек, иду из пекла, ответил Сергей. Ты новенький? Нет, я с другой стороны пекла, из-за мегаполиса, ответил Сергей. Женщина открыла рот от удивления, затем недоверчиво хмыкнув, а смотрела его с головы до ног. Ладно, иди в БМП. Приедем в город, отдам тебя в СБ. Пусть они с тобой разбираются, шутник. Она сделала шаг в сторону. Эй, это твой ребенок? Спросила женщина, когда увидела кроху. Он иммунный? Ребенок не мой, ответил он. И да, она иммунная. Сергей повернулся и пошагал к Брэдли. Перед посадкой в БМП у него забрали холодняк, гранаты с МТЭКС и рюкзак. Когда все расселись по местам, аппарель сзади закрылась, и БМП сорвалось с места. Перемалывая гусеницами каменистый грунт, за ним пристроились два бронированных грузовика. Дорога до города заняла два часа. После встречи с Сергеем колонна повернула на запад, горам. Окон в БМП не было, а у больниц сидели солдаты, так что дорогу ему рассмотреть не удалось. Как они въехали в город, Сергей тоже не видел. По приезде Сергея вместе с ребенком вывели из БМП и сопроводили в один из кабинетов, в большом выстроенном из красного кирпича четырехэтажном здании. В центре небольшого кабинета стоял стол. За столом сидел высокий седоволосый мужик. Рядом с ним светловолосая миловидная девушка. А по другую сторону стола сидел здоровый, широкоплечий детина в натовском мультикаме. «Здравствуйте!» Седоволосый указал Сергею на свободный стул. Когда Сергей уселся, он продолжил. «Меня зовут Джейкоб Треслер. Я, если можно так сказать, мэр этого городка». «Это…» – указал мэр на мужика и девушку. «Стив Тейлор, начальник нашей службы безопасности и моя дочь Энни. Она ментат. И не простой ментат. Она может читать мысли. Так что советую вам говорить правду, как на исповеди». «Да я и так все вам расскажу», – ответил Сергей. «Скрывать от них он ничего не собирался. Один хрен рано или поздно они все узнают. Могу я узнать, где мы сейчас находимся?» «Можете. Вы сейчас находитесь в Додж-Сити. Вокруг этого города грузятся кластеры штатов, Канады, ну еще и Мексика с Австралией». «Так как? Вы расскажете нам, кто вы и откуда?» – продолжил смотреть ему в глаза мэр. От этого взгляда Сергею почему-то стало не по себе. Его всегда напрягали вот такие вот подчеркнуто вежливые, с виду спокойные и уравновешенные люди, от которых можно ожидать чего угодно. Наконец, собравшись с мыслями, он стал рассказывать все с самого начала. Рассказ Сергея, если удивил мэра с безопасником, то по ним этого видно не было. Они лишь время от времени глядели на девушку. Так и вала головой, подтверждая, что Сергей говорит правду. А вот в глазах у девушки-ментата он увидел неподдельный интерес к себе. Когда Сергей закончил свое повествование, его спросили о каких-то живодерах. Их интересовало, связан он с ними или нет. Когда Сергей сказал, что вообще не знает, кто это такие, его спросили, хочет ли он как-либо навредить городу. Сергей снова ответил нет. После этого его вместе с ребенком попросили перейти в соседнюю комнату. Комната эта была без окон. Из-за обстановки в ней был лишний большой диван и кресло. Парень к амуфляже завел их внутрь. Затем вышел и запер дверь комнаты снаружи. Уложив дитё на диван, Сергей устроился в кресле и стал ждать. Ждать пришлось долго. Он успел поспать, прежде чем через несколько часов послышался звук отпираемой двери. В комнату вошла всё та же троица. Мэр, его дочка и безопасник. Некоторое время они стояли молча, смотря на него. Сергею эту не понравилось, и он первым нарушил паузу. «Слушайте, если со мной чего-то не то, отдайте мне стволы и рюкзак, да мы с малой дальше пойдём». «Не спеши», – произнёс безопасник. Мэр, взяв его за рукав, продолжил за него. «С вами всё в порядке. Вы прошли проверку и можете остаться в городе». После этих слов у Сергея на душе стало легче. Мэр тем временем продолжил. «Кроме этого, мы предоставим вам жильё на ваш выбор и айди гражданина Додж-Сити». От такой заявы у Сергея вообще челюсть отпала. Затем он насторожился. «Сэр, могу я узнать, что это за аттракцион невиданной щедрости такой, и что я должен сделать в обмен на это?» «Ничего», – улыбнулся мэр. «Пока ничего. Просто нам хотелось бы иметь здесь у себя под боком человека, который может ходить по улю, где захочет. Не волнуйтесь, ничего плохого и противозаконного вам делать не придётся». «Кстати, моя дочь была бы не против изучить и обследовать вас в своей лаборатории», – от последних слов Сергея покоробило. «Но уж не отрезать себя я не дам». «А никто и не собирается вас резать», – произнесла девушка. «Мы всего лишь возьмём у вас немного крови, пару-тройку волос головы, ну и сделаем вам томографию, рентген и тому подобное». «Всего лишь?» – удивился Сергей. Девушка кивнула. «Мы учёные, а не какие-то там живодёры или коновалы. И без вашего согласия вообще ничего не будет. Да, и ещё, за это мы будем платить вам деньги». Вот тут Сергей вообще в осадок выпал. «Это как так?» «Впрочем, если вы отказываетесь, дело ваше. Можете идти куда хотите. В любом случае вы свободны. Я скажу солдатам, чтобы они вернули вам вещи. Только вот жить здесь постоянно вы не сможете. Это могут лишь те, у кого есть гражданство», – произнёс мэр. «Да нет, я не отказываюсь, я согласен», – ответил Сергей. «Один хрен идти им особо некуда. Да и бегать по этому улю с ребёнком он задолбался. Так что остаться здесь – это не самый плохой вариант». «Ну вот и хорошо. Тогда Энни проводит вас и покажет вам всё». Мэр глянул на дочь, та едва заметно кивнула. Сергей поднялся, взял ребёнка и пошёл к двери. «Ещё одно. Будет лучше, если ты никому не будешь рассказывать то, что рассказал нам. Народ у нас тут разный, и все со стволами ходят. Понимаешь, о чём я?» – произнёс молчавший всё это время безопасник. Сергей кивнул. «За это не волнуйтесь. Рассказывать об этом я никому не собираюсь. Проблемы мне не нужны». Он повернулся и пошёл к выходу. Ему вернули оружие и рюкзак. Выйдя вместе с девушкой во двор, Сергей последовал за нею к ландроверу. И через пару минут они уже выехали через КПП на улицу. Минут через десять ландровер остановился возле двухэтажного здания, чем-то похожего на клинику. «И зачем мы здесь?» – посмотрел на Энни Сергей. «Тут находится моя лаборатория. И не только», – ответила Энни. «Прежде чем мы отправимся дальше, я хочу взять у тебя биоматериал на анализы. И да, было бы неплохо, если бы ребёнка обследовали врачи». «Я не против, в конце концов», – подумал Сергей. «Если бы их хотели убить, то уже давно сделали бы это». Открыв дверь, он вылез из джипа и пошёл за девушкой ко входу в здание. Как только они вышли в клинику, ребёнком сразу же занялись врачи. А Сергей пошёл вслед за девушкой. В лаборатории Энни, как и говорила, взяла у него немного крови. Волосы и омертвевшую кожу с пальцев на руке. «Ну как, тебе не больно?», – спросила она. Сергей отрицательно покачал головой. Он и правда ничего не почувствовал. Он поднялся и, опустив закатанный рукав, произнёс. «Энни, у меня два вопроса. Во-первых, кому я могу здесь продать янтарь?» «Янтарь? Какой именно?», – повернулась к нему Энни. «Янтарь скребера, конечно», – ответил Сергей. «Разве ты не знаешь? Ты ведь можешь читать мысли». «Могу, конечно», – вздохнула Энни. «Но ты умеешь блокировать свою память. У иммунных такое встречается очень редко. И много его у тебя?» «Ну, где-то килограмм десять-пятнадцать». Энни нервно улыбнулась и закашлялась. «Ты шутишь?» «Нет». «Сколько ж ты скребера завалил, чтобы добыть пятнадцать килограмм янтаря?» Удивлённо посмотрела на него девушка. «Ты не поверишь, ни одного», – улыбнулся Сергей. И рассказал ей о встрече с тварью и о том, что нашёл после на черноте. «Ладно», – улыбнулась Энни. «Я сделаю вид, что поверила тебе. В общем, янтарь сможешь отдать мне. Город его у тебя купит. И уверяю тебя, лучшую цену за него тебе никто не даст. Большинство тех, кто скупает янтарь, приносят его сюда». «Окей, я согласен». Сергей сходил к машине и достал ей из рюкзака подсумок с янтарём. «Отлично, я беру всё». Осмотрев содержимое подсумка, Энни забрала у него янтарь и, достав из сейфа наличность, отчитала ему нужную сумму. «Я добавила полторы сотни спаранов сверху», – сказала Энни. «Это за твой биоматериал. Кстати, тебе спек не нужен?» Сергей отрицательно покачал головой. Ему и обычной наркоты для анестезии хватило с головой. «Окей, а какой у тебя второй вопрос?» Сергей вытащил из кармана флакон с зелёной жидкостью и похожий на смартфон прибор. «Можешь сказать, что это?» Энни взяла флакон в руку. «Это то, о чём я думаю?» – спросила она. «Да, я взял это на базе серокожих в пекле под мегаполисом». Девушка посмотрела на флакон, затем на Сергея. «Ладно, я постараюсь сделать всё, что смогу». Убрав флакон в сейф, она повернулась к нему. «А вот с электроникой это не ко мне. Это ты к Майклу обратись. Я его с тобой сведу попозже». Подойдя к двери, Энни открыл её и сделал ему приглашающий жест. «Идём, подыщем тебе дом». «А...» «Девочка пока побудет здесь. Не переживай. Ею займутся наши врачи». «Да я и не переживаю», – ответил Сергей. «Когда её можно будет проведать?» «Завтра. Давай, идём уже». Нетерпеливо топнула Энни ногой. Сергей вышел в коридор, следом за девушкой. И вскоре они уже ехали по улице. Додж-сити был типичным провинциальным городком, которых дофига разбросано по всей Америке или Канаде. И хоть Сергей не видел ни одного американского флага в этом городе, он почему-то решил, что здесь живут именно американцы. А пёс его знает почему. В принципе, ему было пофиг. Откуда попали в уль эти люди? Да хоть из Африки. Главное, что они его не убили. По крайней мере, пока. Город находился в большой долине посредине гор. Долины, окружавшие горы, были стабом. Город наверняка построили на нём с нуля. В паре километров от города протекала быстрая горная река. По обеим её берегам в этой же долине находилось ещё 3 или 4 таких же города. В отличие от настоящего Додж-сити, этот городок был намного меньше. Здания здесь были преимущественно одно- или двухэтажными. Лишь здания мэрии, банков и трёх отелей были на пару этажей выше. Высотных многоэтажек здесь не было вообще. По нашим меркам, Додж-сити этот был скорее посёлком городского типа или большим селом. Но уж никак не городом. По периметру город был окружён высокой стеной. За стеной был глубокий ров, минное поле и так далее. В общем, обычный набор для улья. В городе постоянно проживало больше 4 тысяч народу. Ещё две были приезжими. Те, у кого не было ID гражданина, могли жить здесь не больше трёх месяцев. Поскольку основной контингент проезжающих здесь составляли караванщики и безбашенные рейдеры, бегающие по кластерам, то такой порядок всех устраивал. Все три находившихся в городе отеля были постоянно заполнены. Кроме этого, приезжие ещё арендовали несколько десятков домов в городе. Ещё в Додж-Сити были два банка, десятка-полтора различных магазинов и маркетов, примерно столько же баров и клубов, городская тюрьма, казармы, в которых располагался местный гарнизон и ещё много чего. Помимо службы безопасности, в городе была ещё и полиция, которой руководил шериф. Первым делом Сергей и Сенни заехали в один из банков. Сергей открыл там счёт, на который положил почти все вырученные за янтарь деньги. Ещё он арендовал в этом же банке сейф, в котором оставил жемчуг. У себя он оставил лишь три жемчужины из тридцати четырёх. Местные жители здесь предпочитали расплачиваться за всё карточкой, а не наличными. Сергею тоже сделали такую же карту. «Кстати, держи вот». Когда они вышли из банки и уселись в машину, Энни протянула ему смартфон в тёмно-зелёном и обрезиненном корпусе. «Ого, у вас в городе связь есть? Это хорошо!» – обрадовался Сергей. «Не только в городе. Мобильная связь действует по всей долине», – ответила Энни. И, глядя на его удивлённое лицо, пояснила. «Горы защищают эту долину от помех, которые создают перезагрузки. Благодаря этому нам удалось наладить связь между городами и даже интернет». «Понятно. Ну куда дальше?» «К шерифу», – ответила Энни, заводя двигатель. Шериф Джереми Аллен, жилистый чернокожий дядька в джинсах, зелёной рубахе и чёрном ковбойском стэдсоне, переговорил с Энни, а затем протянул Сергею пару бланков, где были документы, необходимые для получения гражданства. Сергей заполнил их минут за пять, после чего шериф, посмотрев их, передал эти бумаги своим помощникам. И минут через 10-15 Сергей уже получил на руки удостоверение гражданина Додж-Сити. «Так, теперь ещё одно», – произнёс шериф. «Согласно законам Додж-Сити, все граждане города, которые могут держать оружие в руках, зачисляются в подразделения минитменов. Ты знаешь, что это такое?» «Да, сэр, это что-то вроде народной милиции, люди, которые должны быть готовы к бою через минуту», – ответил Сергей. Шериф согласно кивнул. «Так вот», – продолжил он, – «с сегодняшнего дня ты приписан к третьему изводу минитменов Додж-Сити. Твой командир – Рей Донован. Как только устроишься, сразу же зайди к нему. Я позвоню ему насчёт тебя». «Хорошо, зайду. Как только так сразу», – ответил Сергей. Шериф улыбнулся и спросил. «Ты в армии вообще служил, сынок?» «Да». «Вот как? И где же?» «32-й отдельный батальон спецсвязи. Третья сапёрная рота». «Ну, это уже кое-что», – произнёс шериф. «Ладно, про страну твою я тебя спрашивать не буду. Один хрен мы не на земле. Да и неважно это. В общем, свободен. Иди устраивайся». Сергей коротко попрощался с шерифом и вышел из его офиса. Пока он разговаривал с шерифом, Энни договорилась на счёт жилья. И сейчас они ехали на встречу с агентом по продаже недвижимости. По пути Сергей отметил одну деталь, которую не замечал раньше. В городе было много детей. «Откуда их столько?» – спросил он, указывая на детвору, игравшую на улице. «Часть детей мы находим на кластерах после перезагрузок. Другая часть – это дети, рождённые здесь. Нам удалось создать сыворотку, которая усиливает детский иммунитет и снижает риск обращения. Это, конечно, не антидот, но хоть что-то». Ленд-ровер Энни выехал на улицу под названием F-Street. Возле одного из домов стояла машина, у которой перетаптывался с ноги на ногу человек. «Ну как, тебе нравится?» – спросила Энни. Когда они вошли в двухэтажный коттедж с пристроенным к нему гаражом? «Нормально, пойдёт», – ответил Сергей. За время своих скитаний по кластерам он ночевал в домах и побогаче. Но то было другое. Этот же дом теперь был его. Теперь у него появился свой угол в этом мире. «Скажи ему, что я его беру», – произнёс он. Энни что-то сказала человеку. Тот достал документы, которые Сергей по-быстрому подписал. Дядька глянул в них, кивнул и передал Сергею ключи от дома. «Ладно, поеду я», – произнесла Энни, когда он вытащил в свой рюкзак и автомат из её машины. «Кстати, я живу через два дома тебя, так что заходи, если что». Хорошо. Когда Энни ушла, Сергей бросил своё барахло в прихожей и, закрыв входную дверь, раздёкся на стоявшей гостиной диване. Через пару минут он уже крепко спал. Разбудил его телефонный звонок. Это была Энни. Девушка звонила из клиники и спрашивала его, когда он хочет навестить ребёнка. Он ответил, что сначала хочет зайти к Раю Доновану и спросил, где его можно найти. Получив ответ, он попрощался с нею и отправился в ванну приводить себя в порядок. Бронежилет Сергей решил не одевать. Одевшись чистый комок, он натянул на себя разгрузку, прицепил на бедро кабуру и, захватив автомат, вышел из дома. Ему, как гражданину города, можно было носить при себе любое оружие. Поэтому он не боялся, что его за это может задержать полиция. Рея Донована он нашёл на стрельбище. Он стоял и что-то рассказывал внимательно слушающим его парням и девушкам. Он выглядел так, как его и описала Энни. Среднего роста, крепко сбитый дядька в камуфляже. Рукава его курки были закатаны. И на руках у него были видны армейские татухи. «Так значит, это ты новенький?» Придирчиво осмотрел Сергей с головы до ног, произнёс Донован. «Да». «Окей, ты пришёл вовремя. Мы как раз собирались немного пострелять. Так что присоединяйся. Покажешь нам, на что ты способен». Сергей встал рядом с остальными. Взвод, в который он попал, состоял из 35 человек. После короткого инструктажа Донован погнал взвод на тактическое стрельбище. Два или три часа они носились по полигону, отрабатывая тактику действий парами, тройками и боевое слаживание. По сравнению с тренировками на полигоне, это занятие было не таким уже и сложным. Расстреливать из автомата выскакивающие то там, то тут мишени было намного проще, чем тварей. Всё же мишени двигались не так быстро, как заражённые. Единственной сложностью для Сергея была работа и взаимодействие в команде, ведь он уже давно привык действовать в одиночку. Однако он быстро уловил суть и дальше уже действовал на автомате. Под конец Сергей оказался в тройке вместе с невысоким худощавым парнем, которого звали Тед Карпентер, и стройной спортивного сложения черноволосой девушкой, латиноамериканкой по имени Анна Мария Родригес. Их задачей было, прикрывая друг друга, поразить все мишени на рубеже. Это упражнение они отрабатывали на время, выходя на огневой рубеж по очереди тройками. Спустя час, когда у Сергея уже начали ныть отбитые прикладом плечи, а в ушах стоял грохот автоматных очередей, Донован объявил перерыв. Пока взводный осматривал мишени, Сергей успел немного со всеми познакомиться и даже переброситься парой слов. «Значит так, Карпентер, Родригес, Марченко, зачёт сдали, можете быть свободны», – произнёс Донован. «Остальным десять минут перекур, затем перезаряжаетесь и на исходную», – закончил он. Тут же послышался недовольный ропот остальных частей взвода. «Заткнулись все», – рявкнул на них Донован. «Надо было в тир ходить каждый день, а не по клубам тусоваться. Ещё кто-нибудь чего-нибудь вякнет, перекура вообще не будет», – закончил он. Сергей встал со скамейки вслед за парнем и девушкой и уже собирался идти, но Донован, обернувшись, произнёс «Марченко, задержись». Когда оставшиеся бойцы пошли на исходную, взводный подошёл к нему. «В армии служил?» – спросил Донован. «Да, батальон спецсвязи, сапёрная рота». Взводный глянул ему в глаза и, вытащив сигарету, закурил. «Неплохо стреляешь, воевать приходилось». «Ну так, миротворческие миссии в Сьерра-Леоне, Ирак. Я там в основном разминированием занимался. Ну и стрелять тоже доводилось». «Понятно, а здесь?» – пыхнул дымом Донован. Сергей кивнул. «Ладно, вот, держи». Он протянул Сергею сложенный вдвое листок. «Зайдёшь в магазин Боу Уильямса, а дашь ему это». «Есть, сэр?» – произнёс Сергей. «Отстави, у нас всё-таки не армия», – отмахнулся взводный. «Короче так, обрисую тебе всё в двух словах. Наша основная задача – охрана периметра и города. Ну и там ещё делать, чё скажут. Иногда нас откомандировывают на помощь воякам, когда те сами не справляются. Командует нами шериф. Ну, в общем, это всё, пожалуй». «Дай, ещё, вот, рацию возьми». Донован протянул ему маленький армейский харис с гарнитурой. «Держи её при себе постоянно». «Хорошо», – ответил Сергей. «И ещё одно. Какой у тебя дар Улья?» Снова пыхнул дымом Донован. «Я это не просто так спрашиваю, а для дела. Усекаешь?» «Да», – кивнул Сергей. «Только вот дара у меня никакого нету. Я ни кинетик, ни невидимка, ни щитовик, ничего такого». «А чего ж так?» «Не знаю, не прорезался ещё, наверное», – пожав плечами, соврал Сергей. Пообщавшись с ним ещё пять минут, Донован отошёл к топтавшемуся у рубежа взводу. Едва войдя в клинику, Сергей столкнулся с Энни. Рядом с нею стоял какой-то врач. Переговорив с ним, он направился к ребёнку. «Ей придётся побыть здесь какое-то время», – сказал врач, когда Сергей подошёл к кроватке, в которой лежала кроха. «Как долго?» – посмотрел на него Сергей. «Месяц, может, два», – ответил тот. «Поймите, она слишком много перенесла. Я вообще не понимаю, как она до сих пор жива». «Вы слышите меня?» Друг, схватив его за руку, нервно с жаром произнёс тот. «Её нельзя». «Успокойтесь, док. Надо так надо. Я просто спросил», – прервал его Сергей. Врач хотел было что-то сказать, но, услышав ответ, осёкся. «От меня что-нибудь нужно?» – спросил Сергей. Доктор посмотрел на него и, скептически хмыкнув, произнёс. «Разве что белый жемчуг, но…» Доктор закашлялся, когда Сергей достал жемчужину и протянул её врачу. Тот взял её дрожащими пальцами и положил на ладонь. «Если что-то ещё понадобится, скажите Энни». Врач рассеянно кивнул, продолжая пялиться на жемчуг. «Подожди меня в лаборатории», – сказала Энни. Сергей кивнул и вышел в коридор. Она появилась через полчаса. Сергей, ожидая её, успел придремать, сидя в удобном кресле, стоявшем, находившемся рядом с лабораторным отсеком в маленьком кабинете. «Слушай, может, отложишь эти свои исследования на завтра?» Спросил он, едва девушка вошла в кабинет. «У меня ещё дела есть». «Как?» – удивилась Энни. «Разве ты не хочешь узнать, что за препарат ты взял у серокожих?» После этих слов дремоту Сергея как рукой сняла. «А ещё я знаю, каким вирусом тебя инфицировали до попадания вулей». Вот тут Сергей и вовсе позабыл обо всём на свете. «С этого места поподробнее, пожалуйста», – сказал он и приготовился внимательно слушать. «Подожди, это ещё не всё». Энни повернулась и открыла дверь. «Джей, войди», – позвала она. В кабинет вошёл какой-то парень. Он постоял с минуту в дверях, рассматривая Сергея, а затем отрицательно покачал головой. После вытащил какие-то очки и, посмотрев через них на Сергея, снова покачал головой. «Чёрт, Энни, я его в упор не вижу. Ни даром, ни через тепловизор». Воскликнул он. «Ты уверен?» «Да». «Ладно, Джейк, можешь идти». Вздохнула Энни. Когда парень вышел, Сергей спросил. «И кто это был?» «Это наш лучший сенс, и он тебя не видит». «Ну, я и так это знаю. Правда, раньше мне надо было мёртвым прикидываться». Улыбнулся Сергей. «А к чему это всё?» «Да так, я хотела проверить одну свою теорию». «Ну так, чего там насчёт вируса?» Энни уселась в соседнем кресле и, подумав, стала рассказывать. «Ещё до Улья я работала некоторое время в одной жутко секретной провинственной лаборатории. Я ведь химик-вирусолог по образованию. Так вот, попался мне однажды очень интересный материал. Ты когда-нибудь слышал о боевой фармакологии и вирусологии?» «Слушай, ну я ж не учёный». «Ладно, ладно». Подняла руки девушка. «В общем, я не буду лезть в научные гиблии. Расскажу по-пустому». Энни вздохнула и продолжила. «Начиная где-то со Второй мировой, разные учёные, в основном в Третьем рейхе, а заказу военных проводили эксперименты по созданию, так сказать, идеального солдата. Военным очень уж хотелось получить человека, а ещё лучше целую армию людей, идеально приспособленных для войны. Совершенных солдат, бесстрашных воинов, бойцов у которых быстро заживают раны, выносливых, быстрых, нечувствительных боли, сильных, способных видеть в темноте, а самое главное – умных, хитрых и способных беспрекословно выполнить любой приказ. Ну и ещё много чего. Поначалу они экспериментировали с наркотиками, феномином, первитином и всё такое. Но эффект от этого был временный и не всегда тот, который нужен. Поэтому уже после войны учёные стали разрабатывать вирусы-мутагены. В общем, идея была простой – изменить организм человека с помощью этого дерьма, приспособив его к экстремальным условиям войны. В материалах, на которые я наткнулась, как раз описывался похожий эксперимент. Проводили его в моей стране в США. Где-то ещё в 50-х, 60-х подопытными были солдаты. В общем, эксперимент оказался неудачным. Все подопытные умерли. У вас в СССР тоже велись такие исследования. Примерно ещё с 40-х. То есть ты хочешь сказать, перебил её Сергей, что я тоже принимал участие в чём-то таком? Да. Но тогда почему… Слушай, перебила его Энни. Я не знаю, почему тогда вирус вместо того, чтобы подействовать, пал в спячку. Но это и не важно. Главное, что мы знаем теперь, с чем имеем дело. А можно как-нибудь, сделав паузу, посмотрел в потолок Сергей, вытащить его из меня? Вряд ли. Пожала плечами Энни. Думаю, уже слишком поздно. Изменения зашли слишком далеко. Ну, тогда проехали. Кстати, а чего ты там про препарат серокожек говорила? Энни встала и зачем-то подошла к столу. Это и правда, антидот. Тот лаборант тебе не соврал. Он действительно убивает споры гриба. Только вот для нас, иммунных, он тоже смертелен. Я пока не знаю, почему. Наверное, у тех серокожих организм чем-то отличается от нашего. В общем, девушка посмотрела на него. Город хочет купить его у тебя. Мы возьмем все, что есть. Хорошо, ответил Сергей. Я занесу второй флакон позже. Кстати, ты обещала свести меня с вашим спецом по электронике. Я помню, кивнула Энни. Только давай сегодня вечером. Окей, это все. Девушка кивнула, Сергей попрощался с ней и, поднявшись с кресла, пошел к двери. Глава 24. Магазин Бо Уильямса находился неподалеку от клиники. Расспросив у прохожих дорогу, Сергей добрался туда минут за десять. Как он и думал, этот магазин оказался оружейным. Когда Сергей вошел внутрь, хозяин среднего роста дядька с большим пивным животом как раз разговаривал с одним из посетителей. Ожидая, пока он освободится, Сергей ходил по магазину, разглядывая выставленные на продажу стволы. Чего тут только не было. Снайперские винтовки, автоматы, пистолеты-пулеметы, пулеметы, гранатометы и много чего еще. Интересует? Хочешь купить? Спросил Бо Уильямс у Сергея. Тот как раз разглядывал стоявшие на одном из стендов ручные пулеметы Брен и Матсон. Увлекшись, Сергей даже не заметил, как хозяин подошел к нему. Да нет, я это... Сергей протянул Бо сложенный двойлисток, который дал ему Донован. А, понятно, сказал хозяин, мельком взглянув на него. Не говоря больше ни слова, дядька пошел к прилавку, поманив Сергея за собой. Зайдя за прилавок, Бо скрылся в подсобке и через минуту вышел оттуда с патронными цинками в руках. Вот, два автоматных и два пистолетных, произнес он, выложив цинки на прилавок. Хорошо, у тебя стволы армейские, патроны к ним достать легко. Одно ведь иногда приходят сюда некоторые с такими пукалками, что боеприпасы к ним нужно только у Ксера заказывать. «Сколько с меня?» спросил Сергей. Хозяин улыбнулся. «Нисколько. Минитмены обеспечиваются боеприпасами бесплатно. Еще им предоставляется 50-ти процентная скидка на покупку оружия. Такой у меня договор с ластями. Тебе еще чего-нибудь нужно?» Посмотрел на него Бо. «Да я и не знаю. Хотел вот присмотреться пока». Сергей поправил висевший на плече Галил. «Можно глянуть?» указал Бо глазами на автомат. Сергей кивнул и, сняв с плеча автомат, разрядил его и передал Бо. «Галил кап!» «Надо же!» «Хорошая машинка!» причмокнул языком хозяин. Дернув затвор, он нажал на спуск. Курок сухо щелкнул. Бо повертел автомат в руках, а затем стал рассматривать что-то на стволе. Сергей не успел и глазом моргнуть, как Бо раскидал его автомат на запчасти. Толстяк поднял разобранный автомат и заглянул в канал ствола. «Ого!» «Ну надо же!» удивленно воскликнул Бо. Опустив автомат, он повернулся к Сергею. «Парень, тебе подфартило!» «На твоем автомате стоит ствол с высокоточной обработкой нарезов, такие ставят в основном на снайперские винтовки. Если поставить оптику, то из автомата получится самозарядный снайперский карабин. Метров с трехсот-четырехсот руберу в глаз запросто попасть сможешь, если поднадзаскаешься, конечно». «О, а глушители у тебя есть?» спросил Сергей. «А тебе какие надо?» Ответил Бо вопросом на вопрос. В результате Сергей купил пятикратный оптический прицел «Льюпольт» с переменной кратностью, глушители на пистолеты автомат, дульный тормоз-компенсатор для автомата, цинк снайперских патронов и еще кое-чего. Прицел на автомат он установил сразу же. Под магазином находился тир, где Сергей смог пристрелять оптику. Благодаря специальному кронштейну прицел можно было снимать и устанавливать на автомат без повторной пристрелки. Пробыв в магазине около трех часов, Сергей вернулся домой, пообедал и занялся чисткой оружия. Ближе к вечеру ему позвонила Энни и сказала, что Майкла нет в городе, ушел в рейд с какой-то группой и вернется примерно через недели-две. Сергей поблагодарил ее и отключился. Следующие три недели Сергей навещал ребенка в клинике, ходил в лабораторию к Энни и так же, как и в холмах, посещал местное стрельбище. Иногда он пересекался там с Энни. Он уже давно понял, что она все время оказывается рядом с ним не случайно. Наверняка папаша-мэр с безопасником попросили ее присмотреть за ним. Все-таки она ментат. Не доверяют ему, значит. Ну и да и ладно. Пусть присматривает. Энни, кстати, тоже неплохо стреляла. Девушка обычно носила с собой 10-мм пистолет Хатлер и Кох USP под патрон 40SW и швейцарский автомат ZIG под натовский 7.62. Автомат этот Сергею понравился. Точный, надежный, как Калашников. В принципе, швейцарцы и делали его по той же самой схеме. Однажды, когда Инни разобрала его для чистки, он взглянул на его внутренности. Газовый поршень и затворная рама там были похожи на калашевские. Сам затвор вообще был один в один, как АК. Единственное отличие механизма от АК было то, что поршень и рама были сделаны раздельно, как на СВД. При случае Сергей собирался достать себе такой же. Как-то раз он расстреливал из пистолета установленные на бетонных столбиках пивные бутылки и случайно одна из выпущенных им пуль ушла ниже. Отрикошетив от столбиков, пуля воткнулась в землю. Когда Сергей увидел это, ему пришла в голову одна мысль. Он переставил свои мишени и продолжил стрелять, стараясь выпустить пулю так, чтобы она, отрикошетив, отстоявшего рядом с мишенем столбика, попала в одну из бутылок. Примерно с пятой или шестой попытки у него получилось. После этого Сергей попытался попасть не в стоявшую первой бутылку, а ту, которая стояла за нею. Расстреляв еще магазин, он освоил и это. Когда Майкл вернулся в город, Сергей сходил к нему и показал ему прибор, взятый у серокожих. Покрутив его в руках, спец попросил Сергея оставить прибор у него, чтобы изучить его получше. Он согласился. Еще через несколько дней ему посучали в дверь утром. Открыв Сергей, увидел стоявшую у него на кольце Энни. «Привет, ты готов?» спросила она. «К чему?» не понял Сергей. «К выезду на профилактику трясучки». «Подожди, ты разве не получал мое сообщение?» «Получал, только я нифига не понял, что такое трясучка». Энни посмотрела на него, как на идиота, а затем спросила. «Подожди, ты что, это серьезно? Ты не знаешь, что такое трясучка?» «Нет, мне про нее никто не рассказывал», ответил Сергей. «И правда, моряк с Сиплом как-то обошли стороной эту тему, а в Черных холмах ему об этом никто не успел рассказать». «Слушай, а ты сколько уже в улье находишься?» снова спросила Энни. «Месяца четыре примерно». «Примерно?» удивилась Энни. «Ну да, как только я попал сюда, меня то усыпляют, то вырубают, то убивают. Как-то не получается у меня вести точный подсчет, да и календаря у меня нету». «Ладно», произнесла Энни. «Расскажу тебе в двух словах. Когда иммунный сидит все время на одном месте, у него начинается тремор и трясучка. Руки-ноги трясутся и вообще ему становится плохо. Именно поэтому все иммунные люди должны время от времени выезжать на другие кластеры. Это называется профилактикой. Я знаю, что у тебя ничего такого быть не может, так как ты не заражен спорами, но если ты не хочешь выделяться и если хочешь быть такими же, как и все, то ты должен сейчас поехать со мной. Вот как-то так». «Ладно, сейчас пойду соберусь». Сергей отошел от двери и потопал в комнату. Через пару минут он вышел оттуда уже в камуфле броники с оружием. «Кстати, а как же ребенок?» спросил он. «Девочка сейчас спит в специальном боксе. Врачи ею сами займутся. Идем, нас долго ждать не будут». Сергей кивнул и вышел из дому. У ворот города, у Ча движками, стояло несколько бронированных грузовиков. Пара БТРов и пара БМП. Едва Сергей и Энни загрузились в один из грузовиков, колонна тронулась с места. Пристроившись у одного из небольших окошек, Сергей время от времени просматривал в него. А когда ему это наскучило, он глянул на сидевшую напротив него Энни. В отличие от него, девушка была одета не в камуфляж, а в джинсы и футболку с длинными рукавами, поверх которой была надета разгрузка с магазинами. На ногах у нее были популярны вулья, трекинговые ботинки. На бедре у девушки была кобура, в которой лежал пистолет, все тот же 10-миллиметровый хеклер и кох. Помимо этого у Энни был еще автомат, тот самый Зиг. Из холодного оружия у нее был лишь нож. «Далеко еще?» спросил Сергей у девушки. «Где-то часа два еще. Нам через хребет перевалить нужно», ответила Энни. «Мы едем в пустыню?» «Нет, в другую сторону», улыбнулась девушка. Колонна двигалась в противоположную сторону от пустыни пекла. Перевалив через горный хребет, грузовики и броня стали съезжать в долину. Прошло еще около часа, прежде чем колонна остановилась. Выбравшись наружу, Сергей увидел, что они находятся в какой-то небольшой роще. Вокруг нее было огромное бескрайнее поле или прерия какая-то. устроившись под деревом, Сергей стал наблюдать за происходящим вокруг него. То, что он увидел, было похоже на пикник на природе. На костре жарилось мясо, а вокруг костра слонялись люди. Кто с пивными банками, кто еще с чем-то. Знакомых, а тем более друзей, среди них у Сергея не было. Поэтому вскоре ему стало скучно. Отвернувшись, он стал разглядывать окрестности, а потом задумался. К реальности его вернул голос Энни. Держи. Девушка протягивала ему тарелку с большим куском запеченного мяса и еще с чем-то. Спасибо, сказал Сергей, принимая тарелку. Энни устроилась рядом. О чем задумался? Спросила она, накалывая ломтики мяса вилкой. Да так, произнес Сергей, ковыряясь вилкой в тарелке. Слушай, а твари на лагерь не нападут? Нет. Энни улыбнулась. Орды здесь не ходят, все-таки пустыня рядом, да и горы. Тварям проще обойти эти места стороной, чем перейти напрямик. Больших городов в округе тоже нет, но если и заявится какая-то стая, солдаты справятся. Ну-ну, произнес Сергей и положил кусок мяса в рот. Дальше они ели молча. Позже Энни, оставив Сергея в одиночестве, присоединилась к какой-то компании и сейчас увлеченно общалась с девушками и парнями, время от времени поглядывая в его сторону. Сергей глотнул текилы из фляги и подумал о том, что было бы неплохо раздобыть какой-то транспорт. Все-таки у каждого жителя Додж-Сити имелся свой личный бронеавтомобиль. Хлебнув еще текилы, Сергей встал и направился к компании, к которой сидела Энни. «Привет, ребята!» поздоровался Сергей. Энни, говорившая со своими подругами, обернулась. «О, друзья, познакомьтесь, это Сергей», представила его Энни. Перезнакомившись со всеми, он спросил «Энни, тут поблизости есть какой-то город?» «Ну, есть парочка, а зачем тебе?» «Да вот, чем сидеть здесь, хочу смотаться туда за машиной», ответил Сергей. Парни и девушки что-то обсуждавшие, после этих его слов замолкли и удивленно посмотрели на него. «Ты хочешь пойти прямо сейчас один?» спросил его паренек, которого звали Джек. «Это же опасно!» «А тут везде опасно!» ответил Сергей, посмотрев на Энни продолжил «Но если кто из вас хочет, может составить мне компанию». Предложение Сергея отправиться в город за тачкой вместо того, чтобы сидеть в роще, очень всех заинтересовало. Глядя на них, Сергей сразу понял, что горожане эти, кроме как на профилактику или в соседний поселок в долине из Додж-сити особо никуда и не ездят. Из восьми человек пойти с Сергеем согласились пятеро. «И на чем мы поедем?» спросил Том, невысокий темнокожий парень. «Пешком пойдем», ответил Сергей. «Энни, далеко отсюда до ближайшего города?» «Пешком отсюда далеко», ответила та. «Я лучше попрошу солдат подвезти нас, все равно колонна сегодня дальше не поедет». «Хорошо, давай», согласился Сергей. Минут через пятнадцать все уже загрузились в один из грузовиков. Кроме Сергея и Энни с ними согласились поехать Джек, Томас и их девушки Сара и Дженни. До окраины ближайшего трощи города они добрались через полчаса. Сергей попросил вояк высадить их на окраине. Когда машина ушла назад, Сергей еще раз проверил всех оружие и снарягу. Еще в лагере он настоял, чтобы все взяли дополнительный боекомплект и рации. Покончив с проверкой, Сергей построил людей и повел всех в город. Этот городской кластер загрузился уже давно. Улица, по которой они шли, была безлюдной. Повсюду стояли лишь искореженные машины, довалялись кости и обглоданные трупы. Разыскав в одном из магазинов карту города, Сергей расстелил ее на прилавке и стал рассматривать. «Что мы ищем?» у него Сара, невысокая, смуглая, темноволосая и довольно хорошенькая девушка. «Полицейский участок или банк?» – ответил Сергей и, оторвавшись на секунду от карты, глянул по сторонам. Рядом с ним стояла Энни и Сара. Остальные стояли на стрёме у окон и выхода. «А зачем тебе банк?» – спросила стоявшая неподалеку от Огнат Дженни. «Сам банк мне нафиг не нужен. Мне нужен инкассаторский броневик, который там можно надыбать», – ответил Сергей и, свернув, карту произнес «Снимайтесь, уходим». До банка они дошли минут за 20, но там их ждал облом. Инкассаторского броневика возле него не оказалось. Пришлось им идти дальше, к управлению полицией. Ребятам и девчатам это все похоже очень понравилось. Адреналин там и все такое. Пару раз ему, конечно, пришлось сделать им втык. Уж больно громко они стали себя вести, но, тем не менее, до управления они добрались быстро и без проблем. Придя на место, Сергей вместе с группой устроился в находившемся напротив управления полицией здании офисного центра. Здание было небольшим, двухэтажным, и они быстро его зачистили, упокоив трех довольно резвых пустошей и столько же бегунов. Работали в рукопашную. Сергей с парнями валил зараженных, а девчонки прикрывали тылы. Вместо клювов здешние рейдеры поголовно пользовались топориками и томогавками. После зачистки они заняли один из офисов на втором этаже. В общем, так, произнес Сергей, когда все вошли в офис. Вы останетесь здесь, а я схожу в участок поищу тачку. А не лучше ли пойти всем? спросил Том. Нет, покачал голову Сергей. Будет лучше, если я пойду вы останетесь тут, на прикрытии. Связь держим по рации. Это все. Прежде чем кто-то успел возразить ему, Сергей встал и вышел. Ему не хотелось тащить всех за собой в участок. Все таки он мог спокойно гулять среди зараженных. Так что здание полиции он обшмонает как-нибудь и сам. А они лучше пусть попасут пока улицу и прикроют если что. Между зданием офисного центра и управлением полиции находился огромный паркинг. Ему нужно было пробежать метров сто чтобы добраться до него. Тем не менее Сергей пересек паркинг без проблем и скрылся в участке. Поплутав немного по зданию Сергей нашел выход во внутренний двор. Во дворе он увидел полицейский бронеавтомобиль возле которого слонялось несколько зараженных в полицейской форме. Сергей вытащил из кабуры свой зиг с глушаком и выстрелил каждому в голову. Мощные 10-миллиметровые пули проделали большие дыры в их черепах. Переступив через одно из тел он подошел к броневику и заглянул внутрь через задние двери. Внутри не было никого. Лишь на полу лежало оружие и снаряга. Сергей закрылся двери в броневике уселся за руль и уже собрался заводить машину как вдруг услышал стрельбу. Где-то совсем рядом «Сука!» сплюнул Сергей. Он сразу понял откуда и по кому стреляют. Вытащив рацию он стал вызывать остальных. «Прием, ребята, слышите меня?» Рация отозвалась с шумом помех. Затем пару секунд спустя он услышал «Сергей, прием! Это Энни! На нас напали!» «Энни, какого хрена там у вас происходит?» крикнул Сергей. «По нам стреляют какие-то уроды! Их штук двадцать, а может ты больше?» ответила Энни. «Они минуту назад подъехали. О, черт! У них пулемет!» крикнула наврацию. Сергей услышал треск автоматных и пулеметных очередей в динамике. Вырубавшись, он перелез назад и взял один из лежавших на полу автоматов. Это был такой же эзги, как у Энни. Выбравшись наружу, Сергей вернулся в здание и зашел в один из кабинетов. Его окна выходили на паркинг. Выглянув из окна, Сергей увидел перед зданием на той стороне паркинга четыре машины. Стоявшие за ним люди стреляли по окнам на втором этаже. Дерьмо! В здании были огромные окна, да и место вокруг центра как назло было открытым. Деваться людям, засевшим в нем, было некуда. Пожарные выходы тоже хорошо просматривались со стороны паркинга. «Эй, не слышишь меня?» произнес он в рацию. «На связи!» отозвалась девушка. «Приготовься!» крикнул Сергей, открыв немного окно. Он скинул автомат и прицелившись пулеметчика выстрелил. Пулеметчик упал. Еще выстрел. Второй стрелявший осел на землю. Сергей выстрелил еще раз двойкой, свалив еще одного козла. Он сместился в сторону. В окно, из которого он стрелял, влетела очередь. Сергей открыл огонь снова из другого окна. Нападавшие растерялись, когда по ним открыли огонь с тыла. Воспользовавшись этим, засевшие в соседнем здании девчонки с парнями открыли по ним шквальный огонь. Сергей тоже продолжал стрелять. И когда магазин его Галила опустел, он схватил стоявший рядом СГ. Оказавшись под перекрестным огнем, оставшиеся в живых бандиты попытались свалить туда, откуда пришли. Но у них не получилось. Сергей с остальными в шесть стволов расстреляли машину, на которой они хотели уехать. Бронебойные пули прошивали насквозь самодельную броню, превращая машину в решето. Проехав пару метров, машина остановилась. «Все целы!» крикнул Сергей в рацию. «Да!» ответила за всех Сара. «Проверьте машины, только осторожно!» распорядился Сергей. «А я за тачкой! Нужно сваливать отсюда, пока еще кто-нибудь не приперся!» Он выбежал в коридор и помчался заводить броневик. Когда Сергей подъехал на Биаркете к машинам, парни уже вовсюм мародерствовали. Энни с девчонками стояли в стороне, наблюдая за происходящим с легкой брезгливостью. Сергей вылез из броневика, чтобы всех поторопить, и в следующее мгновение задние двери расстрелянного фургона распахнулись, и из него выскочил мужик к обойскому стецене и с револьверным гранатометом Милкер в руках. Девчонки закричали, и прежде чем кто-то из спутников Сергея успел еще что-то сделать, он мгновенно скинул автомат и всадил мужику в центр груди короткую очередь. Между ним и бандитом было всего лишь метров десять. Промахнуться было нереально, но пули почему-то ушли в сторону, и вслед за этим какая-то невидимая сила задрала ствол его автомата вверх, а затем стала вырывать у него оружие из рук. Кинетик! Пунил Сергей и разжал руки. Его автомат повис в воздухе, бандит в шляпе ухмыльнулся, и Сергей молниеносным движением выхватил пистолет из кобуры и выстрелил. Ты промах... Ухмыляясь закричал Кинетик, но договорить он не успел, отрикошетившая от заднего бампера грузовика пуля попала ему в голову. Войдя ему в башку под правым ухом, пуля снесла козлу полчерепа. Его пижонская шляпа тоже куда-то улетела, а всевший в воздухе автомат тут же упал на асфальт. Он так и умер с дебильной ухмылкой на лице, но перед смертью падая на тротуар, успел таки пальнуть из гранатомета. Сука, к счастью для Сергея, он промазал. 40-миллиметровая граната ушла в сторону Один из осколков лишь чиркнул его по щеке, глубоко пропоров ее. Все произошло настолько быстро, что никто из спутников Сергея не успел ничего сделать. Одному из парней Джеку тоже досталось. Несколько осколков попало ему в правую ногу и руку. Парень стонал, сидя на асфальте, а склонившиеся над ним девушки бинтовали его. «Твою мать!» воскликнул от удивления Том. «Да это же шестипалый! Ты его завалил! Ну ты крутой!» прокричал он. Сергей, придерживая разодранную щеку пальцами, отошел к броневику. «Давай помогу!» Энни подошла к Сергею. Тот как раз достал аптечку из-под сумка. «Черт! Да тут шить нужно!» Сказала Энни, когда увидела рану. «Потом! Сначала нужно убраться отсюда! Давай, залепи ее как-нибудь и сваливаем!» ответил Сергей. Энни наложила на рану кровоостанавливающий тампон и наклеила сверху пластырь. «Все, я закончила!» произнесла девушка, а в следующее мгновение со стороны находившегося неподалеку переклестка послышалось урчание. «Так, хватит гулять, валим отсюда, твари идут!» крикнул Сергей. «Энни, давай за руль!» «Все на броню!» Дженни и Сара подняли раненого парня и потащили его к броневику. Сергей встал у распахнутых задних дверей с автоматом на изготовку. «А как же трофей?» растерянно спросил Том. «Бросай все нахрен! Жизнь дороже!» ответил ему Сергей. «Энниет!» Томас по-быстрому обшмонал Шестипалова, затем похватал все, что смог и тоже побежал к броневику. Сара, Дженни, Джек и Сергей уже были внутри, когда он добежал им барахло в бронемашину и, схватив парня за грудки, втащил его внутрь. Тем временем на перекресток неподалеку от них выскочила десятка два бегунов и пара лотерейщиков. Сергей уже на ходу захлопнул дверь и машина понеслась по улице, набирая ход. «Гоня не быстрее!» закричала Сара, увидев, что твари догоняют машину. «Все к бойницам стреляйте!» крикнул Сергей. Протиснувшись на середину, он взял пульт управления, установленный на крыше боевым модулем из 15-мм пулемета ЯГСА. Спустя мгновение все вокруг утонуло в грохоте автоматных очередей. Броневик мчался к границе кластера, преследуемой стаей матерых тварей, которую вел необычный, быстрый, матерый литник. Стоявшие у бойниц девчонки и парни вели огонь по наседавшим со всех сторон более мелким тварям. А Сергей в это время выцеливал литника, держа в руках пульт. «Ах ты ж, сука!» – крикнул Сергей. Он снова промазал, и литник оказался необычайно вертким и прыгучим. Похожая на гигантскую кошку тварь будто знала, куда он целится. Вот и сейчас она отпрыгнула в сторону и очередь трассеров ушла в молоко. Сделав несколько гигантских прыжков, тварюга запрыгнула на крышу какого-то трехэтажного здания и пробежав по ней сиганула вниз. Она падала прямо на машину. Увидав это, Сергей развернул ствол пулемета, спаренного с АГСом, одновременно подняв его вверх и надавил на гашетки. Пулемет дудухнул короткой очередью. Одновременно с ним выстрелил АГС крупнокалиберные пули, и гранаты ударили элитников туловища, а шевернул слева назад. Взрывом ему оторвало одну из лап. Тварь упала за машиной и покатилась по асфальту. Энни вдавила газ в пол, и здоровенная туша, лежавшая на асфальте, стала быстро удаляться. Ху-у-у, вроде оторвались, выдохнул Сергей. Когда город остался позади, все остальные тоже облегченно вздохнули. Заправиться нужно, сказала Энни. Тут неподалеку заправка есть. Заедем туда и сразу в лагерь. Сергей согласно кивнул. Надо так надо. Минут через двадцать броневик подъехал к заправке. Когда машина остановилась, Сергей произнес. Идите заправляйтесь, а я пока дорогу попасу. Когда все вышли наружу, Сергей уселся за пульт и стал наблюдать за дорогой. На заправку у них ушло около часа. Горючие из цистерны пришлось таскать вручную. Заполнив баки, броня поехала дальше. До лагеря они добрались уже затемно. Как только бронемашина заехала на территорию лагеря, Джека вынесли из машины и понесли к одному из грузовиков. В нем был оборудован целый передвижной госпиталь. Дежурившие там врачи и санитары сразу же занялись парнем. Сергей же клепил им идти отказался наотрез. Чем сильно удивил Тома и девушек? Да чего я там не видел? Ты лучше заштопай меня как-нибудь и хватит. Самок утру затянется. Попросил он Энни. Когда они устроились у одного из костров, достав аптечку, Энни без всякой анестезии зашила ему разодранную щеку за пару минут. Все это время Том, Сара и Дженни смотрели на него, открыв от удивления рты. Тебе разве не больно? Выйдя из ступора, первой спросила Сара. Да я уже как-то привык что ли? Ответил Сергей. Нашарив бутылку, он открыл ее и глотнул прямо из горла. Немного позже, когда всех попустило, Сергей спросил, а кто такой этот шестипалый? Да животер он вонючий, просто мразь, ответила Дженни. Да в машинах мы нашли человеческие органы в холодильнике. Эти уроды людей резали и потроха пришельцам отдавали. Пришельцам? Это люди, которые попадают в этот мир из своего через порталы, пояснила Сара. А, внешники, сказал Сергей и пояснил. Они ведь извне приходят, поэтому и внешники. Девушки и парень понятливо кивнули. Сергей сделал еще глоток и произнес. Ты это, не делай так больше, Том. Ты о чем это? Удивился парень. Сергей вздохнул и напомнил ему. О трофеях, которые ты кинулся собирать, вместо того, чтобы все бросить и помочь девчонкам тащить раненого, из-за твоей жадности мы все могли погибнуть. Но ведь, начал было тот, Томми, я потратил почти минуту на то, чтобы загрузить все то барахло, которое ты припер. Вместе с тобой за это время нас могли убить три раза, прервал его Сергей. Томас не ответил ему. Он сидел и молча смотрел на костер. Запомни, если ты работаешь в команде, то делай то, что сказал старший. Если тебе говорят, бросай все нахрен и сваливай, ты должен бросить все нахрен и сваливать, иначе из-за тебя могут погибнуть люди. Вот так вот. Это я по натуре человек тихий и не злобивый. Сейчас тебе все спокойно объясняю. А был бы ты в какой-нибудь другой команде, тебе сразу дали бы по роже, пару раз за такие фокусы. Вот так-то. Парень молчал, и по нему было видно, что он все понял и осознал. Поэтому Сергей не стал больше давить на него. Вместо этого он хлебнул еще из бутылки и, поднявшись, отправился спать. Выезд на профилактику продолжался еще два дня, а на третий колонна повернула назад. Когда они наконец добрались до города, Сергей обрадовался. Наконец-то это Тегомотина закончилась. На этот раз его не стали донимать расспросами. Тем более, что Энни пообещала сама все уладить. Как гражданин Додж-Сити и Минитмен, он мог оставить броневик у себя. Поэтому, распрощавшись со всеми, Сергей поехал на нем домой. Добравшись до своего дома, он загнал броневик в гараж и, войдя в прихожую, скинул с себя осочертевшую снарягу. Затем добрался до дивана и завалился на него. Следующие несколько дней он отдыхал, чистил стволы и разбирал снаряжение. Сваленная куча в броневике. Часть трофеев он еще раньше раздал ребятам и девчонкам. Оружие Шестипалова, которое ему передал Том, он тоже отдал. Энни он подарил взятый у Мура топорик и пистолет. Остальное раздал Джеку, Томасу и их подругам. После приезда с профилактики, он дважды приходил в клинику к ребенку. Недели через две ее уже должны были выписать домой. Специально для нее Сергей приготовил комнату на втором этаже дома. Он уже думал, что все неприятности остались позади. И теперь его ждет спокойная жизнь, ставя до самой смерти. Но не тут-то было. Где-то через неделю под утро Сергей проснулся от сильной тошноты. Из носа и рта у него текли сопли и слюна. А внутри все горело. Как будто он глотнул расплавленного свинца. Сергей весь был мокрым от пота. Едва ему удалось добраться до толчка, как его вывернуло наизнанку. «Ох, чё это за хуйня такая?» Просипел он, голова гудела и кружилась. А перед глазами все плыло. Не успел он встать, как его снова скрутило и вывернуло наизнанку. Сергей тут же вспомнился тот дом на хуторе, где он умирал первые четыре дня. Проболевавшись, он упал на пол прямо у толчка. И стал корчиться и дергаться в судорогах. «Да чё же это йод такое?» Прохрипел он, корчись в конвульсиях. А затем стал задыхаться. Но, к счастью, через пару секунд ему полегчало. Отдышавшись, Сергей попытался встать. Но ноги стали будто ватными. И снова закружилась голова. Сделав шаг в коридор, он упал. Попытался подняться и снова растянулся на полу. Где-то через час ему стало легче. Какое-то время Сергей лежал. А затем попытался подняться. На этот раз у него получилось. Пошатываясь, он стал и держась за стену, сделал несколько шагов. Кое-как, добравшись до гостиной, Сергей уселся в стоявшее там кресло, чтобы передохнуть. Когда ему стало легче, Сергей нащупал телефон. И, включив его, попытался связаться с Энни. Связи не было. Он уже хотел было связаться с ней по рации. Но вдруг услышал чьи-то шаги в прихожей. Нащупав лежавший на столике у кресла пистолет, Сергей взял его в руку, тихо щелкнул по рядохранителям. И, оттянув кожух затвор, убедился в наличии в патроннике патрона. Пристроив пистолет рядом, Сергей прикрыл глаза и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Через пару секунд в гостиную вошел какой-то дядька в камуфляже. Наставив ствол автомата на Сергея, он бегло осмотрел его и крикнул. Этот, похоже, готов. Эй, тащи пакеты. Сейчас его разделаем по-быстрому. И дальше пойдем. Когда он повернулся, Сергей выстрелил ему в затылок дважды. Не издав больше ни звука, мур растянулся на полу. Эй, ты чего это? Его напарник, войдя в гостиную, замер. От удивления, увидев лежавшее на полу тело. Когда он увидел сидевшего в кресле с пистолетом Сергея, то бросил упаковку пакетов и сумку в холодильник, который держал в руках, и потянулся к висевшему у него за спиной автомату. Сергей выстрелил первым, садив козлу две пули в грудь и одну в голову. Мур сделал шаг назад и, опершись спиной в стену, съехал по ней на пол. Поднявшись, Сергей нашел рацию, которую ему дал Донован, и попытался связаться с Энни, а затем и со взводным. В ответ он услышал лишь шипение помех. «Да чтоб вас всех!» – ругнулся Сергей. И все еще спотыкаясь, пошел за автоматом и снарягой. Когда он уже одетый и вооруженный выглянул на улицу, то услыхал доносившуюся, отовсюду стрельбу, взрывы и увидел стоявший перед домом фургон Муров. В кабине за рулем сидел водитель. Откравшись в кабине, он выстрелил водили в голову через приоткрытое окно. Кровь и мозги брызнули на стекла. Взглянув на него еще раз, Сергей побежал к дому Энни. Девушки дома не оказалось. Осмотрев ее дом, Сергей вернулся к фургону. «Восьмо, чего там у вас? Казармы взяли?» Усышал он из установленной в машине рации. «Да какой там хрен! Эти козлы выжили и тревогу подняли, прежде чем мы подошли. Они успели подготовиться!» Сергей обернулся, когда услышал шум двигателя, едущий по улице машины. Он присел, укрывшись за фургоном, и скинул к плечу автомат, прицелившись на звук. Из соседнего дома выехал БТР Страйкер с эмблемой Додж-Сити на бортах. Вырулив на середину улицы, Страйкер остановился, и с БТРа выскочили бойцы. Сергей облегченно вздохнул, когда узнал Теда Карпентера и других людей из своего взвода. «Эй, пацаны! Чё тут происходит-то, а?» Медленно высунувшись из-за машины, крикнул Сергей. «Марченко, это ты?» – спросил кто-то. «Да я, я!» – ответил Сергей и вышел из-за фургона. Увидев его, все опустили оружие. Он подошел к БТРу и снова спросил. «Так чего здесь происходит-то, а?» «Мы не знаем больше твоего!» – ответил Карпентер. «А наше начальство – шериф взводный!» «Шериф мертв, взводный тоже!» – ответил ему кто-то. Услышав ответ, Сергей выругался. Затем посмотрел на людей. Вокруг него стояло лишь девять человек. Еще двое были в БТРе. «А где остальные?» – спросил Сергей. Карпентер, пожав плечами, ответил. «Тут неподалеку еще человек 25 находится. Они в каком-то подвале прячутся. Где остальные, не знаю». «Связь с ними есть?» – спросил Сергей. Тед кивнул. «Тогда скажи, пусть свяжутся с ними. И скажешь, чтобы они все шли сюда». «Зачем?» – спросил кто-то. «Дело есть», – ответил Сергей. «Расскажу, когда все соберутся». Минут через пять, когда все собрались у его дома, Сергей начал. «В общем, так, скажу просто. Вы все уже поняли, что на наш стаб напали живодеры. Все стоявшие вокруг люди утвердительно кивнули. Сейчас их основные силы – штурму и казармы. Если они их возьмут, стабу конец. Я предлагаю пробиваться к воякам. Да, нас мало, но живодеры не ждут, что мы ударим им в спину». «Да они нас перестреляют всех. Эй, почему мы его слушаем? Кто он вообще такой? И почему он нами командует?» Крикнул кто-то. Сергей ответил. «Я никого за собой не тяну. Если хотите, можете прятаться дальше. Только вас все равно найдут и убьют. А тех, кого не убьют сразу, разделают как на скотину на бойне. Так что решайте сами». «Как быть дальше?» – произнес он. «Ты не…» – начал было кто-то, но его перебили. «Заткнись, Фрэнк. Парень дело говорит. Лично я не собираюсь подыхать, как скотина на бойне. И прятаться, ожидая, когда за мной придут, тоже не хочу. Да и еще сбежать отсюда тоже не выйдет. Эти уроды, похоже, все спланировали заранее. И выбраться из долины нам не дадут», – сказал крепкий, темнокожий хлопец. «Кстати», – продолжил он. «Если кто не знает, это он завалил Шестипалова». Услышав это, все стали разглядывать Сергея и о чем-то перешептываться друг с другом. «В общем, я с тобой, чувак». Парень подошел к Сергею и протянул ему руку. «Эдди Салливан». Сергей ответил тот, пожав ее. Пошептавшись о чем-то, остальные тоже подошли к ним. «Мы тоже идем с вами», – ответил за всех какой-то парень. Сергей кивнул, пожав ему руку. «Знаешь, а ведь тут хрен прав», – сказал ему Эдди. «Нас мало. Да и БТР у нас только один». «Два», – ответил Сергей. Он пошел в свой гараж и выкатил из него БР-кэт. «Пойдет», – спросил он у Эдди, тот улыбнулся. «Это то, что нужно, чувак», – ответил парень. Сергей закрыл бронезаслонки на машине спереди. Дорогу теперь можно было видеть через установленные снаружи камеры. Помимо броневика, Сергей вынес из дома и раздал всем, хранившиеся у него быка. А также раздал тем, у кого не было – черные полицейские бронежилеты и кевларовые шлемы. Свой Галил, лежавший где-то в доме, он искать не стал. Вместо этого взял СГ-751. Он пристрелял его пару дней назад. На автомате стоял оптический прицел АКОК, совмещенный с коллиматором РМР. Сергей осмотрел автомат, проверил еще раз оптику и воткнул в автомат с парку магазинов. Дернул затвор. Когда все были готовы, он осмотрел людей и спросил. «Среди вас есть люди с боевым опытом?» «Сэр, воевать с людьми нам еще не приходилось, только с тварями», – ответил за всех невысокий щуплый парень. «Извините, но мы не такие крутые, как вы, сэр», – пожал он плечами. «Ничего, я сам когда-то был таким же», – ответил Сергей. «Вурия ты или крутой, как вареный страусиный яйца, или мертвый, так что тебе сегодня лучше быть крутым», – закончил он. Подумав, Сергей обратился к остальным. «В общем так, поскольку шериф и Донован мертвы, командовать взводом буду я. Салливан Родригес, с этой минуты вы командуете вторым и третьим отделением. Карпентер берешь на себя первое отделение. Теперь ты мой зам. Если меня убьют, командовать взводом будешь ты». А дальше, ну вы поняли. Названные Сергеем парни и девушка кивнули. Сергей продолжил. «Короче, план такой. Идем к казармам и попытаемся помочь воякам. Броня пойдет впереди, а мы за нею. Четырьмя колоннами по одному. Нас ждет самое паскудное, что только может быть на войне. Это бой в городе. Каждое окно, каждая дверь и каждый чердак или крыша здесь будут стрелять. Поэтому вертите башками на все 360 и прикрывайте друг друга. В общем, все как на стрельбище». «Да, и еще одно», – сказал Сергей. «Броня в городе – это легкая мишень. Поэтому вы должны не дать ее сжечь. Вы прикрываете ее, она прикроет вас. Всем все ясно», – обвел Сергей людей взглядом. Все кивнули. «Окей, тогда выступаем», – сказал Сергей. «Салливан, посади кого-нибудь на рацию. Пусть вызывает всех наших. Может, еще кто-нибудь отзовется». Парень кивнул и убежал куда-то. Рыча движками, «Страйкер» и «Биаркэт» выехали на середину улицы. Сергей и командиры отделений распределили людей – рацию и муров, стоящую в фургоне. Сергей тоже забрал и отдал радисту. «Задние люки открыть», – приказал Сергей. «За члем», – спросил кто-то. «Чтобы грузить нехраненных», – ответил Сергей. «Каких раненых, сэр? Тех, которые скоро появятся». Раздраженно бросил Сергей. «Хватит задавать мне тупые вопросы». «Делайте, что сказано. Все по местам. Двинулись», – крикнул он в рацию. БТРы, взрывев движками, медленно покатились по улице. За ним, выстроившись четыре колонны по одному и осетинившись стволами, шли 28 человек. Еще шестеро сидели в БТРах. Казармы гарнизона находились в километре от дома Сергея. Большую часть пути они прошли тихо. Более того, радист сообщил, что ему удалось связаться со вторым и четвертым взводом. Они также двигались в сторону казарм. Когда Сергей услышал эту новость, у него на душе стало легче. Все-таки три взвода – это больше сотни вооруженных людей плюс броня. А это уже сила. Улица, по которой они шли, была абсолютно пустой. Стрельба со стороны казарм по-прежнему не утихала. Хороший знак. Значит, вояки еще держатся. Сергей осмотрелся и еще раз подумал о том, правильно ли он расставил людей. Отделение Родригес и Салливана он поставил на фланги. Третье отделение находилось в центре. Сергей разделил его на две части. Сам он тоже находился в центре, впереди людей, укрываясь за открытой задней дверью броневика, как защитом. А за ним шли бойцы. Другие командиры, глянув на него, сделали так же. Бой начался, когда до казарм оставалось примерно полторы сотни метров. Взвод Сергея столкнулся с тыловым охранением муров, и те открыли по ним довольно плотный огонь. Пулеметы на БТРах стали огрызаться. Стоявшие позади Сергея и у правого борта страйкеры бойцы стреляли по окнам верхних этажей и крышам стоявших вокруг зданий. На флангах тоже началась стрельба. Бойцы, стоявшие там, вели огонь по засевшим на нижних этажах домов мурам. Стреляя в окна из автоматов, пулеметов и гранатометов. Тишина вокруг разорвалась от грохот автомат на пулеметных очередных взрывах. Сергей стрелял через бойницу по вспышкам впереди. Пули муров с визгом ликошетили от брони. На соседних улицах справа и слева тоже вспыхнула стрельба. Это второй и четвертый взводы ступили в бой. «Радист, свяжись с вояками! Скажи, что к ним подмога идет!» Крикнул Сергей. А то еще вмажут по нам изо рты прямой наводкой. «Есть, сэр! Сейчас же свяжусь!» Крикнул тот. «РПГ!» Крикнул кто-то и тотчас между машин пронеслась ракета. И громко рвануло где-то позади. Крупнокалиберный пулемет и рогрессы тут же обработали верхние этажи и крыши стоящих впереди зданий. Гранатометчик засел где-то там. Стоявшие позади серии бойцы тоже пойнули туда пару раз из гранатометов. «Все целы!» Крикнул Сергей. «Ворянных, сэр!» Услышал он в ответ. «Верег! Не стоим! Не стоим!» Закричал Сергей. БТРы, заревевая движками, снова поползли по улице со скоростью пешехода. «Петерсон, двигай копытами мать твою!» Закричала Родригес. «И не высовывайся! Пулю в башку получить захотел!» Бой продолжался. Сергей прицелился в фигуру в окне второго этажа, впереди стоящего здания. Выстрелил короткой очередью. Фигура исчезла. Сзади вспыхнула стрельба. Несколько муров выскочили из переулка позади. Парни, прикрывавшие тылы, срезали их очередями. Одного из бойцов все-таки ранили. Двое парней оттащили его к задним дверям. Сидевшие внутри бойцы затащили раненого внутрь. «Я ж говорил», – произнес Сергей, помогая втащить раненого в броневик. Казармы были уже недалеко. Муры, засевшие в домах, стали отступать. Они выбегали на улицу и отходили к казармам перебежками, отстреливаясь на бегу. Сергей ушел влево, уступив дорогу бойцу с гранатометом. Хлопнул выстрел, и ракета полетела к стоявшему впереди фургону. Машина взорвалась и опрокинулась на бок. Вернувшись на место, Сергей прицелился в бегущего человека впереди. Выстрелил. Человек упал. Он прицелился в следующего. Очередь. Мура сел на асфальт. Сергей вытащил пустой магазин из автомата и ставил полный. Нажал на спуск. Затвор, снятый с задержки, вернулся вперед, вогнав патрон в патронник. Автоматная очередь хлестанула по броне двери, за которой стоял Сергей. Несколько пуль ударили в бронестекло, запятнав его. Он выстрелил очебью, по засевшим за машиной муром. Сзади негромко хлопнул выстрел из подствольника. Граната взорвалась за стоявшей впереди машиной. Раздался взрыв. И машина полыхнула огнем. Стоявшись слева, первый боец вскрикнул, оседая на асфальт. У него по ноге текла кровь. «Снайпер!» Крикнул Сергей. Еще один боец, стоявший за открытой задней дверью, страйкер упал. Раненых быстро подняли и утащили в броню. «Рикошетом бьет, сука! Все за броню!» «Не высовываться!» «Машинам стоп!» Закричал Сергей и произнес, глядя на стрелка наводчика. «Давай завали эту тварь!» Тот кивнул и принялся выцеливать стрелка. Пулемет дудухнул очередью. Затем еще раз. Пулемет на страйкере тоже стал стрелять. «На десять часов!» Закричал кто-то. Оба пулемета синхронно повернулись и задудухали короткими очередями, а ГС тоже выстрелил несколько раз. «Готов, сука!» Услышал Сергей в наушнике рации. «Двигаемся дальше!» Крикнул он. БТРы снова поползли по улице. Как Сергей и думал, муры не ожидали удара в спину. Когда они увидели БТРы и солдат у себя в тылу, то запаниковали и стали разбегаться кто куда. Когда до казарм оставалось меньше сотни метров, впереди вспыхнула интенсивная стрельба и загрохотали взрывы. Стреляли не по ним. Пару секунд спустя радист сообщил. «Сыр, бояки пошли в контратару!» «Живодер отходит!» Услышавшие это, бойцы радостно закричали. «Победа! Мы победили!» Сергей глянул на них и крикнул в рацию. «Бронястово! Всем занять оборону!» БТР остановились. Сергей произнес, глядя на всех еще улыбающихся бойцов. «Че вы улыбитесь, как придурки!» «Живодер, это сейчас на нас попрут!» После этих его слов, улыбки у всех, как ветром, сдуло. БТРы встали. Шедшие за ним бойцы рассредоточились, заняв круговую оборону. Сергей залег у колеса БТРа. Рядом с ним находилась девушка, вооруженная ручным пулеметом миними. Со стороны казармша также гремели выстрелы и взрывы. Спустя минуту или две, из-за находившейся у самых казарм домов, на улицу высыпала целая толпа муров. Их было сотни-две, как минимум. «Огонь!» Крикнул Сергей и стал поливать толпу перед собой из автомата короткими очередями. Рядом ударил пулемет. Засевшие вокруг него бойцы тоже открыли огонь. Одновременно с ними задудухали крупнокалиберные пулеметы и ГС на БТРах. Превращая толпу муров в фарш, попавшие между молотом и наковальней, муры запаниковали и, открыв беспорядочную стрельбу залетались от улицы. На другом конце улицы рохнуло несколько взрывов и затрещали автоматные очереди. Взвод Сергея расстреливало муров десятками. Через несколько минут все было кончено. Улица перед Сергеем была завалена трупами. Остальные муры, кто выжил, разбежались то куда. Навстречу им лязгой траками по улице полз легкий танк Шеридан, за которым шли солдаты. «Эй, не стреляйте, свои мы, минитмены, третий взвод!» Подняв вверх автомат, закричал Сергей. После боя за казармы, военные взяли командование всеми вооруженными подразделениями на себя. Взводы минитменов разбили на штурмовые группы по 8-10 человек. Задачу, которую им поставили, была простой, как валенок. Они должны были зачистить город от оставшихся в нем муров. Рота гарнизона Додж-Сити и половина здоровых граждан города были приданы им в помощь. Остальная часть военных ушла за стену, чтобы выбить муров с занятых им блокпостов и взять под свой контроль ведущие в долину дороги. Поскольку военные стали переформировать все взводы минитменов, отправляя к новобранцам уже обстрельных людей, то Сергей попросил, чтобы Салливана Родригес и Карпентера включили в его группу. Вояки не возражали. Первым местом, куда отправился Сергей со своей группой, была клиника Энни. Ему все-таки удалось с ней связаться. Оказалось, что девушка, как только началась стрельба, закрылась вместе с персоналом, ребенком и пациентами в лабораторном крыле, заброни дверями и пуленепробиваемыми окнами. Ворвавшиеся в клинику муры не смогли туда пробиться. Когда БРК подъехал ко входу в клинику, все еще остававшиеся там муры отступили с боем. Девочка, как и Энни, были живы-здоровы и в полном порядке. После клиники Сергей с командой отправились дальше. Оставшихся в городе муров быстро уничтожили. А тех, кого взяли в плен, закрыли в городской тюрьме. В общем, уже ближе к ночи город был зачищен от муров полностью. Некоторые из них пытались выдать себя за местных. Да только эти придурки не учили того, что в Додж-Сити все друг друга знали в лицо. Так что эти хитрожопы быстро отловили. Единственное, что оставалось для всех загадкой, так это то, как мурам удалось без единого выстрела войти в город. Пробы, взятые Энни с трупов, показали только одно. Все они умерли под утро. Как раз тогда, когда Сергея скрутило. Уже поздним вечером, замахавшись гонять по городу, они вместе с группой поехали к ней в клинику. Ехать домой ему не хотелось. Сергей как-то не горел желанием ночевать в компании двух трупов, а устраивать уборку на ночь глядя, у него не было ни сил, ни желания. Поэтому он решил перекантоваться до утра у нее в клинике. Остальные бойцы решили остаться с ними. Энни организовала ужин в одном из кабинетов. Подкрепившись, они стали выдвигать разные теории. Насчет того, как мурам удалось захватить город и спорили. Спорили до хрипоты. Успокоились лишь под утро. Энни проснулась первой. Едва лишь за окном расцвело. Зеваясь про Соня, она поднялась и пошла к столу, на котором стоял кофейник. Налив чашку кофе, Энни уже хотела его выпить. Но взглянув на напиток, остановилась. «Вода!» произнесла она. «Черт возьми, вода! Как же я раньше не догадалась!» Услышав ее крики, Сергей вскочил на ноги, держа автомат на изготовку. «Блин, Энни, я думал, нас снова атакуют!» произнес он. «Ты чего так раскричалась?» «Я знаю, как мурам удалось проникнуть в город!» Возбужденно произнесла девушка, а затем, немного успокоившись, стала рассказывать ему все по порядку. Услышав ее рассказ, Сергей тут же поднял всех на ноги. Он хотел немедленно проверить все на месте. Собравшись, они погрузились в броневик. Энни поехала вместе с ним. «И что это такое?» спросил Сергей, разглядывая довольно высокий холм, у подножия которого прилепился небольшой одноэтажный домик. «Это один из резервуаров запаса воды, от которых питается весь Додж-Сити. Здание у холма – насосная станция. Вода из реки после очистки закачивается сюда, а затем подается на город. Водой сейчас заполнен только этот. Остальные чистят». Пояснила Энни, «Ты серьезно думаешь, что муры как-то смогли отравить воду в водопроводе?» Хмыкнув, спросила Родригес, «Мне нужно сделать анализ воды», ответила Энни, «Тогда я смогу сказать наверняка». «Ну, так чего мы ждем?» Сказал Карпентер, «Пошли, давайте покончим с этим побыстрее, я домой хочу». Парень быстро зашагал к зданию насосной. Родригес и остальные бойцы поспешили за ними. «Чего?» Спросила Энни, когда Сергей вдруг остановился, неподалеку от насосной и стал принюхиваться. «Да вот», сказал он, «Запах здесь такой, будто и яблони цветут, еще цветами какими-то пахнет, только вот ни яблони цветов я здесь не вижу». Услышав это, Энни вдруг изменилась в лице, как-то побледнела что ли, а затем загорала «Все назад, там Зарин». «Чего?» – переспросил Карпентер, машинально распахнув дверь насосную. И сразу же упал, забившись в конвульсиях. Изо рта у него пошла пена. А затем его вырвало кровью. Увидев это, Родригес рванулась к нему и, добежав до двери, тоже свалилась, корча в судорогах. «Твою мать!» Закрывшись рукавом, Сергей в несколько прыжков подскочил к двери, пинком захлопнув ее и, ухватив парня и девчонку за эвакуационные петли на разгрузках, потащил их прочь от насосной. Он успел сделать десять шагов, а потом, завалившись на землю, тоже стал корчиться в судорогах и обливать кровью. Эпилог. Энни вошла в палату и подошла к лежавшему на кровати Сергею. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, а с другими чего?» – спросил он, и как там ребенок. «В реанимации они», – ответила Энни. «Не переживай, будут жить. Недели через две уже станут. Ребенок тоже в порядке. Скоро мы ее уже выписывать будем». «Понятно», – вздохнув, произнес Сергей. «Так чего там было-то в этой насосной?» Глянув на нее, спросил он. «Бов», – ответила Энни и, увидев его непонимающий взгляд, пояснила. «Боевые отравляющие вещества. Химическое оружие, короче». «Ого», – удивился Сергей. «Так значит, они этим всех траванули?» «В насосной и в резервуаре мы нашли смесь зарина с люизеитом и ипритом. Плюс там был еще какой-то токсин. Я пока не знаю, какой. Зарин – это отравляющее вещество нервно-паралитического действия, а люизеит и иприт – кожно-нарывного. Кроме этого, в городе были установлены газовые мины на дистанционном управлении», – ответила Энни. «Именно поэтому живодерам удалось войти в город без единого выстрела. Они-то отравили всех, да только вот с дозировкой не угадали, не учли повышенную регенерацию у иммунных. Случись подобное на земле, в этом городе не осталось бы никого в живых. Но здесь в Уле это сработало где-то 50 на 50, поэтому так много людей уцелело в первые часы. Ребенку твоему, да и всем, кто был тогда здесь, повезло, что нам в клинику вода поступает из артезианской скважины». «Хм, и где они только достали это дерьмо?» – удивился Сергей. Энни усмехнулась. «Это же Улей, здесь можно достать что угодно, хоть водородную бомбу. Кстати, тут недалеко в пустыне кусок зоны 51 грузится, там такой дрянь и полно, я так думаю. Хотя любой, кто хорошо разбирается в химии, запросто может сделать это из отдельных химреактивов. Скорее всего они так и поступили, принесли в город все по отдельности и уже тут все собрали». «Понятно», – зевнул Сергей. «Слушай, ну когда меня уже выпустят отсюда?» – спросил он. «Надоел уже здесь валяться?» Улыбнувшись, я не ответила. «Завтра, но только после того, как я увижу результаты твоих анализов». Сергей хотел ей возразить, но он не его перебил. «И даже не спорь со мной, ты хватанул двойную дозу, вирус там у тебя или нет, я не хочу, чтобы ты снова обливал кровью и своими кишками, хватит с меня и одного раза». Глянув ей в глаза, Сергей понял, что с нею лучше не спорить, бесполезно, поэтому он лишь кивнул головой. «Ладно, я подожду». «Ну вот и хорошо», – сказал Энни, поднявшись пошла к двери. «Да завтра, не скучай тут», – улыбнулась она и вышла из палаты. Конец книги.